Пока. Мам, можно мне на горке покататься? На горке? Да. Можно, только будь аккуратнее, ладно? Беги. Давай. Миш, давай спрячься играть. Раз, два, три, четыре, пять, выхожу тебя искать. Субтитры создавал DimaTorzok Данинь, здорова. Здорова. Ты на работу ехать вообще собираешься? Ну, я сейчас на опознание в морг, наверное, в час буду. Давай быстрей. Морг, тебя Гаврила искал уже. Слушай, скажи мне, пожалуйста, а когда твоя жена из командировки возвращается? Сегодня вечером прилетает. А что такое? Да нет, мне кажется, я ее видел. Нет, ты обозналась. Я с ней только что по телефону разговаривал. Она в Красноярске в аэропорту сидит. Ага. Короче, все, давай, не безобразничай там. Где, в морге? Да ты и в морге можешь накосячить. Все, пока. А вдруг я ее не узнаю? А чего вы решили, что это Оксана? Вот, посмотрите. Да, ты и в ее кольцо. Добрый день. Если я не готова к опознанию, то можно произвести генетическую экспертизу и... Нет, нет, я... Я готов. Давай. Это не она? Вы уйрены? Нет, это не моя жена. Закрывай. Вы сигарет забыли. Андрей Геннадьевич, я вижу, вам тяжело. Я все понимаю, я... Да ни хрена ты не понимаешь! Моя жена пошла гулять с ребенком, он пропал, а ты... Ты ищешь ее? Или только ждешь сообщений из морга? А где нашли эту... Женщину? Станция Ленинская. Под электричку попала. Найди мою жену. Найди живую. Х testing. Через лекс . Это моя жена. Спасибо. Ты ищешь ее. Здравия желаю, товарищ полковник. Денис, может я на минутку? Я как раз по твою душу. Вот, принимай нового работника. Маргарита Сергеевна, прошу любить и жаловать. А это Денис Демиров, мой лучший сотрудник. Очень приятно. Очень приятно. Надолго к нам, Маргарита Сергеевна? Надеюсь, да. Вас что-то смущает? Нет, что вы. Я просто немножко обомлел от радости. Рит, подождите нас секундочку. Демиров, ты что за спектакль устроила? Я тебя предупреждал, Рита, дочь моего старого знакомого. Евгения Борисовна, что за детский сад-то? У меня нет времени возиться с ней. Устроить ее куда-нибудь в канцелярию. Я предлагал. Хочет к вам в отдел. Мечтает работать с тобой. Да. Так пока поглядите, а там глядишь, она сама сбежит. Евгений Борисович. Все, считай, что это приказ. Если хочешь кого-то найти, обратись ко мне. Я Михаил Демиров, я здесь работаю, а тебя зовут... тебя зовут Леночка, так? Елена. Сергеевна. Не удивляйся, не удивляйся, это у меня дар такой. Отгадайте имена. Что вы говорите? У меня просто талант. Потрясающе. Вот, я вижу, уже познакомились. Да. Ну, не совсем. Маргарита Сергеевна Высоцкая. Подождите, вы меня разыгрываете, да? Я никогда в жизни не ошибаюсь. Ничего, все что-то бывает в первый раз. Пойдемте, Рита, посмотрим ваше рабочее место. Здорово. Здорово, здорово. А что это? То. Одним словом, нам необходимо понять, как обручальное кольцо Оксаны Бондаренко оказалось на пальчике покойницы, которая бросилась на рельсы. Короче, поздравляю, у нас опять неопознанный трупешник. Слушай, может, нас обманываешь, а? Что? Ну, не может твоим именем быть Маргарита. Я в этом никогда не ошибаюсь. День, ну, подтверди. Чего? Я в именах никогда не ошибаюсь. Да. Ну. Прошу. Маргарита Сергеевна, вот там чайник и кофе. Мне две ложки сахара, пожалуйста. Высоцкая Маргарита Сергеевна. А я понял, ты имя поменяла. Зачем? Ну, как это обычно бывает. В классе было три Ленки. Или тебе захотелось более звучное имя. Вот ты поменяла на Маргариту. Пожалуйста. Ну что, какие дальнейшие действия, Денис Романович? Ты продолжай работать с семейством Бондаренко. А я? А, Маргарита Сергеевна, вам особое задание. Ответственное. Вот там полки. Угу. На полках папки. Папки? В папках очень важные документы. Их надо разложить по порядку, начиная с 2005 года. А если время останется, нужно помыть аквариум, потому что, понимаешь, рыбки очень важная составляющая нашей работы. К нам приходят посетители, они нервные, а вот рыбки, они как-то вот успокаивают. Значит так, я не буду вам варить кофе, бегать за пивом, копаться в бумажках. Я не для этого сюда приехала, ясно? Ну, тогда вы работаете с Михаилом, а я поехал на Ленинскую. Рит, ты не обижайся, ладно? Ничего лишнего. Просто у нас за последние полгода поменялось, ну, четыре сотрудника. Почему? Двое в другой отдел перешли. Одна уволилась без объяснения причин, а другая вышла замуж. Так вот, я замуж не собираюсь, увольняться тоже не планирую. Работать буду только здесь, в этом отделе. Понятно. В общем, работайте, Маргарита Сергеевна, работайте. Как раз тульская электричка разгрузилась. Она до Москвы шла, но пассажиров здесь садили. По техническим причинам. Народу много было. Кто остался дожидаться следующей электрички, а кто вон туда рванул? Там автобусная стоянка, и от нас маршрутки до Москвы. А почему вы решили, что она не местная? Так билет же. Был бы билет, я бы и не сомневался, а так рассуждаю, наши же никто не хватились. Вот как раз мы пришли. Вот это место. Тут она и лежала. Истерзанная вся, прости господи. Я ведь, почитай, метров десять протащила. Может, она уехала к подруге, служивице? Где я всех обзвонил, всех родных, знакомых никто ничего не знает. Все-таки я хочу поговорить с ее близкими подругами. Возможно, они вам не все рассказали, но женские тайны, секреты. У моей жены от меня никаких тайн нет. Да и общение с подругами у нее. От случая к случаю, знаете ли, с днем рождения, поздравить по праздникам. Семьи у всех, понимаете? У всех семьи. А скажите, а что ты за Наташа? Маникюрш. У Оксаны маникюр. На ногтях красивый. Узор такой, знаете, бабочки, цветочки. Все время надо что-то подправлять. Целая наука. Так, а скажите, пожалуйста, она в тот день приходила? Нет, Оксана сама к ней ходит. Господи, у вас есть хоть какие-то версии? Очень жаль, что вы внесли маникюр в список особых примет. Как выглядел маникюр? У меня есть фотографии. Показать? Да, покажу тебе. Прошу. Здрасте. Привет. У меня папа сердится. Почему? Я маму потерял. Вы ее найдете? Найдем. Обязательно, я тебе обещаю. Возьмите эту мамину любимую. Ну, что скажет психолог? Мне кажется, вполне обычная семья. Муж убит горем. Вы его подозреваете? Слушай, давай на то, если мы будем работать вместе, ладно? Ладно. И то, что я подозреваю, это не важно. Важно то, что есть на самом деле. И еще. Обычных семей, ну, не бывает. Вот, ну, посмотри. Обыкновенный домохозяй. Занимается мужем, семьей, домом. И заводит на стороне сердечного друга. Ну, так. От скуки или диатонуса. Ну, мне кажется, не в этом случае. Вот, посмотри, пожалуйста. По-моему, они вполне счастливы. Да? А почему же она сбежала? От чьей сковородок? Она не сбежала. Она не могла убежать. У нее ребенок. Мне кажется, здесь что-то другое. Есть версия? Пока нет. Угу. На. Что это? Видишь-ка, любовник у нее. Трубецкой Евгений Аркадьевич. В мобильном телефоне он записан как Наташа, маникюрша. Понимаешь? Ну, а почему сразу любовник? Ну, а вдруг это терапевт личный? Или массажист? Стоматолог, например. Скажи еще лично сантехник. И шифруется от мужа. У меня другой вопрос волнует. Знает ли об этом муж? Или прикидывается? А если прикидывается, то почему? Мне хочется верить, что все как-то по-другому объясняется. Риточка, ты хочешь верить, что люди лучше, чем они есть на самом деле? Нет? Нет. Откуда ты такая хорошая делаешь, а? Мне кажется, надо поговорить с этим мужчиной. Поедем по месту прописки. Поедем. Значит, обнаружил тело некто Басаргина Иван Карлович? Так точно. Ну, а почему же нет его паспортных данных? Нет у него паспорта. Бомж. Ну что, Денис Романович, может... Я за рулем. Да вы не волнуйтесь, Алексей Степанович, я же не прокурор. Давайте, рассказывайте, как есть. Ну, Грешенко, а есть. Были у нее документы. И паспорт был, и кошелек, даже мобильный телефон. Ну? Ну, когда я пришел, эти бомжи уже все раз таскали. Понятно. Ну, хоть что-то удалось найти? Коль, дай. Да пусто там. Мобильник сплавили. Паспорт с кошельком сожгли. Денег было рублей триста. Пропили. Ну, вы уж почему-то решили, что она не местная. Да попытал я этого Басаргина. Вспомнил только, что... прописка московская и имя. Имя и... дай бог по... Спокойно, спокойно, Алексей Степанович. Вспоминайте, это важно. Ну, похоже, никого нет. Или не хочет открывать. Юленька, а ты не подскажешь, Евгений Аркадьевич давно дома не появлялся? А откуда вы знаете мое имя? А мы, Юленька, из милиции. Так что сосредоточься, пожалуйста, и вспомни, когда ты последний раз его увидела. По-моему, в субботу. Ему работу какую-то предложили. Он уехал. А что за работа? Ну, он художник, расписывает храмы. А вот эту вот девушку ты видела здесь? Надо же, не знала, что у Оксанки ребенок есть. Она с ним тоже поехала? Не знаю. Наверное, они ведь пожениться собираются. Ага, а куда они поехали, ты, конечно же, не знаешь. Ну, точно не помню. Помню, что храм где-то в Тульской области. Они мне еще пряников обещали привезти. Ой, мне звонят. Можно я отвечу? Ну, конечно. Содержимое растащили бомжи. То есть, никаких зацеп? Зовут не то Антонина, не то Алевтина. Возможно, московская прописка. В базу загонил, может, повезет. Угу. Ладно, друзья, хватит на сегодня. Я в Домодедово. Давай. Маргарита Сергеевна. До свидания. До свидания. День. Оля, привет передай. Хорошо. Ты идешь? Да нет, у меня еще одно дельце есть. Ну, если ты полчасика подождешь, я тебя домой отвезу. Или мы в ресторан сходим, а? Познакомимся поближе. До завтра пока. До завтра. Семенович, здорово. Демир, да. Слушай, пробей мне по базе. Аркадин Сергей Валерьевич. Да, адреса, телефоны, явки. Может, где в гостинице номер снимает? Ага, давай, жду. Квартиру сняла недалеко от метро. И приняли хорошо. Скажи, как ты себя чувствуешь? А давление? Ну, я тоже очень соскучилась. Папочка, ну что ты, конечно, не жалею. Зато узнала, как меня зовут. Елена, представляешь? Ну, я тебе потом расскажу. Маргарита Сергеевна, садитесь, до метро подброшу. Все, папуль, целую тебя, пока. Значит, получается, что вы уехали из родного города, сняли здесь квартиру на окраине. И все только для того, чтобы устроиться к нам в отдел? Получается так. Не вяжется что-то. Вы же молодая, красивая девушка. У вас диплом психолога. Вы могли бы себе найти, что у нее более денежное и менее пыльное. Я знаю, личного мотива не хватает. А у вас личный мотив есть? Да мне вообще было все равно, честно говоря, в каком отделе работать. Вам-то это зачем нужно, Маргарита Сергеевна? Мне интересно, как и почему люди пропадают без вести. Ну, я, если хотите, могу вам время сэкономить. Если не брать в расчет криминал, несчастные случаи, то, в общем, причина всегда одна – бытовуха. Вот видите, как у вас все просто. Ну, можно, конечно, верить в инопланетян, в параллельные миры, как хотите. А вы знаете статистику по Москве? В год без вести пропадают две тысячи человек. Вот ребенок пошел в школу и не вернулся. Мужчина вышел за сигаретами и не пришел домой. Женщина вышла прогуляться и тоже не вернулась. А вы все объясняете бытовухой. Да. Впечатлительная вы. Это плохо. Почему? Вообще это хорошо, но это плохо. У нас работа такая, понимаете? Нельзя все принимать близко к сердцу. У вас получается? Рита, можно я вам дам совет? Давайте. Бросайте вы это дело. Вы здесь не найдете того, чего ищете, поверьте. Что ж, за совет спасибо. За то, что подвезли тоже. Алло, да. Привет. А ты что, прилетела уже? А почему? Ну, что делать? Работа у меня такая. Пока не знаю. Не знаю, может быть завтра. Послушай, я же не просила меня встречать. Денис, давай, езжай домой, я тебе позвоню. Миша, ты с ума сошел? Ты знаешь, сколько времени сейчас в Красноярске? Нет? Да потому что, работа такая. Подожди минуту. Привет. 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 Что здесь делаешь? Да вот, решил тебя в Красноярске проведать. Ничего, ничего так. Как ты меня нашел? А я не тебя искал. Мне нужен Аркадин Сергей Валерьевич. С 74-го года рождения. У него, кстати, 4 штрафа не оплачено. Как интересно, я даже досье собрал. Тебе что, делать нечего? Старая страсть вспыхнула? Миш, ты только скажи, я Сергея сразу брошу. Короче, Оль, собираю свои вещи, езжай домой. Хватит ты с Денисом дурака делать. А иначе что? Ты умная баба, не надо меня провоцировать. А он тебе не поверит. Решит, что ты ревнуешь. Чего тебе не хватает? Ты денегу сама окрутила. Получила, что хотела. Слушай, мне интересно, ты действительно сейчас обрать так волнуешься или есть какая-то другая причина? Позвони Денису и расскажи все, как есть. Возьми трубку и сам позвони. Прямо сейчас. Ты прав. Такие вещи по телефону не решают. Денис все-таки мне не чужой. Знаешь, я его даже люблю как-то по-своему. Конечно, не та, как тебя любила. У нас с тобой все ярче было. Ты мне окажешь услугу, если сам расскажешь все брату. Знаешь, иногда так сложно на что-то решиться. Сережа, ну здравствуй, наконец-то. Сколько можно? Я соскучилась. А это мужчина дверью ошибся. Я открыла, думала. Ты? Пока. До свидания. А че это у тебя архивы? Демеры вы загрузили? Да нет, это моя инициатива. Хочу учиться по старым делам. Пока, Инночка, давай. Счастливо. Все, увидимся. Евгений Борисович. А че это ты в моем кабинете делала, а? А я вам принесла отчет. Хорош, завезелась, когда у вас будет время. Хорошо? Ну хорошо, хорошо. Вот познакомьтесь, кстати. Это наш новый сотрудник Маргарита Сергеевна. Очень приятно, Лида. И мне. Вот, Риточка, если что нужно, по архивам особенно обращайся к Лидусе. Отказ не будет добрейшей души человека. Да, 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 да. Все моей добротой пользуетесь. Я ж не знаю, как там все. Заходите, Рита. Я пойду. Я вам зайду после обеда. Пожалуйста, завизируйте, Евгений Борисович. О чем разговор? Я буду ждать. До свидания. Слушай, Адемирова-то где? Так в командировке в Тульской области. Ищут. А, да. Я знаю. Забыл совсем. Слушай, вот как вернуться-то передай. Ваше неопознанное совпало и по имени, и по приметам. Цветкова Антонина Викторовна 17 лет такая, молоденькая. Да, 17 лет ей было 4 года назад. Вот, представляешь, 4 года искали. Она еще несколько дней назад была жива и невредима. Так что передай Демировым, дело можно закрывать. Да, вот. Тут могут родственники ее появиться. Цветкова эта. Мама мне звонила уже. Ты с ней в разговор не вступай. Скажи, пусть приходит завтра, когда ребята будут на месте. Поняла? Да, да, поняла. Давай. Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Мне сказали обратиться к капитану Демирову Денису Романовичу. А он в командировке. А что ему передать? Моя фамилия Цветкова. Нашлась моя дочь Тоня. Я хотела бы ее увидеть. Наверное, будет лучше, если вы приедете, когда Денис Романович будет на месте. Я могу записать телефон. И позвонить вам, как только он появится. Вы знаете, я четыре года не слышала дочкин голос. Я каждое утро просыпаюсь с чувством, что... Сегодня я должна ее увидеть. Просто скажите, в каком она морге? Пожалуйста. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Все, 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 все. Пойдемте. Каждый раз, когда меня вызывали на опознание, я знала, что это не она. Чувствовала, что Тонечка жива, а как, что с ней случилось, где она была все это время? Я не знаю. Но вы ведь узнаете? Да. Обязательно, я вам обещаю. Извините, ради Бога. Алла Кирилловна, вот посмотрите, пожалуйста. Может быть, Тоня упоминала об Оксане Бондаренко. Вы не слышали? Как вы сказали, Бондаренко… Оксану. Нет. Никогда не слышала. Извините. До свидания. До свидания. Добрый день. Вы меня спрашивали. Мы из милиции. А что случилось? Мы ищем Оксана Витальевна Бондаренко. Не понимаю, о ком вы. Гражданин Трубецкой, мы спрашиваем про так называемую вашу невесту. Скажите, что она с вами, и мы с чистой совестью уедем домой. Увы, мне бы очень хотелось, чтобы она была со мной, но это не так. Подождите, а почему вы спрашиваете? Она что, пропала? Ну надо же. Сообразительный какой. Гражданин Трубецкой. Вы ее когда видели в последний раз? Ну, может, недели полторы назад. Значит, любовник утверждает, что видел пропавшего Бондаренко неделю назад. Выпрашивал поехать с ним. Ждал на вокзале до последнего, а потом уехал один. Видно, решил, что она сделала выбор в пользу семьи. Ну что, значит, зря мотались. Ничего, отсутствие результата, это тоже результат. Заканчивайте с Цветковой все формальности, называйте родственников, проводите опознания. И версия, ребят, я жду версии. А Цветкова уже опознала дочь. Рита, ну я ж просил тебя. Евгений Борисович, пожалуйста, не нужно меня так оберегать. Я хочу делать то, что делают все сотрудники. Ну-ну, ну-ну. Ладно, Цветкова, все, закрывайте дело. Как закрывать дело? Мы же не знаем, как она жила все эти четыре года. Где, с кем. Наверняка это важно ее родителям. Видите ли, Маргарита Сергеевна, сбор информации о жизни пропашек, конечно, помогает в поисках, но Цветкова-то в некотором роде уже нашлась, так что… Риточка, Риточка, мы просто потеряем время. Мы же не знаем, как она жила все эти годы. И правда может оказаться очень даже некрасивой. И каким образом это поможет родителям. Хорошо, извините. Я сказала глупость. Вы правы, простите. Да. Так вот, если предположить, что Цветкова и Бондаренко пересеклись где-то по дороге между Тулой и Москвой… Мы можем поездить по этому маршруту, выходить на каждой станции, ну, и поговорить с нашими коллегами. Да, полковник Гаврилов, слушаю. Вот как. Да-да-да-да-да-да-да-да-да. Это из больницы. Там есть женщина, по приметам очень похожая на Оксану Витальевну. Да-да-да. А где находится эта больница? Пиши адрес. Ну, как она? Рассказала, почему сбежала? Рванула за любовником. Опоздала на поезд. Потом села на электричку в надежде его догнать. В Серпухове высадили как безбилетницу. На вокзале ей стало плохо с сердцем, приступ стенокардии. Надо все мужу рассказать. Не надо. Она не хочет видеть мужа, не хочет ему ничего говорить. Так что возвращаемся домой с чувством выполненного долга. Как это возвращаемся? Так, так, Ритя, так. Мы не имеем права вмешиваться в семейные дела. Захочет – вернется, не захочет – нет. Надо поговорить с ней. Рит. Рит. Ну, не рви ты себе душу. Алло. Алло, Миш. Ну, как дела? Жить будет. Ладно, вы тогда без меня справитесь, ладно? Я еще за Ольгой съезжу. Ну, тогда бывает. Пока. Аппарат абонентов отключен. Я не знаю. Домой не вернусь. Понимаете, Костик винит себя в вашем исчезновении. Представляете, если его будет это мучить всю жизнь? Он маленький, он все забудет. Не надо на меня давить. Оксан, вы правда считаете, что ребенку лучше без матери? Оксана Витальевна. Оксана Витальевна. Я не могу. Как я им все объясню? Ну, скажите, что вы любите другого мужчину. И уходите к нему. Да как же вы не понимаете? Никуда я не ухожу. Пожалуйста, оставьте меня в покое. Я уже все решила. Не тратьте зря время. Я прошу вас. Эрит, пойдем. Поправляйтесь. Извините, пожалуйста. А, да. Вот. Это вам сынишка передал. Извините еще раз. Извините мне еще раз. Извините дально это на голос. Он выдержит. Извините, что выidered с руки, Поехали? Удачи. Иди с пешкетком. КОНЕЦ КОНЕЦ ОТПАЛИЕ ЗВОНОВА КРИКИ Алло? Алло? Кто это? Не молчите. Оксана? Мамочка, это ты, ма... Оксан, что случилось? Ты где? Я знаю, что это ты. Не молчи только. Алло? Мама, я тебя люблю! Мамочка! Мама, пожалуйста, печать! Мамочка! Что случилось? Ты где? Только не молчи, я тебя умоляю! Все в порядке? Субтитры сделал DimaTorzok Добрый вечер, моя девочка! Как прошел твой день? Нашли ту женщину? Позвони, пожалуйста! Я за тебя волнуюсь! Алло, пап! Да, привет! Да, только что вернулась! Нормально, всю женщину нашли, живая! Да! Да нет, ничего, просто я устала! Да! Пап, слушай! Мне кажется, я зря сюда приехал! Я завтра думаю уволиться! Рита! Здравствуйте! Подождите, пожалуйста! Здравствуйте! Рита, я... Я хотела извиниться перед вами! Накричала на вас тогда! Простите, пожалуйста! Ничего страшного! Я рада, что у вас все благополучно завершилось! Да! Благополучно! Понимаете, у нас с Женей когда-то был роман! Вот, расстались глупо! Потом я за Андрея вышла, Костик родила! Вот, а тут... Встретила его случайно и... Все, закрутилось! Понимаете? Я боролась с собой... Наваждение какое-то... Потом поехала за ним и поняла, что совершаю страшную ошибку! Знаете, так стыдно стало до смерти! Какая же я мать! Ну, наверное, это испытание! Ну, все прошло! Да! Я рада! Спасибо! Спасибо, Денис! Михаил, спасибо! Спасибо большое! Да нет, обращайтесь, если что! Ладно, давай! О, смотри! Пришла! А говоришь, сбежит! Вопрос времени! Рита, спасибо вам большое! Вы нам так помогли! Спасибо! До свидания! До свидания! Поехали! Спасибо, Рита! До свидания! До свидания! Хорошо, я понимаю, вот это вот что! Попаздывайте, Маргарита Сергеевна! Извините, больше не повторится! Просто я разговаривала с Оксаной, она, оказывается, отдала свое обручальное кольцо погибшей Тоне! А Тоня обещала вернуть ей кольцо, как только у Оксаны все наладится с мужем! Да, и еще она отдала свой адрес в Серпухове! Туда нужно обязательно съездить и все узнать! Ух ты! Сама дала обручальное кольцо, где все-таки женщина непостижимая существо! Да жди ты! Маргарита Сергеевна, куда ехать? Дело Цветковой закрыто! И все, что от нас требовалось, мы сделали! Ребята, ну так нельзя! Ну нужно как-то по-человечески разбираться! Вы не понимаете, ко мне мать ее приходила! Мы разговаривали, я глаза ее видела! Ладно, поезжайте! Маргарита Сергеевна, может, действительно, чем тебе и поможете! Спасибо большое! Спасибо! Порох! Ладно, день, короче, я поняла! Четвертые сутки так! Не ест, не пьет, ждет хозяйку! Господи, за что? Как я теперь без Тони? Она ведь мне как родная сестра! Зоя, а Тони рассказывала вам, почему она сбежала из дома? Глупая была! Поссорилась с мамой! Решила доказать, что сама проживет! А попала в бордель! Мы ведь с ней там познакомились, подружились! Через полгода удалось сбежать! Домой она возвращаться не хотела, ко мне попросилась! Мне эту комнату после детдома дали! Зоя, а потом? Как вы зарабатывали на жизнь? Я на рынке торгую! А Тони на парикмахершу выучилась! Свой салон открыть мечтала! Вот, говорит, стану хозяйкой салона! Вернусь домой! И скажу, вот, мама, можешь мной гордиться! Наверное, ты Тони на маму! Пойду открою! Здравствуйте! Здравствуйте! Алла Кирилловна, это Зоя, подруга Тони! Она вам все расскажет. Субтитры сделал DimaTorzok И по какому поводу банкет? Да поговорить надо. А на сухую не могу. О как! Интересно. Что за разговор-то такой? Не понимаю этого Бондаренко. От него жена ушла к другому мужику. Да, он ее простил. Ты бы так смог? Не знаю. Не знаю. Я у него спросил, он говорит, просто любит ее. Вот и все. Да. Ничего я не понимаю в этих семянных отношениях. Давай, День. Тебе тоже надо. Давай. Что происходит? Я не могу понять. День. Я очень хочу, чтобы у вас с Олей все получилось. Очень. Давай. Ой, давай. Слушай, День, мне нужно тебе кое-что сказать. Кажется, сложно, да? Ой, Оля. Здорово. Меня никто не встречает. Извини, пожалуйста. Привет. 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 Ну, что тут у вас? Да, мы вот... Банкет. Да. Вот тут тебя поджидаем. Угу. Я сейчас приду, переоденусь. Давай. Ты коньяк будешь? Да. Ладно, День, я пойду. Ты что, с ума сошел, Шульмихас? Оставайся. Не, ну, послушай, я тебя не ем. Диета. Давай. Что сказать-то хотел? Ничего. Завтра увидимся. Денис, принеси вещи в спальню. Да, сейчас. На, держи. Это все ненайденные девушки от пятнадцати до восемнадцати лет за последние пять лет. Кто из них Елены, сказать сложно. Сама разберешься. Угу. Спасибо большое, Лид. Да нет, за что. Слушай, а почему именно Елены? Ну, надо же чего-то начинать. Угу. Не хочешь говорить, не надо. Хотя я обо всем сама догадалась. О чем? О чем? Во всем. Ты поднимаешь стар дела, потому что потеряла кого-то из близких. Я права? Ну... Спасибо, Лид. Надо искать. Ло, по улицам и в домах народ зашевелился. Во дворец явилась царевна со своей свитой. И все стали благодарствовать солдату. И стали величать его своим государем. Жили долго и счастливо. Чувак. Жили долго. Угу. Поехали. И субтитры. Большое. И субтитры. Большое. Абдул. И субтитры. Большое. И субтитры. И субтитры. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Спасибо, братан. Ждёшь кого-то? Жену. С 7 часов стоишь? Может, она раньше уехала? Да здесь я звонил. Денис Романович! Здрасте, а вы чего здесь? Привет, Танюша. Вот начальность твою жду. Да? Не скажешь, скоро она освободится. Так Ольга Николаевна уже ушла. Как ушла? Давно. Еще до обеда. Ой, как хорошо, что я вас встретила. Можете передать от Ольги Николаевны? А то я на три дня отпросилась. Пришлось бы как-то ей в аэропорту это передавать. Совершенно неудобно. А что в аэропорту? У неё командировка, что ли, опять? Ну да, как всегда. Но вы передадите, не забудьте. Да, передам. Спасибо вам большое. До свидания. Пока. Оля, ты где? Я ж тебе сказала, в офисе. У меня много работы. Я буду поздно. Ложись спать. Не жди меня. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Трудный день. Не повод, чтобы гробить здоровье? Что происходит, Толь? А что случилось? Вот тебе просили документы передать. Денис, Денис, я так устала. Завтра ранее выйдет, надо выспаться. Пойдём домой. Оль, где ты была? Пойдём домой. Субтитры создавал DimaTorzok Девушки отдыхают Девушки отдыхают Да, странная ситуация, девушка Даже я бы сказал, трагическая Ничего, я уже привыкла А почему глаза такие грустные? Да как можно к такому привыкнуть? Не знаешь, кто ты, что ты? Ну почему же, я уже кое-что про себя знаю Например, как меня зовут У меня коллега на работе умеет Женские имена отгадывать, представляете? Как это? Ну вот он смотрит на девушку И сразу же говорит, как ее зовут Надо же Слушай, ты ведь в милиции работаешь Рассказала бы коллегам Может они помогли бы Не хочу Жалеть начнут, я этого не люблю Гордые, значит Понимаю Да нет Мне иногда, знаете, хочется все-все-все рассказать Потом думают, люди узнают Как они будут ко мне относиться Мне же рассказала, ничего Жил-здоров В обморок не упал Ну вы случайный попурчик, правильно? Мы с вами видимся первый и последний раз Да, это верно Какие ленточки могут быть Когда ребенок может упасть Хорошо Папушка с палочкой пойдет Упадет в отторжение Поставим металлическое ограждение Когда поставим? Помню, в семнадцатом доме Да он пьяный был Да какая разница Пьяный, трезвый Случилось же По предварительному заключению судмедэкспертов Несчастный случай Личность не установлена Ну а что, морги, больницы обзвонили? Ее пока никто не ищет Ну возможно прошло слишком мало времени Да За что думаете цепляться? Женщина была одета в домашнюю одежду У нее были ключи и пятьдесят рублей Возможно она шла в магазин Соответственно жила она где-то недалеко от места гибели Логично, логично А что участковому? Участковому сообщили? Сообщили, но там большой участок И так быстро все дома не обойдешь Но у нас есть другой ход Что еще за ход? Вот это нашли у нее в кармане Баралгин Ноль двадцать пять Потребляем в день Во время еды Один месяц Это что? Нет, с другой стороны А? Олег Сергеевич Горин Четыре два два Деотнадцать четыре Проспект А что это за телефон? Что это за адреса? Мы пробили все эти адреса и телефоны И по этим адресам живут разные люди Которых зовут одинаково Ну и что? Так они получаются полные тезки Каждого зовут Горин Олег Сергеевич Значит женщина Искала мужчину с таким именем Я спрашиваю Ну и что вы тут здесь сидите? Давайте дуйте по адресам Может кто-нибудь опознает Денис Ты себя как чувствуешь? Все в порядке, Евгений Борисович Дуем по адресам Давайте, выдвигайтесь Выдвигайтесь, ребятки Это дело нацкинг По горячим следам Тут-то ерунда такая Господи Быстренько День, хорошо здесь Яблочек хочешь? Нет, спасибо Точно? Курить надо бросать И Ольга тоже просит Заботиться о твоем здоровье, да? Не знаю День Я давно хотел спросить Как тебе с Ольгой? Нормально Хорошо, да? Да День, вы разные люди Ну, поверь моему опыту Какой опыт, Михас? Че ты рассказываешь? Ты с женщиной дня Под одной крышей не прожил Опыт Это во-первых Во-вторых Не надо моей жене В таком тоне говорить Понял? Поехали Поехали Иду Да иду я Проходите Здрасте Здрасте Ну, проходите Че так поздно-то? Вроде до четыре договаривались Смотрите, там кухня Минутку Это маленькая Всего восемь метров Здесь можно детскую хорошую сделать Вот, если дети есть, конечно Вот, там спальня наша была В общем, всего сорок два метра Выстраданная Потом и кровью Только это сейчас никого не волнует Вы квартиру, что ли, продаете? Ну, да А вы разве? Нет Ёлки-моталки Я думаю, вы квартиру смотреть пришли А мы с женой расходимся Разъезжаемся Я из милиции Понял Посмотрите Вот эту девушку узнаете? Мертвая, что ли? Знаете ее? Первый раз вижу Красивая Я б такую не забыл А че ко мне-то? Телефон ваш у нее записан О Женат? Женат Ну, держись Женатик Всего доброго Давай Нет, эта дама мне не знакома Хотя не исключаю, что искала она именно меня А почему вы так думаете? Обширная практика Может, присоветовал кто? На этой неделе уже было несколько звонков От потенциальных клиенток Они представлялись? Ну, естественно А имена могу знать? Собственно, имя только одно Со всеми остальными я уже встретился Лариса Локтионова Позвонила и перенесла встречу Олег, мы торопимся Да, едем А когда она звонила? Пару часов назад Телефон оставить? Да нет, не надо Это не она Хочешь ей? Ну, извините, что сегодня у вас время Ничего, бывает До свидания Субтитры сделал DimaTorzok Вот, пожалуйста Да, есть Только взрослая дозировка Если купите, нужно будет Ребеночку, таблетку на четыре части делить Почему ребенку? А вы кому берете? У вас тут написана детская дозировка А, ясно Хотите, предложу аналогичный препарат Тоже эффективный и детская форма есть В суспензии Нет, спасибо Спасибо Олег Сергеевич Посмотрите, пожалуйста, внимательно Вот это она? Да Именно эта женщина Приходила ко мне домой Пару дней назад Так Я открыл дверь Она назвала мое имя А узнав что-то я Расплакалась И все? Да, все Ничего себе не рассказывала? Нет Фактически ничего Я свободен? Да, спасибо Спасибо До свидания До свидания У меня четыре Горина Рассказывали то же, что Приходила Видела другого человека Дико расстраивалась Короче Грустная история Да Ну ладно Значит Что мы имеем? Мужики из ее списка закончились Женщина не опознана Диня, ну можно вставлять более точный список? Может она не все Горинах нашла Например Она ошиблась или в имени Или в отчестве Она же по инициалам искала ОС Там вместо Сергеевич Может быть Степаныч или Саидыч Саидыч Ну да Займись этим, ладно? Хорошо Алло, Рит, привет Ты где? Зачем? Для этого же есть Участковый Он по домам ходит А вдруг она ребенка закрыла В квартире, он один Да, я хочу сейчас поговорить Во дворе с мамой Может быть они что-то вспомнят Хорошо Да Да, обязательно отзвонюсь Пока Мама, мама Здравствуйте, извините, пожалуйста Здравствуйте А вы не поможете? Вот посмотрите Не узнаете у этой женщины? Мы ищем ее родных Возможно она жила здесь Да чего глаза-то у нее закрыты Спит что ли? А это не та Которая в траншею упала? Да Мы пытаемся установить ее личность Возможно у нее был ребенок Да, кажется я видела ее С маленькой девочкой Уверена? Знаешь что, пройди вот на ту площадку Там поспрашивай Гор у нас самый ухоженный Это точно Со всех соседних домов приходит Может кто-то и видел ее с ребенком-то Спасибо Здравствуйте Вы не поможете? Посмотрите, пожалуйста Может быть вы узнаете вот женщину Она могла здесь гулять с ребенком С девочкой лет четырех Нет, я не знаю такого Вы не знаете, я кажется ее видела Когда? Где-то на днях Она с той стороны шла Видите, вот там где Хрущевка Вот оттуда Спасибо Надо милицию вызвать Мало ли что у них там случилось Да не лезь, не наше это дело Мало ли дверь не закрыта Может они квартиру проветривают Извините, пожалуйста А где дверь не закрыта? А вы кто? Я из милиции Субтитры сделал DimaTorzok Лид, иди сюда. Прохорова Ирина Евгеньевна. Прописано в Саратове. Да, у нее есть дочь Лены, четыре года. Здесь ее нет, значит, она осталась в Саратове. Нет, мне кажется, девочка здесь была. Ну и где она? Ну, откуда я знаю? Так, ребят, соседка говорит, что квартира-то сдавалась. Снимала ее девушка с дочкой. Они неделю назад с него уехали, поэтому никто не знает про них ничего. А как мы ее найдем? Тем более мы ее в лицо даже не видели. Я не знаю, ну маленький ребенок, она же не могла далеко уйти. Искать надо. И куда она пошла? Да вот, на правую бежала. На правую? Давно? Ну, минут пять назад. Пять назад. Спасибо. Так, водитель сказал, что видел девочку лет четырех. Розовая корточка с синей джинсом была одета и пошла туда. Прыгайте в машину, попробуем по улице ее догнать. Ребята, вы поезжайте, я по дворам прибегусь. А где твои родители? А? Хочу к маме, хочу к маме. Ты потерялась, маленькая. Как тебе зовут? Стой! Да отойдите, у меня сердце больное. Вот, она от меня убежала, получивая ее. Да подождите, не звоните в школу. У меня же сердце все схватило. Он не усилит. Повезло тебе. Сегодня зав. отделением дежурит. Может, обойдется. Надеюсь. Как ты могла, скажи мне? Такую малышку одну на улицу отпустить, а? Получилось так. Получилось. Нарожают. И никакой ответственности. И о чем только думаете. А теперь эта бедняжка, господи. В реанимации. А тебя, дурынду, две недели туда пускать не будут. Как в реанимации? А как ты думала? А такая кроха, как лука живата, осталась. Валентина Петровна, опять родителей пугаете? Да нет. Идите-ка, полы в операционной помойте. Хорошо, Светочка. Скажите, с Леной совсем плохо? Успокойтесь, мамочка. Все с ней в порядке. Жива ваша дочка. Гипс наложили. Пойдемте оформим историю болезни. Подождите, подождите. Я совершенно посторонний человек, я из милиции. Мама Лены погибла. А вообще какие-нибудь другие родственники у нее есть? Я не знаю. Мы это выясняем. Хорошо. Давайте я попробую подержать девочку в отделении, пока вы не выясните что-нибудь про ее родных и близких. Спасибо большое. Пожалуйста, доктор, простите. Скажите, я могу чем-то помочь? Лекарства, деньги, что-нибудь? Вы поймите, это я во все виноват. Не доглядел, понимаете? Испугал ребенка. Девочке сейчас нужна забота и любовь близких. А все остальное у нас, к счастью, есть. Вы меня извините, мне надо идти. Я дежурная сегодня в отделении. Извините. Простите, как вас зовут? Что? Как вас зовут? Андрей. Андрей, вы ни в чем не виноваты. Вы единственный человек, который не прошел мимо и помог ребенку. Ребятки, держите бахилы, халаты. Идемте, я вас в реанимацию провожу. Давайте за мной. Эх, Ирина Евгеньевна, Ирина Евгеньевна, что же вы так неосторожно? Да, вы молодцы. Хорошо сработали, быстро, оперативно. Вот что значит по горящим следам. Раз и... Да мы тут ни при чем, Евгений Борисович. Это ваш протежа догадалась. Если бы не Ритка, мы бы до сих пор с другого конца окопали. Иди ты. Рит. А мы вот тут стоим, тебя хвалим. Да не за что хвалить, просто повезло. Слава богу, ребенок жив остался. Как она? Ну, сотрясение мозга, ножка сломана, ушибы многочисленные. Ничего, ничего. Могло быть хуже. Знаешь, как бывает? Я считаю, что еще хорошо. Да что ж хорошего-то? Получается, ребенок сиротой остался. Вот, свидетельство о рождении, графа, отец, прочерк. Ну и что? Тетки какие-нибудь есть, дядьки, бабушка, дедушка. Вы в Саратов-то пошлите запрос, попросите, чтобы там родственникам сообщили. Живой же человек, кто-нибудь девочку возьмет. Товарищ поклонник, мы посылали запрос в Саратов. Соседи гаркнули, здесь так и не живет, хлопнули дверью. А заявление о пропаже Ирины не поступало. А? Ну ладно, ребят. Закрывайте дело. Всем приятных выходных. Евгений Борисович, мы же не оставим ребенка. Ирина, конечно, не оставим, конечно, не оставим. Денис, ты в понедельник свяжись с органами опеки. Это в их компетенции. Да, конечно. Ну, отдыхайте, ребята, отдыхайте. Рит, Гаврила прав. Мы сделали все, что могли. Уверен? Вообще-то можно поехать в Саратов. Поговорить с соседями, коллегами, друзьями. Рит, не пускай каждое дело себе в душу. Так свихнуться можно. Всем помочь невозможно. Ну, ты представь, если бы эта женщина была бы не из Саратова, например, а, не знаю, из Владивостока или Петропавловска-Камчатска. Миша, она не из Владивостока. Рит, тут прямо это, а? А ты чего молчишь? Что ты меня не поддержал? Вспомни, сколько раз мы с тобой пытались довести дело до конца. И что, что, кроме разочарования и нервов, у нас результатов-то ноль. Ты не ори. Иногда результат бывает. Но вообще ты прав, статистика не в нашу пользу. Давай, пока. А я что говорю? Да, алло. Здравствуйте, Людмила Сергеевна. В командировке. В Питере, по-моему. Я не знаю, когда она вернется. Вы звоните ей на мобильный. До свидания. Я не знаю, когда она вернется. tow-бай! И нет. Вот эльфа. Ой. Оп-곳. Извините, пожалуйста, я разыскиваю родственников Ириной Прохоровой. Ты кто? Я из милиции. Достали вы меня! Хоть тут что вы нюхаете? Что вы нюхаете хоть? Так, Евгеньевич, спокойно. Ты что разошелся? Хамить не надо, это свои. О, что же вы здесь делаете? Здрасте. Опаздывайте, Маргарита Сергеевна. Возьмите-ка. Извините, а ошибочка вышла. Вот, познакомьтесь, пожалуйста. Иван Евгеньевич Прохоров. Брат погибший, родной дяди Леночки. Дядя, вы тут немножко погодите, я сейчас сгоняю. Надо помянуть сестрицу младшенькую. Представилась? Ладно, Евгеньевич, все, давай. Есть еще старшая сестра, он адрес ее не помнит. О, старшая, вы видите, привет от меня, чтобы она сдохла. Ну, вот, как-то так. Назвал место ее работы, сейчас поедем посмотрим. А почему вы все-таки решили поехать? Я-то люблю я Саратов. У отца друг здесь жил когда-то. Брал нас на рыбалку с Мишкой в детстве. Ну, мне кажется, что я здесь была. Так кажется или была? Ну, в детстве. Спасибо. У вас сигаретки не будет? Пожалуйста. Спасибо. Вам плохо? А, нет, нет, нормально же. Спасибо. Спасибо. Рит. Здорово, братец. Здорово. Что ж ты, братец, наделал-то, а? Теперь она будет думать, что поступила правильно. Да ты не переживай, я знаю, что вы здесь не за сочувствие к маленькой девочке. Да? Интересно. Ты поговорил с сестрой Прокоровой? Ну, естественно. Вера Евгеньевна оказалась замечательной, милейшей дамой, хозяйкой этого заведения. Вы с ней встретились при входе. А, понятно, почему она была в таком состоянии. Ну да, все-таки родная сестра. Она здесь плакала, как белуга, а потом побежала собирать чемодан на Москву за сестрой. Ну, хорошо, что мы ее нашли. Я думаю, она без проблем возьмет ребенка, вырастет ее. Единственное, все-таки мне непонятно, почему Ирина пыталась отдать ребенка отцу, по сути, совершенно незнакомому человеку. Она же знала, что есть родная сестра. Ну, во-первых, они несколько лет с сестрой были в ссоре, и поэтому не общались. Ирина, а почему ты решила, что она хотела отдать ребенка отцу? Может, она искала его, чтобы, ну, не знаю, развести на деньги, женить на себя, ну, или просто порадовать? Ребенка четыре года, она вдруг решила его просто порадовать? Достань, пожалуйста. Вот медицинская карта, я нашел у нее в комнате. Там написано лимфосаркома. Звучит неаппетитно. Я поняла. Значит, она умирала и пыталась найти отца ребенка. Но не успела. Ребят, мы должны его найти. Ну, сестра сказала, что у Ирины был какой-то курортный роман. Ну, День, ну, кто из мужчин вспомнит о таком маленькой детали, особенно через пять лет? Мы знаем, что, скорее всего, его зовут Горин Олег Сергеевич. А вот эта фотка стояла у нее на полке. Может, это он и есть? Батюки мои, ребят, так я его знаю. Да, точно. Здравствуйте, Олег Сергеевич. Здравствуйте, капитан. Здравствуйте. С чем обязан? Мы с коллегой частным образом. Помните, я вам показывал фотографии женщины, которую вы не узнали? Ага. Так вот, это Ирина Прохорова. Мы с ней были знакомы пять лет назад. Я сейчас приду. И дальше что? Это было давно, не всерьез. Лето, море, солнце. Легкий флирт, с кем не бывает. Я даже имени ее не запомнил. А вот она вас прекрасно запомнила. У нее ребенок родился. Это не моя дочь. И про дочь знаете? Следовательно, вы меня обманули, Олег Сергеевич. Она вас нашла? Она достала. Грозилась генетической экспертизой. Врала, что у нее рак. Что жить осталось полтора понедельника. Аферистка. А она вас не обманывала. Она действительно была смертельно больна. И экспертизу хотела делать, потому что знала, что это ваш ребенок. Понимаете, девочка осталась совсем одна сейчас. Меня это не касается. У меня есть семья. У меня есть дочь. И очень вас прошу оставить меня в покое. И что, будешь спокойно спать, да? Абсолютно. Потрясающе. Мужик называется. Мужик, ты же, что я говорю, ничего не получится. Кто там? Рит, это Миша. Привет. Привет. Знаю, знаю, знаю. Один час в вечер, а уже поздно. И эта неслыханная наглость с моей стороны напрашивается тебе без приглашения. Риточка, не гони меня, а. Я так долго тебя искал. Не, ну серьезно. У тебя не микрорайон какой-то, а лабиринт. Я пока твой Курков-3 нашел, я займусь, как собака. Я тебе и клеры принес. Со сгущенками. Вкусный очень. Ну ладно, проходи. Спасибо. А как ты мой адрес узнал? Риточка, я же сыщик. А, Лида сказала. Не судит ее строго. Она всего лишь женщина. И она не смогла устоять перед моим чудовищным мужским обаянием. Вы себе льстите, Михаил. Да? Да. Риточка, вы меня еще очень плохо знаете. Ну, я хоть и не сыщик, но тоже работаю в милиции. Ого. У тебя даже досье на меня есть. Интересно послушать. Сорок два года, женат не был. Патологический игрок. К тому же бабник. Звучит как приговор. Ну что? У меня вообще никаких шансов нет. Ну, увы. Так что у тебя за серьезный разговор? Ну, я даже не знаю, с чего начать. Ты кушать чай или кофе? Кофе, пожалуйста. Ой, выключи свет, глаза режет. Я тебе перезвоню. Дай нольгин, пожалуйста. Дай нольгин. Держи. Спасибо. Я не знала, что ты сегодня вернешься. Давай, задавай свои вопросы. На температуру померяй. Сейчас тебе молоко с мертвым сделаю. Завтра будешь как новенькая. Подожди. Полежи со мной, пожалуйста. Не уходи. Хорошо. Хорошо. Устала. Устала. Так плохо. Все, все. А почему ты уверен, что она ему изменяет? Ну, может быть, это не любовник, а приятель, школьный товарищ? Если бы. Понимаешь, она в курсе, что я знаю. И ждет, пока я расскажу. Ну, это как-то нелогично. Ты знаешь, мне кажется, она мне мстит. Почему тебе? Ну? Ты что, с ней спал? Ну, да. Правда, тогда она не была его женой. И вообще, мне кажется, что она вышла за него, чтобы мне досадить. Наверное, она все еще любит тебя. А может, ненавидит. Что еще хуже. Рит, ну при чем здесь я? Я джената четыре года. Он любит ее, понимаешь? Я не знаю, что делать. Я не знаю, что тебе посоветовать. Я правда не знаю, Миша. Ладно, Рита, я пойду. Уже поздно. Давайте я хоть бутерброд сделаю. Ну, какие бутерброды? Я вам почти все эклеш сожрал. Вообще, мне кажется, дурная привычка наедаться на ночь. Ладно. Спасибо тебе, Рита. Да нет за что. Я, в общем, ничего особенного не сделала. Ты выслышала? А этого уже достаточно. Может, я все-таки останусь, а? Ну, пока. До завтра. Телефон. Твой, кажется. А, в сумке, да. Я сейчас подам. Алло, Таня, ты чего в такую рань-то? Ага. А когда факс пришел? Ну, не-не-не-не-не, давай, рассказывай. Ага. Так. Ум. И что? Ну, я поняла, хорошо. Да я вчера чуть расклеилась, а... Да. Да нет, я приеду сегодня, все нормально. Сейчас соберусь и подъеду. Давай, пока. Лунька, ты прости меня, я идиот. Прости, пожалуйста. Я на тебя озрился, я... Я тебя мучил, я думал, что ты от меня что-то скрываешь. Милая моя. Я так рад. Воробьев! Доброе утро, товарищ полковник. Какой она добрая, ты мне зуб-то не заговаривай. Что у тебя за скандал с свидетелем? Да понимаете, там вообще смешная история. Через 15 минут жду у себя, побеседуем, свободен. Здорово, бойцы. Здравия желаю. Здравствуйте. Как ваша девочка? Девочка хорошо поправляется, рисует, но маму все время вспоминает. Про маму? Вы с органами опеки-то связались? А это не нужно, Евгений Борисович. Мы тетю нашли девочке. Что, приличная тетка? Ну, ребенка потянет? Потянет. Хозяйка кафе, обеспеченный человек. Ну и славно. Люблю хэппи-энды. Чего ты улыбаешься? Ох, товарищ полковник, скоро дядьки станут. Вот трепло. Молодец. Поздравляю, орел. Спасибо. А ты, Мишка, дурак. В твоем возрасте уже бы мог внука в няньчате. Не дай бог, товарищ Поконник. Пойдемте, пару дел с вас сброшу. Доброе утро. Денис Романович, я очень рада за вас. Спасибо. Спасибо. Вот. А еще я хотела сказать, поблагодарить хотела. И сказать, что ты очень хороший и неравнодушный человек. Спасибо. Маргарита Сергеевна, Прохоровы в Москву приезжают, которые хозяйка кафе. Вы, пожалуйста, помогите ей собрать всякие справки, выписки и так далее. Ну, вы знаете. И самое главное, к ребенку ее отвезите, ладно? Ладно, все сделаю. Спасибо. Бедная, голодная, никто не кормит. Вера Евгеньевна, ну как вы? Ужасно. Ой, как в страшном сне. Только сейчас все осознала. Ужас какой-то. Я договорилась, чтобы тело переправили в Саратов, а здесь все необходимые документы. Спасибо, ехать надо. Хочу организовать достойные похороны. Ой, сестричка моя маленькая. Мы ж три года с ней не разговаривали. Как поссорились, так и не виделись больше. Если б я только знала. Спасибо, Рита. Ты столько времени на нас потратила. Да что вы, я пыталась помочь ребенку хоть как-то. Бедная девочка. Ведь отговаривала Ирку рожать без мужа. Ну, чего плодить без отцовщины? Сама не устроена, а тут еще дитё. Вот в результате ребенок остался сиротой. Вы не переживайте, я помогу вам оформить документы на удочерение. Это совершенно не проблема. Спасибо большое. Ну, и никого удочерять не собираюсь. Как это, Вера Евгеньевна? Да мне своего оболтуса на ноги надо поставить. Я двоих просто не вытяну. Но ее же заберут в детский дом. Ну, что делать? У каждого своя судьба. Не смотрите на меня так, Рит. Я действительно не могу взять девочку к себе. Спасибо. Спасибо. До свидания. Привет, подруга. Ой, привет. Напугал. Извини, не хотел. Один, где Денис? Зайдешь? Да нет. Ты не волнуйся, Денис придет поздно. Он поехал свидетеля опрашивать. Угу. Че пришел? Никогда не видел Дениса таким счастливым. Да. Не хотела ему говорить, пока. Это ребенок Дениса? Это что за вопрос? Оль, поверь, самому против. Правда. Только у меня есть основания сомневаться. Так что, это его ребенок? Пока. Смотри, вот такое сон, смотри, сон. Опа. Вот так вот раскрасим, раскрасим. Такие вот лучики. Красиво? Хорошо. Ты трубу нарисуй, смотри, у нас какая с тобой плохая труба. Нарисуй новую трубу. Красную, давай? Давай. Давай, рисую. У тебя же в красных лучках. Тук-тук, можно к вам? Здравствуйте. Здравствуйте. Можно? Смотри, кто пришел. Рад вас видеть. Привет, Леночка. Держи, это тебе. Здравствуйте. Ой, какой красивый домик. Леночка, смотри, это тетя Наташа. Она очень хочет с тобой познакомиться. Привет. Держи, это тебе. Держи. Рит, можно вас на минутку? Да, конечно. Рит, помните, мы говорили о родных Леночке? Удалось кого-нибудь найти? К сожалению, нет. Ребенок никому не нужен. У нас с женой два пацана. Мы давно мечтаем о дочке. Я после того случая совсем сон потерял. Рассказал все Наташу. Одним словом, мы хотели бы удочерить Леночку. Ну, это просто замечательно. Я рада. Очень хорошо. Ну, что тут у нас? Машечка. Машечка. Не зацепил? Да нет, ничего. Тебя как звать-то? Значит-то так, братцы мои. Надо помочь коллегам. На москловецком рынке убит продавец. Подозреваемый. Работал грузчиком на том же рынке. Ни имени, ни фамилии, никто не знает. Ну, а сам-то он что говорит, молчит? Он сбежал. Его еще надо найти. Известно, по какой причине убит продавец? Не знаю, там пропала дневная выручка. Да нам это не важно. Ну, как это не важно? Грузчик же наверняка за что-то его убил. Есть какая-то причина, ее нужно узнать. Может, убийца, не грузчик. Маргарита Сергеевна, мы не расследуем убийство, понимаете? Не выясняем мотивы, не очерчиваем круг подозреваемых. Наша задача найти этого человека, установить его личность. Все. Совершенно верно. А убийством займутся ребята из убойного отдела. Кстати, если возьмем какие-нибудь вопросы, то к Воробьеву. Дело у него. Все, работаем, работаем. А Михаил где? На задании. Скоро будет. Ну что, Мишаня, решил измором сегодня взять? Да нет, Родя, я так как раз за перерывчик. Смотри, как что-нибудь завелся. На что-то надеешься? Ничего, ничего. Хорошо смеется тот, кто смеется последним. Угу, наш консорг сегодня в ударе. Так, пацаны, я в вас. Я пойду пивка возьму. Пацаны, а сегодня что? 24-е 10 утра. О, черт. Ты чего? Так это вы, ребят, отпускные. А я-то на работу опаздываю. Дай мне бумажный кровь. Значит так, пацаны, холодильник полный. Вечером приду продолжим. Свидетель видел его в убегающем из подсобки, где уже позже был найден хладный труп. Он года два на рынке проработал. На Петровича отзывался. Настоящие документы никто не видал. Что-то еще там было. Полторы-две тысячи рублей были украдены. Точно сказать не могу, сами понимаете, рынок. Сева, я сегодня уеду вообще, нет? Буквально пару минут. Пару минут. Орудие убийства нашли, отпечатки сняли? А его ящиком убили, по голове. Вот тебе и орудие убийства. Второй аргумент не в его пользу. А первый аргумент? Ритечка, вы где работаете? Первый аргумент, мужчина сбежал. Не аргумент ли? Алексей Николаевич. Да. Карета подана. Ты мой красавчик. Метеор. Дэн. Пока. Мое почтение. Аривидарчи. Интересно, а на каком задании был Михаил? Спроси у него сейчас. Привет, честной компанией. Они здесь я ничего важного не пропустил. Михаил, ты что, вообще фонарел что-ли? А что? В следующий раз говори, вы сам будешь разговаривать. Понял? Ну, поехали. Куда? На рынок. Зачем? В дороге объясню. Алло, милая. Ну как, все в порядке? Нет, я еще в больнице. Я, как выйду, я тебе наберу. Давай, целую. Все у тебя отлично, голуба моя. Молодая, здоровая женщина в полном расцвете сил. Слушай, давай без дурацких прелюдий, я же не одна из твоих теток-пациенток. А чем ты лучше моих теток? Из того же теста сделано. Так что не обольщайся, моя дорогая. Слушай, мам, мне так плохо, это невозможно. Все нормально, гормональная перестройка. Скоро все пройдет. Тут главный настрой, понимаешь? Возможно, ребенок не от Дениса. Надо сделать тест на отцовство. Родишь и сделаешь. Я за девять месяцев с ума сойду. Надо сейчас сделать. Это можно сделать, пока он там? Возможно, только очень рано. Нужно доносить хотя бы до восьми недель. Что будешь делать, если ребенок не от мужа? Я не знаю. Черт, так запуталось все. Я вообще не собиралась сейчас этого ребенка заводить. Да и Денису не собиралась говорить. Он сам случайно узнал. Сейчас ходит, светится. Что ж. Могу предложить тебе медикаментозное прерывание. Выпьешь таблетку и решишь все свои проблемы. Что, прямо сейчас? А что такого? Понаблюдаю тебя пару часиков. Побежишь по своим делам. Ты мне как врач или как мать советуешь? Я тебе как женщину советую. Ребенка надо с умом планировать, понимаешь? А не заводить как собачку. Тем более неизвестно от кого. У меня совещание через час. Хорошо, примешь решение. Выберешь время, придешь. Только не затягивай. Это надо делать на ранних сроках. Потом, потом только оперативно. Поняла? Спасибо, мама. Пока. Черт. Я вам не скажу ничего нового. Все, что сказал, уже в протоколе. Звали его Петрович. Мужик он сильный был. Мешки он по 50 килограмм тягал в легкую. Может быть, вы вместе ходили куда-нибудь? Выпивали? Может, говорили о чем? Да ладно, Петрович не пил совсем. А почему не пил? А я откуда знаю? Может, больной был. А может, отпил свое. Мутный он какой-то. Два года его знал, а сказать о нем нечего. Видишь, как бывает, Риточка? Непьющий человек вызывает резкую неприязнь у окружающих. Естественно. Кто знает, что у него в башке? О! А на деле оказался душегуб. Правильно? Да как тебе не стыдно, Вадька? Чего? Столько раз он тебя выручал, а ты напрасленно возводишь. Да ладно. Не слушайте никого. Не убивал Петрович. Он хороший человек. Честный, добрый. Надо же, вы первым о нем так отзываете. Подожди. А вы не знаете, где сейчас Петрович? Да что вы. Просто я не верю, что он убийца. Он тихий, безобидный. Узнал, что у меня день рождения, крестик вот подарил. Красивый крестик. С себя снял. Сказал, что больше ничего нет. Извините, а можно поближе посмотреть? Смотрите на здоровье. Где-то я уже это увидел. Сказал, от прошлой жизни осталось. Любонька, а можно этот крестик взять? Специалисты посмотрят. Ну, вдруг на что-то натолкнем. Ну, вообще-то это подарок. Да вы не переживайте, мы не потеряем. Ну, конечно, он копеечный. Ну, от чистого сердца человек, понимаете? Хорошо. А, Денис назовем. Вы не волнуйтесь, мы обязательно вернем вам крестик. Не волнуйтесь. Извините. Вот в этом угловом контейнере жил Петрович. Это он сам себя Петровичем назвал? Да, это прицепилось. То есть, кто, что, откуда не рассказывал? Ну, да бомж. Обычный бомж. Работал за спасибо. Дали угол, тем удовольствовался. А чем он занимался в свободное время? Да ничем. Лежал, спал, газеты читал. Город вообще не уходил? Почему не уходил? Выходил. Ну, я аж за ним следить не буду, вы меня понимаете. А скажите, а как вы думаете, почему вот тихий, бесконфликтный человек вдруг решается на убийство? Да бог их разберет, этих убийц-то. Ладно, Рит, хорош психологии. Смотреть-то придется. Заходите. Может, найдем чего? Да навряд ли, вас тут уже все пошманали, ничего не нашли. Угу. Да. Динь, ты куда вы, самый ценный бы спрятал? В банковскую ячейку. Вот смотри на календаре, сплошные памятные даты. Что это могло значить? Где? Вон. Не знаю. Дни рождения родственников. Везучие, а? Много родственников. Осторожнее, там клопы могут быть. Что-то есть. Да? Что? Внутри? Ага. Опа. Ха. Да, ну что, друзья, начнем с самого начала. Поднимаем картотеку, смотрим пока два варианта, откинувшихся и беглых. Кто кого, сами решаете. А вы думаете, Петрович в тюрьме сидел? Похоже на то. Финка и крестик с Мастериной на зоне. Значит, что остается? Найти эту зону, поговорить с начальством и сидеть с вами. Понимаешь? Братья. Здорово. Ну, что там по подозреваемому моему? Все к нему, пожалуйста. Лех, а ты в нас же сомневаешься, а? Найдем автора вот этой финки, найдем твое подозреваемое. Слушай, ничего себе, ну здорово, прям молодцы, классно работаете так. Рит, а можно секундочку? Да. Рит, такой странный вопрос. А как вы относитесь к авангардному искусству? Если честно, то с крайним сочувствием. А почему вы спрашиваете? Понимаете, что я делаю? Тут как бы у меня, ну, у приятеля, вообще художника, у него выставка персональная. Вот, и там, ну, называется Let's Drink Meal. Там, ну, молоко, будет шампанское, бесплатно бутерброды вообще. Ну, пойдем, может сходим? Вы знаете, предложение потрясающее, но у меня много работы, я не могу, извините. Ага. Ну, да. Мужики, слушайте, а вы можете на один вечер девушку отпустить? Лех, полно работы, извини. Да ничего, спасибо, Миша. Дэн, что ты? Я что, ее держу? Отчет, я ее меня отпускаю. Маргарита Сергеевна, идите, пожалуйста, мы сами скоро уходим. Спасибо большое. Спасибо большое. До завтра. До завтра, Денис. До завтра. Ты знаешь, а я ревную. Да я сам, кажется, ревную. Так, ладно. Мне еще надо за продуктами сходить. О, что семейная жизнь делать с человеком. Нет уж, Дудки, я умру холостым. Ладно, давай. Да. Умри холостым, пожалуйста. Привет. Ой, привет. Подожди, сейчас, подожди, пожалуйста, сейчас. Ладно, заходи. Я тут. Ну, ты даешь. Давай. Это Наполеон, который ты утром просила. Ты купил мне Наполеон? Да. Со сливочным кремом? Да. Почему ты у меня такой хороший? Не знаю. Смотри. А это рыба. Понюхай, как пахнет. Красиво. Милая, ты как там? Прости, я не подумал. Прости. Слушай, ты ужинай, а я спать пойду, ладно? Спасибо. Спасибо. Ну что, Алексей, спасибо вам за чудесный вечер. Да, тебе спасибо. Так, ну, может, продолжим тогда? В смысле? Ну, там, ну, я не знаю. Ну, я могу, например, там, к тебе зайти. Вот прям так сразу? Ну, так а что тянуть? Просто, ну, ты мне сразу понравилась. Ну, я, судя по всему, тебя тоже, ну, немного. Не, ну, просто, ну, у меня сейчас совершенно случайно нет никого. И у тебя тоже вроде нет или есть. Нет, у меня никого нет. Ну, видишь, как здорово. Нет, ну, то есть это, конечно. Ну, и че мы ждем? Любви, наверное. Ну, это да. Так. Ну, тогда до завтра, что ли? Коллега? До завтра. До завтра. Значит, ножичек этот, вы, можно сказать, в его логове обнаружили. На рынке, недалеко от места преступления, да? Так точно. В матрасе зашит был. Воробьев. Я. А что ж ты-то ничего не нашел? Вы ж там должны были все сразу осмотреть. Так, товарищ полковник, мы же, это, непосредственно на месте преступления сосредоточились. Сосредоточились они, работнички, целеустремленной тымой. Побрезговал в бомжатских вещах порыц. Ладно, посмотрим, что вы там еще прошляпили. Запомни, Воробьев. Правильно собранные улики, это половина дела. Товарищ полковник, я знаю, спасибо, я не первый день здесь работаю. Моли бог, чтоб не последний. Евгений Борисович, мы тут пробили по базе, обнаружилась финка с похожей резьбой. Изъято у Радимина Эдуарда Ильича, он сейчас отбывает очередной срок. Надо бы съездить к нему, поговорить. Пока что это единственная зацепка. Ну, а что, похоже. Ну, давай, действуйте. Работайте, работайте. Воробьев, а тебя я никуда не отпускал. А я заправиться? Да. Мы с тобой еще по делу Юдина не поговорили. Ты ему когда обвинение-то хочешь предъявить? Денис! Что, Михаил, опять на задании? Скоро будет. Вы из меня дурака-то тут не делаете. Не яйца завтра на совещание, уволю к чертовой матери. Не взирая на прошлые заслуги. Так точно. Ну что, надо ехать в колонию к Радимину. Зачем тебе отмотаться? Ты лучше крестик хозяйки верни. Ну, хорошо. Ну, где Михаил-то опять? Очередной приступ игромании у Михаила. Как с цепи сорвался. О! Денис! Здорово! Привет, Рин. Привет. Слушайте, а на метро-то, оказывается, быстрее, чем на машине. Класс. Ты что, машину проиграл, что ли? Ага. Молодец! Поздравляю. Ну что, куда едем? Я на работу, а ты не знаешь, куда. Денис, вот, братец, воспитывает меня, а? Слушай, как тебе состояние прошло? Миш, ты не представляешь, что нам устроил Гаврилов. Ты понимаешь, что игра в карты — это ужасная зависимость. С этим надо что-то делать. Ну, что ты смеешься? Рит, ну, не будь ты как Денис, а? Слушай, хотя мне очень приятно, что ты обо мне озабочишься. Скажи, а что ты вечером сегодня делаешь? Что ты сегодня вечером делаешь, а? Я свободна. Свободна, да? Да. Ну, это очень хорошо. Значит, вечером с тобой встречаемся. Обязательно. Обязательно. Договорились, да? Конечно. Да? Конечно. Поехали. Все, вечер не занимай. Ага. Возвращаю ваш крестик. Ой, спасибо. Я боялась, что вы обо мне не вспомните. Нашли его? Ну, пока нет. С праздничком тебя, Любань. Ой, и тебя, Зиночка. А какой сегодня праздник? Ну, как же. Пятидесятница. День Святой Троицы. А в позапрошлую пятницу какой был праздник? Вознесение Господне. Спасибо. Пожалуйста. С праздником. Спасибо. 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 Алло, Денис. Слушай, да, ты в календаре Петровича. Это церковные праздники. Он верующий человек. Ну, конечно, ты совершенно не вяжешься с тем, в чем его обвиняют. Это все очень занимательно, Рита. Но я тебя должен разочаровать. Верующих преступников не меньше, чем преступников-атеистов, к сожалению. Денис, дай мне трубку, у меня идея. Вон у Михаила идея какая-то. Сейчас. Алло, Ритусь, привет. Послушай меня, пожалуйста. Есть ли возле рынка какая-нибудь церковь? Ну, в общем, надо найти храм поблизости и поспрашать нам про нашего Петровича. Вот, Денис Романович, тоже это одобряет. Друг повезет, а? Да. И тебе удачной охоты. Пока. На. Голова. Заключенный Радимин, на выходе. Пошел. Зачем я московским ментам понадобился? Я один по делюге шел. Ты не слыхал чего? На законного выше. Дорого вас, рецидивистов, по зонам содержать. Ну и места, сам знаешь, на всех не хватает. Зачем, амнистика, что ли? Да нет, лучше, Эдька. Лучше, гораздо лучше. Знаешь, решили у китайцев опыт перенимать. Они ведь как, за воровство руки отрубают. Понимаешь? Ну и вот говорят, что так и было. Врубаешься, к чему я клоню-то? Нет, постой, что-то я не догоняю. Как не догоняешь, Эдик? Тебе крупно повезло. Это ж не просто менты приехали. Это комиссия. Чтобы, значит, закон этот новый на практике внедрять. Понимаешь, они вот сейчас отберут несколько рецидивистов и раз, так сказать, и все. Да, можно на свободу выпускать. Ты вообще правша? А я это, ну, я не знаю, у меня вот это рабочее. Вот это? Ну вот, оп, раз и все, Эдик. Эй, не надо. Чего ты, чего ты? Не надо меня. Не расстраивайся, Эдик. Жить можно и с одной рукой. Отключен, Иродимин доставлен. Заводи. Давай. Осужденный Иродимин. Статья 158, часть 1. Вы же не начальник, не надо меня освобождать. Я лучше еще один срок отмотаю. Я приму это к сведениям. Давай, Эдик, садись, потолкуем. Знакомая пирожка? Нет. Это не мое. Ты повнимательнее приглядись. Не мое это? А эта, твоя? А вот это мое. Плохо, Иродимин. Я думал, ты мне поможешь. Ну, я помогу. Ну, я, конечно, скажу все, как на духу. Только не надо меня освобождать. Ну, что я с одной рукой? Китаец, что ли, какой-то? Ты давай, не отвлекайся, Иродимин. Кто тебе пирожка сделал? Этот... Погоняла его Сом. Ну, это давно дело было, когда еще первый срок мотал. Вы записываете, записываете. Вот. Сомов, Борис, Борис, Борис. Не Петрович сейчас? Точно. Точно. Петрович. Сомов, Борис Петрович. Точно. Это он? Нет, это не он. А кто? Не знаешь? Этого не знаю. Не знаю. Да, это мой прихожан. Вы помните, как его зовут? У меня большой приход. Я не всех помню по именам. Он часто бывает у вас в храме? Часто. А почему вы его ищете? Этот человек обвиняется в совершении преступления. А мы даже не знаем, как его зовут. Значит, вы из милиции? Да. Вам, наверное, тяжело. Вас, наверное, мучает то, что вы подозреваете человека в столь тяжком грехе. Знаете, это моя работа. Но вы же выбрали эту работу сами. Добровольную, ведь так? Слушайте, отец Александр, у нас с вами какой-то странный получается разговор. Я же не на исповеди. Вот. Вы, если еще раз увидите этого человека, передайте ему вот это, пожалуйста. Вам нужна моя помощь? Да, нам очень нужна ваша помощь. Я имею в виду не вашу работу. Как вас зовут? Маргарита. Маргарита, у вас в глазах тоска. Я не знаю, как это объяснить. Я уже где-то видел такие глаза. Вы ошибаетесь. У меня все хорошо. А вот вы, похоже, знаете больше, чем говорите. Простите, мне пора. Храни вас Бог. Да, Маргарита, если захотите о чем-то поговорить, приходите ко мне в праздник. Вам что, жить надоело? Отпустите. Отпустите. Мне надо с вами поговорить. Хорошо. Костя, иди глянь-ка, потом нелегкая. Здрасте, мы из милиции, нам Сомова. Папа, так тебе из милиции. Здравствуйте, гражданин Сомов. Здравствуйте, здравствуйте. Мы из милиции. Только не надо себя утруждать. Я вас и так заверстучую. Ну и что вы собираетесь мне предъявить? Ты что за собой чувствуешь? Я за собой, кроме стены, ничего не чувствую. Только когда вам это мешало, а? Граждане, начальники. Ладно, Сомов, хорош дешевый пафос разводить. Мы к тебе по делу. Ну и что скажешь, Сомов? Финка моя. Я сработал. Только давно это было. Я уже лет как десять от дела отошел. Сейчас живу тихо, мирно. Никого не обижаю. Ну и что вы от меня хотите? Для кого финку-то делал? Не для этого? Да. Как вас зовут? Я не знаю. Ничего о себе не помню. Ни имени, ни фамилии. Полный провал. Очнулся в лесу два года назад. При себе ничего. Ни документов, ни денег. Только финка в сапоге. Услышал шум электрички, дошел до рельсов. По рельсам до Курского вокзала. Пешком. Сначала на вокзале бомжевал. Потом к рынку прибился. А в милицию обращались? Я в прошлом преступником был. Сидел. Может даже в бегах. Ну, значит, не полный провал. Что-то вы помните. Сны. Сны про зону снятся. Слава Богу, почему и за что отбывал, не вспоминается. Я не знаю, кем я раньше был. Да и знать не хочу. Главное, что теперь я честный человек. Я его не убивал. Тогда почему вы сбежали? А если бы меня взяли? Установили бы личность и мое прошлое. А я не хочу. Нет, мне не страшно за чужой грех отсидеть. Мне свои вспоминать страшно. Я другую жизнь начал. Жизнь с чистого листа, понимаете? Теперь я Петрович. Возможно, в вашей прошлой жизни все было не так плохо. А вдруг вы забыли, что это очень важно? Друзей, семью, родителей, детей. А вдруг они ищут вас и тоже жутко переживают. Знаете, я за последние два года ни одного лица не вспомнил. Помню только колючую проволоку, вышки и лай собак. Я его не убивал. Вы сменщика моего допросите. Вадима Куркова, он все знает. Ты так говоришь, потому что он сбежал. Возможно, есть другие причины. Ну, конечно, есть. То есть, грузчик совершенно случайно, единовременно покинул место работы и место жительства поменял. Ну, случайно. Просто досадное совпадение. Да? Я не говорю, что это случайное и досадное совпадение. Но это не значит, что он убийца. Понимаешь? Чего ты от меня хочешь? Ну, я хочу, чтобы ты еще раз допросил свидетелей. У него есть сменщик, Вадим Курков. Ты его допрашивал? Я допросил. Всех. Ты Вадима допросил? Ты чего ко мне привязал с этим бомжом? Вы его поймайте сначала, а потом будем разговаривать. Привет, коллеги. Привет. Здорово. Мне? Не тебе. Спасибо. Ну, как дела на плодо-овощном рынке? Да ваша девочка вот мне печень всю выклевала. Ритик, не обращай внимания на этого неотесанного опера. А хочешь, я ему глаз выклюю. Ничего, я как-то сама справляюсь. Спелись. Ребята, поздравляю, я очень рад за вас. Совет вам да любовь. Михаил Романович, такой вопрос. Как продвигается поиск подозреваемого? Да вашими молитвами, Алексей Николаевич, о нашем подозреваемом известно, что его зовут Сергей по фамилии то ли Трегубов, то ли Треухов. Что еще? Ах да, в 1983 году он отличился при бунте в Могилевской колонии. Вот. То есть твой бомжик оказался уголовником с богатой биографией. А я не говорю, что он был уголовником. Он тогда проходил срочную службу, хранил зеков. Зеки взяли его в заложники, а он уговорил их сдаться. А финку у Сомова он взял в виде трофея. Вот так-то. Так правильно, значит, он охранял и не сидел. Вот почему ему снятся собаки, лай собак и вышки. А откуда ты знаешь, что ему снится? Мне женщина рассказывала вот с рынка. Помнишь, Люба? Она говорила, что ему кошмары снятся. Правда, я не помню, что сказать. Вот так-то, Леха, информации предостаточно. Завтра Денис свяжется со своим товарищем из Минска, они найдут справки и дадим мы тебе твоего подозреваемого на блюдечке с голубой каемочкой. Спасибо. Ну, можно без блюдечка. Рита. Михаил Романович. Очень хороший парень. Цветы, конфеты, дискотеки. Это к нему. Но на свадьбу не рассчитывай. До свидания. Пока. А я замуж-то не собираюсь. Точно собираешься? Абсолютно. Отлично. Пойдем, веселиться. Пойдем. Пойдем. Алло, мам. Да, это я. Но я решила. Ну, хочу прервать. Угу. Когда я могу к тебе приехать? Завтра. Хорошо. Пока. Оль, ты дома? Да. Смотри. Нравится? Я понимаю, что рано я просто мимо не мог пройти. Такая красивая. Смотри. Можно вот так вот прямо рядом с кроватью поставить и качать не вставая. Видишь, как удобно? Ну, скажи хоть что-нибудь, тебе нравится? Мне сказали, что он в этой штуке может спать до четырех месяцев, потом кроватку купим. Не понравилось? Понравилось? Мне очень понравилось. Очень красиво. Спасибо. Спасибо. Правда. Замечательно. Плохо тебя чувствуешь? Да. Милая моя. Потерпи. Потерпи. Эй, ты там. Эй. Ты давай там не очень. Понял? Ну что, устал? Есть еще силы в карты играть? Все, сдаюсь, коварная женщина. Какие карты? Мне бы до кровати добраться. Переживаешь? Значит, я тебе нравлюсь. Нравишься, нравишься. Только я не за тебя переживаю. Мне Дениса жалко. Вот он за тебя действительно переживает. Риточка, вот скажи, пожалуйста, ну вот есть хоть кто-нибудь в этом мире, кого тебе не жалко, а? Ну да. Вон, своего бомжа тоже пожалела. Рит, ну я сразу понял, что ты его нашла. Ну что ты Воробьеву-то не сказала, а? Воробьеву. Да потому что Воробьев уже уверен, что он нашел преступника. Да, легко все свалить на бомжа, правда? Бомж убежал, значит он преступник. Дело сделано, все. А он убежал, может не потому, что он преступник. Потому что он боится. Своего прошлого боится. В смысле? Но у него амнезия, он не знает, как его зовут. И ты ему веришь? Да, верю. Только не спрашивай, почему. Просто верю и все. Знаешь, этому человеку действительно нужна наша помощь. Ну, тогда рассказывай все, что ты знаешь. Будем думать, как ему помочь. Отойди, отойди. Доброе утро, гражданин Курков. Здрасте. А вы что, опять к нам, что ли? Я же вчера все рассказывал. Вот так уж и все, а. Курков, Курков, ранний судимый, 65-го года рождения. Так, все, мне работать надо. Так ведь и нам тоже надо работать. Я с вами без адвоката больше говорить не буду. А вот это мудро. Сейчас мы тебя заберем в наш отдел, вызовешь своего адвоката и поговорим под протокол, правильно? Слушайте, вы что ко мне пристали? Это ж не я, это ж Петрович. Ой, зачем же вы человека оговариваете? То есть ему вы верите, а мне нет, да? Понимаешь, какая штука? Мы его проверили на полиграфе. Че? Ну, это детектор лжи. Понимаешь? Машину обмануть невозможно. Так что, гражданин Курков, а поедешь с нами добровольно или окажешь сопротивление сотрудникам милиции? Да, Трегубов или Треухов. Ну, ты проверь похожие фамилии на всякий случай. Любая информация, естественно. Я тебе фоторобот там отправил, покажи, вдруг кто опознает. Да, Саня, ждем. Давай, спасибо. Сказал, что прямо сейчас займется. Будем надеяться. Смотри, сейчас Гаврилов на совещание дернет, а твой братец в своем репертуаре. Да, и Ритки нету, как назвал. Ну, про спаль, наверное. Не, ну, понятно, свидание плавно перетекающее в дружеские половые отношения. За базаром следи. А, ты не знаешь? Они просто вчера вместе ушли, я, ну, подумал. Не, ну, ты все равно готовься, будешь ей слезы утирать и восстанавливать моральный климат коллектива. Воробьев! Я здесь! Где здесь? Я тебя по всему отделению ищу. Так и я вас ищу. Вот, подготовил вам доклад. Юдин дал признательные показания. Улики собраны, свидетели опрошены. Все, можно передавать дело в прокуратуру. Ага. Ну. Молодец, так держать. Сейчас дуй к себе в кабинет. Там Рита с Михаилом привели тебе свидетеля. Какого свидетеля? Какого свидетеля? По убийству на рынке. Давай снимай показания, пока он не передумал. Ага. Здорово. Не тормози, пень, давай, рассказывай все. Товарищ Демиров? Да. Не тормози, давай, рассказывай. Ну, что? Все нормально. Он даже не отпирался, мы ее на фу-фу взяли. Значит, про достание из-за выручки убили. И Петрович, это реально ни в чем не вина. Да там была пьяная драка, они решили все, на бомжа свали. Представляешь, как удобно? Слушай, а Ритуль ты у нас какая молодец. Вычислила Трегубова моментально. Вот. Факс из Минска пришел. Его фамилия Трихлебов, а не Трегубов. Призывался в Московской области. Возраст совпадает. Или Берецким ГВК. Ну да. Не густо. Маловато информации, друзья. Да ладно, День, не привередничай. Назови шелаку фамилию, и он чем-то еще вспомнит. Так сомневаюсь, он за два года только зону вспомнил. Я подумала, может быть, родные в розыск подавали. Вот умница, а. Ну посмотри, какая умница. Ну скажи, что она умница. Ну скажи, День. Ну. Ну скажи, ну. Где Петрович нашла? В церкви? В церкви. Молодец. Ну давай, беги, запрос подавай. А ты чего встал? Работай, иди. Ну что, записал? Да, Людмила Николаевна здесь проживает. Тихо, тихо, тихо. Только ее фамилия теперь не Трехлебова, а Звонарева. Звонарева наша фамилия, да? Маму в парикмахерскую отпустили, чтобы она красивая была. Вы проходите, она скоро придет. Нет, я, наверное, не буду ждать. Вот. Вы передайте Людмиле и Николаевне мой телефон. Это по поводу детских пособий. У них там какая-то накладка с документами. Ага. Да. Ой, с обзащитой. Ну да, я смотрю, что вы старые фамилии называете. Может, чай все-таки? Нет, спасибо, я на работе. Ага, извините. Сергей Леонидович? Да. Вы крите? Да. До конца по коридору, направо, три четвертый кабинет. Спасибо. Да, конечно. Вы знаете, самое смешное ведь то, что у Сергея было хобби. Вернее, не хобби, а он был одержим одной идеей. Он исследовал внезапное исчезновение людей. Спасибо. А может быть, это ошибка? Может быть, это не Сергей? Людмила Николаевна, вам нужно быть готовой к тому, что сейчас он вас не узнает. Но ничего страшного. Возможно, память вернется со временем. А может случиться так, что вообще ничего не восстановится. Ни эмоции, ни впечатления. Понимаете? Ну, вы не волнуйтесь, он сейчас зайдет, вы посмотрите друг на друга. Поговорите. Да. Здравствуйте. Здравствуйте, Сергей Леонидович. Вы проходите, пожалуйста, садитесь. Благодарю вас. Здравствуйте. Сергей Леонидович, это Людмила. Очень приятно. Вы были женаты. Вы поговорите, я не буду вам мешать. Мы с тобой были женаты пять лет. Ты ничего не помнишь? У меня сын Гошка, он очень на мужа похож. Я ведь замуж вышла. Он очень хороший человек. Сергей Леонидович, я поздравляю. Сережа, что же это случилось? Вы не терзайтесь. Живите, как жили. Простите. Простите меня. Мишка, я тебе это хотел сказать Ты не обижай Риту, ладно? Она такая хорошая А что, у меня с плохими что-то встречаться? Ну, ты же понимаешь, с чем я говорю День, расслабься, а У нас чисто платонические отношения Она меня спасает Серьезно Она говорит, что я тебя огорчаю Я тебе никогда не рассказывал Потому что Потому что Ольга просила не говорить Вы с ней когда расстались Точнее, когда ты ее бросил Она снотворного наглоталась Вот А из реанимации позвонили мне Потому что у тебя был телефон недоступен Я не знал А как у вас сейчас? Хорошо Хорошо Маргарита Сергеевна. Ой, здравствуйте. Здравствуйте. Вот, пришёл извиниться, а то в прошлый раз убежал, даже не успел сказать ему спасибо. Ну, за что же спасибо? Теперь я знаю, что был достойным человеком, не преступником. Спасибо. Знаете, есть методика по восстановлению памяти. Кому-то помогает. Нет, нет, спасибо. Я не буду тратить на это время. Раньше хотел, а потом понял, что всё было не случайно. Господь дал мне шанс изменить жизнь. Я нашёл свой путь. Вот, сделаю документ и поеду в Мурман. На нас ты восстанавливать. Это вам. Вы добрый человек. Берегите себя. До свидания. До свидания. Подай мне копейку. Девушка, на хлебушек. Благослови тебя, Господи. Благослови, Господь, дочка. Зовут как? А вам зачем? Помолюсь за тебя. Зовут. Подай мне копейку. Не знаю. Помолитесь за Маргариту. Мне нравится это имя. Я знаю. Нет. 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 Помолитесь за тягорьками. И bileчий. Открым. Продолжение следует... 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 Да. Потрясающе! Какая же ты всё-таки! Давай истерика. Что с тобой? Что случилось? Что-то мне плохо. Так, у меня в сумке телефон, дай, пожалуйста. Ой, сейчас. Держи. Давай, давай. Осторожно. Ага. Алло, мама. Слушай, мне очень плохо. Да всё ясно, как белый день. Господи. Девчонке понадобились деньги. Сдала квартиру дядьке без его ведома. Срубила денежек и испарилась. Похоже на то, только непонятно каким образом, без прописки. А где ты вообще эту контору-то нашла? В газете. Я посмотрела, там всё было нормально. И человек этот милый такой агент сам отвёз меня в квартиру. Рит, ты что, вчера родилась, что ли? Понятно, что эту аферу провёл этот милый человек, Петровский БП. Значит так, ребят, едем в эту контору, разговариваем с этим милым, замечательным Петровским БП, забираем денежки. А как они провернули аферу, это уже не наше дело. Так, а почему ты вообще снимал эту квартиру? Тебе же Гаврила обещал общагу пробить. Обещал, комната через год только будет. А, понятно. Понятно. Так, Миха, времени уже много, давай в отдел. А мы с тобой сейчас ездим, посмотрим это агентство. Да, я ключи забыла хозяину отдать, сейчас вернусь. Так, 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 подожди, 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 Денис. Да. Опять весели без меня? А? То есть, вы деньги убиваете, а я в отдел к полковнику на разборке? Ну ты их до метро мне добрусь, ну? Проиграл машину, ходи пешком. Нечего по казино шляться. А? Спасибо тебе, братик. Угу. Да я понимаю, Вера. Да нет, я все понимаю, Вера, ну... Я понял, я понял. Я понял, Вера. Извини. Извини, я тебе перезвоню. Извините, я ключи вам забыла вернуть. А, ключи. Да, спасибо. Угу. До свидания. Рит, а может быть, если вам жить-то негде, вы пока останетесь? Ммм, да нет, что вы. У меня же общежитие служебное есть, милицейское. Так что на улице не останусь. Рит, я сейчас звонил сестре, то есть Инкиной маме. Она и домой не возвращалась. Ну, я не знаю, я вот месяц живу здесь, мама Инны ни разу не звонила. Ну, у них непростые отношения, они не разговаривают. Вы понимаете, приехала ко мне из Воронежа, поступила в институт, утром убежит на занятия, вечером прибежит, поест и спать. Так она учится? Ну, да, учится в университете, на химическом вроде факультете. Химией она с детства увлекалась. Я было подумал, что они с матерью помирились, так она в Воронеж уехала. Теперь даже не знаю, что ей думать. Так вы поезжайте в университет, найдите химический факультет, вам в учебной части помогут. Найдите ее однокурсников, поговорите. Может, она уехала с кем-то из них. Правда. Правда. Вот хорошая идея. Спасибо, Рим. А я даже не знаю, как ты даже растерялся. Да ничего. А, да, еще. Когда будете в университете, вы запишите на всякий случай телефоны и фамилии однокурсников Инны. Хорошо. Спасибо, Рим. Не за что. До свидания. Спасибо, хорошего человека. Спасибо. У вас, наверное, своих дел полно, а вы даже мною занимаетесь. Ничего страшного. До свидания. До свидания. Не торопятся ребят на работу. Ты этого агента узнаешь? Ну да, наверное. Здрасте. Вы к нам? На минуточку выскочил уже клиенты. Нам бы господина Петровского. Петровского? У нас вроде бы нет такого, но это ничего. Я могу решить все ваши проблемы. Если у вас долгосрочный договор, мы можем предложить прекрасную замену. Сейчас у нас есть новая копировальная техника с большой скидкой. Вас это интересует? Чего? Какая техника? У вас же агентство недвижимости. Нет, это мы вывеску не успели поменять. Мы только неделю назад сняли это помещение. Понятно. И куда они переехали, вы не знаете, естественно. Понятия не имею. Значит, вам и нужна копировальная техника? Да, пожалуй, нет все-таки. Спасибо, извините. В общем, Миша прав, меня обманули. Да не расстраивайся ты. Да я не расстраиваюсь. Их рекредиты есть в договоре. Мы их сейчас скинем ребятам в экономический отдел, они их пробьют по налоговой базе. Найдем. Да кто, ну кто, кого находит в такой ситуации? А я тебе говорю, найдем. Манера подписавшаяся. Черт, никому верить нельзя. Ну, никому нельзя бить. Слушайте, вы к экономистам, что ли, сходите? Может, они помогут, а? Ходили уже. Товарищ полковник, ну а как там с нашим общежитием? Может, как-то пораньше? Да где пораньше? Где пораньше? Если через год комнату выделят, и то будет хорошо. У них, знаешь, там какая? Своя бюрократия. Такое заворачивают, что... Рит, ты только не волнуйся. Ты не волнуйся, мы что-нибудь придумаем. Я тебе обещаю, на улице не останемся. Все будет нормально, девочка. Так, ну что? Что у вас с утопливом-то с этим? Так... Работаем. Мы вот сейчас по фрагментам одежды как раз узнаем, откуда погибший. Послали запрос. Запрос? Запрос это хорошо, хорошо. Да, Миша. Ну а в форме-то наконец дело улявишь-то. Он уж неделю чей дом угоняет, а ты никак не можешь сочинить заключение. Виноват, наш Паконик, исправлюсь? Справится он. Ладно, хорошо. Работайте, работайте. Рит, ты знаешь, у меня есть одно местечко, я им позвоню. А потом тебе сообщу, ладно? Да, Людмила Сергеевна. Хорошо. Только папе не говорите, он переживает. Где? Конечно, о чем ты говоришь, как он папе? Хорошо, я сейчас приеду. Денис, Денис, случилось что-нибудь? Ольга в больнице, по дороге в аэропорт плохо стало, извините. Извините. Черт, да что ж за дерьмо такое, а? Спасибо вам, Сергей. Стоите тут со мной, вам, наверное, ехать пора. Да ничего. Людмила Сергеевна, что говорят врачи? Врачи. Врачи не говорят, врачи делают. Бедная Оля. Видит Бог, я этого не хотела. Людмила Сергеевна. Денис. Что с Олей? Все хорошо. Денис, все будет хорошо. Оле сделали чистку. Какую чистку? А с ребенком что? Денис, это большое счастье, что она не улетела на самолете. Я даже не представляю, что бы было, если бы она была в самолете. Денис, вы еще молодые, у вас будут дети. Прости меня. Денис. 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 Съезжай домой, отдохни. Все равно сейчас будет обход, тебе никто не разрешит здесь остаться. Вечером приедешь. Хорошо. Я в коридоре подожду. Ну, хорошо. Какая-то она проснется, позовите меня. Я позову. Иди. Иди. Да, Мишалев. Оля. С Олей все нормально. Мишка, ребенка больше нет? Я держусь. Нет, я на работу не приеду. Алло. 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 Рита, здравствуйте. Это Золотарев. Какие-то меры. Дай сожигалку. Вы меня простите, мне к сожалению больше обратиться вообще не к кому. Дело в том, что нет Инны в университете. Она там вообще не учится. Ну, может быть она не в МГУ? В Москве же много других университетов. Да нет, мне сказали, что ее очистили еще с зимней сессии. Федор Андреевич, я сложила вещи Инны в кладовку. Вы посмотрите и вдруг что-то обнаружите. А что искать-то? Да все что угодно. Записные книжки, дневники, журналы, газеты. Может какая-то ниточка всплывет. Да, еще мне нужна фотография Инны. Мы покажем ее по телевизору. Может быть это тоже нам как-то поможет. Да, понял. Понял. Спасибо, Рита. Спасибо, всего доброго. О! Риту. Хорошо, что застал. Слушай, вот. Или дозвонился. В общем, вот адрес. Неверсаль, конечно. Но на первое время сойдет. Ты поезжай, посмотри. Я думаю, все нормально будет. Хорошо. Пока. Спасибо. Не стоит. Ну что, давай помогу? Да, Миша, не волнуйся, я сама. Сама. Показывай чемоданы. Сама. Пойдем. Олечка, милая, не переживай так. Сейчас уже все в порядке, уже закончилось. Ты же не виновата. Я понимаю, что тяжело. Ничего, мы справимся. Ты выздоровеешь. Окрепнешь. Все будет хорошо. Слышишь? Оля, Оля. Ты не молчи, слышишь? Оля, скажи мне что-нибудь. Поговори со мной. Олечка. Оля. Все будет хорошо. Господи, как я перед тобой виновата. Оля. Прости. 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 Что ты говоришь? Ты глупость. Оля, все. Все, тихо. Я тебя люблю, слышишь? Я тебя люблю. Ты самый милый, самый замечательный, самый добрый. Знаете, ты что такое? Время посещения давно закончилось, а у нас тут посетители. Домой, домой, молодой человек. Ой, прости меня. Да. Я завтра приду. Доктор, скажите мне, что-нибудь надо, лекарства какие-нибудь, что-нибудь надо. Витаминов побольше и положительных эмоций, а с остальным у нас все в порядке. Так что ступайте и ничем не волнуйтесь. До свидания. До свидания. Оля, мне надо с вами серьезно поговорить. Максим Горький на дне. Здрасте. Здравствуйте. Ну, ничего страшного. Я надеюсь, это ненадолго. Ну, пока за свои апартаменты. Илья, пойдем вообще. Куда? Туда, где солнце, свежий воздух и приятно. Миша, ну куда? Надо хотя бы дверь закрыть. Там нечего брать. Ну, а ключи? Ключи и потом отдадим. Пойдем. До свидания. До свидания. А тут что, до утра сидеть будем? Рабочий день уже два часа как кончился. Да, это точно. Люд, а Люд, смотри. Это инка что ли? А ну сделай погромче. Так она же в отпуске. Рост метр семьдесят. Не сказала что ли? Валентин Михайлович, смотрите, инку нашу по телевизору показывают. Она пропала. А кто это? Так это офис-менеджер наша Инна Хрустина. Не помню. Маш, не забудь, кабинет на сигнализацию поставить. Ну, все. До свидания. Ой, хочу быть той бабой, которую он и сейчас цветы и понес. Мой жизни отдам за это. Обломись, подружка, не по стенке шапка. Она даже инку нашу не помнит. Надо хоть в милицию позвонить. Черт, я телефон не записала. Так, если ты через секунду встанешь, мы наконец пойдем. Так уж и быть, скажу тебе телефон. Да ладно. Ты запомнила такой длинный номер? Представь себе. 02. Почему нет, Рит? А? Что, моя берлога хуже этих апартаментов в Капотне? Да не хуже. Ну, мне неудобно и… Вот никаких «и», хорошо? Вот из-за этого «и» я тебе не предложил квартиру еще утром. Рит, ты мой друг, соратник, товарищ и брат. Ну что, думаешь, у меня нет прелестниц, которые с удовольствием бы согласились на это «и»? М? Тема закрыта. Миша, я понимаю, но… Неправильные слова этого дня. Правильные слова этого дня. Да, я остаюсь спокойной ночи. Значит, полотенце в ванной, чистое постельное белье в спальне в шкафу. Там для тебя есть две полки свободные. Ключи. Я на свидание. Аре-уар, детка. Увидимся на работе. Пока. Да что ж такое? О, привет, подруга. Извини, что не предупредил этот зверь слушать только меня. Разреши. Ага. Мне вчера вечером звонил Золотарев и дал мне один номер телефона. Что за номер? Он сказал, что нашел его среди личных вещей Инны. Он был напечатан в газете и обведен в рамочку. Я подумала, что если Инну выгнали из института, то она могла устроиться на работу. Она же все время куда-то бегала. Может быть, это рабочий номер? Логично. Алло. Скажите, пожалуйста, у вас работала Инна Хрустина? Спасибо. Ну? Какая-то телевизионная компания. Но Инна у них не работала. Ну ладно, не кисни. Езжай на телевидение, там уйма народу. Они по имени друг друга не знали, не то что по фамилии. А на месте разберешься. Да. Инна неделя уже как должна была вернуться. С ней явно беда какая-то. За полтора года он даже ни разу не опоздал. А она говорила, куда в отпуск едет? Боже ж ты мой! С утра такая красота! Здравствуйте, Валечка. Здравствуйте. А как… Валя коллега Инны Хрустиной. Валь, скажите, она с вами делилась своими проблемами? Может быть, у нее были долги? Или она собиралась купить что-нибудь дорогое? Да нет. Про деньги она вроде бы ничего не говорила. Ну а проблема, как у всех. Она счастья хочет, а его нет. Она влюбилась, а он ее в упор не видит. Перед отпуском вся такая счастливая ко мне прибегает. Вот, говорит, вернусь, и не сумеет он стоять перед моей неземной красотой. В каком смысле? Она собиралась как-то похорошать за время отпуска? Ну, вроде да. Может, на море рванула. Загар, спа-процедуры, все такое. Валич, нам бы с предметом ее страсти поговорить. Может, он какую-нибудь информацию владеет? Да что вы, он не в курсе. На шеф, кроме себя любимого, вообще никого не видит. Ты хоть голая перед ним сиди, он швырнет документы и даже не посмотрит. Какой черствый начальник? Ай-яй-яй. Ой, я, наверное, зря сболтнула. Вы не выдавайте девчонку. Она, может, еще вернется, мою тайну разболтали. Он, правда, ничего не знает. У нас все бабы по нему с ума сходят, а ему до лампочки. Извините. Алло, Рит. Давайте ваш пропуск. Привет. Ты уже на месте, да? Ну, как телевидение? Все звезды вокруг? Спасибо. До свидания. До свидания. Валечка, до свидания. До свидания. Всего доброго. Ритуль, я сегодня поздно приду домой. Замок на вход не заедает, так что ты спокойно войдешь. А на выходные я поменяю. Мама клянусь. А? Давай, пока. День, как Ольга тут? Поправляется. Что ты мне зубы заговариваешь? С какой стати Рита твою дверь закрывает? А что здесь такого? Михас, ты что, маньяк, что ли? Я ж тебя просил. Что у тебя с ней? У меня чистая, замечательная дружба на долгие годы. Только и всего. Я же не мог ее в том гадюшнике оставить. Ты бы видел, куда я Гаврила отправил. Вообще, что ли? Или это девочка совсем? Не стоит. Через десять минут съемка. Все на площадку. Девочки, быстрее, быстрее, быстрее. Нет, не припоминаю. Саш, ты не помнишь девчонки? Опять она? Ей же отказали. Вы ее знаете? Ну да. Она на кастинг приходила. Но хирурги ее завернули. А что за кастинг? А у нас программа есть. Золушка называется. Там в прямом эфире пластические хирурги из уродин красавиц сделают. Бесплатно. В принцессы на драмовщинку. Я могу с доктором поговорить? Да, легко. Вот, возьми. Спасибо. Ну, пожалуйста, пожалуйста. Где Сергей? Здравствуйте. Привет, Демиров. А ты что тут делаешь? Да я вот Ольгу навестить, а зайти не решаюсь. Что, кишка тонка? Да нет, просто я хуже не хочу сделать. А ты уже сделал. Еще пять лет назад. Чего уж там, иди. Сыпь свои шуточки, добавь дежурного оптимизма. Потом с чувством, с полного долга где-нибудь зажми в углу молоденькую сестричку. Это ж в твоем духе. Зачем вы такая, Людмила Сергеевна? Да потому что ты сволочь, Миша. Она тебя любила, а ты ее бросил. Из-за тебя она вышла замуж за первого встречного. Вы знаете, вы поосторожнее, ладно? Денис не первый встречный, и он мой брат, и он любит очень Ольгу. А она, она его. Может быть, конечно, она и не достойна Дениса. Людмила Сергеевна, вы знаете, вы вправе меня ненавидеть. Только вы многого не знаете, поэтому не понимаете. А мне нечего знать. У меня есть глаза и сердце. А у тебя вот тут, вот, вот тут ничего нет. Понял? Пусто. Конечно, я знаю Инну. К сожалению, я не мог ей помочь. Я не понимаю. Я не вижу ни шрамов, ни уродств. Может быть, это старая фотография? Вы не поняли. У девочки всего-навсего средней степени лопорухость. Ну, а чего же ей было не помочь? Вы сделали бы из девочки принцессу. Да не нужна ей операция. Она милая, влюбленная девочка. Думает, что пластика сделает ее счастливой. Так не бывает. Конечно, она была очень расстроена, даже плакала. Умоляла ее взять. Но портить естественную красоту я же не мясник. Ей нужен был хороший психолог. А еще лучше добрый друг. Вот у вас действительно были проблемы. Вы делали пластику в Италии. Я? Нет. А чего вы взяли? Ну, не хотите говорить, не говорите. Только при случае передайте мои восхищения своему доктору. Прекрасная работа. Что-нибудь еще? Нет. Спасибо. А простите. Да? А как вы думаете, Инна могла искать других хирургов? Но были бы деньги, не все же такие щепетильные. До свидания. Спасибо. Всего доброго. Ритуль, ты не переживай, поймай мы этих уродов. Ты самое главное не переживай, ладно? Ты же честно не веришь. Не волнуйся, мы же в милиции работаем. Ну, посмотри на мои честные глаза. Ты мне веришь? А? Где вы ходите-то, ребят? Нашли экономисты твоего агентства. Прикинь, было мега-экс, стало мега-эс. Одну букву изменили, хорьки. Но учитель тот же самый, Петровский. Что стоим-то, поехали? Ну что, Петровский Борис Натанович, рассказывайте, как вы провернули свою аферу. Я ничего не проворачивал. Маргарита Сергеевна пришла снять квартиру, я ей ее предоставил. Я только посредник. Слушай, ты посредник. Хозяйка квартиры пропала, так что напрягись и рассказывай детали. Что хозяйка постоянно не прописана в квартире, знал? Знал. Ну, эта баба так настаивала. Вот и делай после этого добро людям. Только не надо, сейчас себе ангелы строят. Тебе квартира даст вас по дешевке, а нашей сотруднице ты сдал по ломовой цене. Фокус известный, работает безотказно. Тем более, по нашим данным, ваша агентство уже проходила по факту мошенничества. Так что не впервой. А ничего не доказали. Дело развалилось. Значит, теперь докажут. Вы рассказывайте по порядку. Так а что рассказывать? Вы и так все знаете. Пришла ко мне эта тетка, показала паспорт с регистрацией. Сказала, что у нее племянница в больнице. Нужны деньги, я предоставил квартиру, но кто же откажется от такого навара? Тетка! Слышь, ты убогий, какая тетка? Как какая? Женщина. Лет сорока. Но выглядит при этом неплохо. Так, минуточку. Вот эта? Нет. Это ее племянница, я видел паспорт с регистрацией. Ко мне женщина приходила. А эта девочка совсем. Точно не эта? Да точно вам говорю, то и скулы так и вывернуты, и лицо широкое, и глаза не очень приятные. Хорошо. Собирайтесь, вы идите с нами. Будем фоторобот составлять. Давай, Соклов, собирайся. Давай, давай. Давай. Вот, посмотрите, пожалуйста. Вы не знаете эту женщину? Нет, не знаю. А кто это? Эта женщина сдала вашу квартиру. От имени вашей племянницы. А вы знаете, что ваша племянница хотела сделать пластическую операцию? Кто? Инна? Зачем? Вот это какая-то глупость. К сожалению, это не глупость. Именно для этой ей нужны были деньги. Это наша версия, мы ее проверяем. Так, что стоим? Почему не работаем? А? Товарищ полковник, вот мы просто разминаемся. А, шутишь все. Через пять минут у меня в кабинете. Опа! Рит, ну ты как, устроилась? Да, да, хорошо, устроилась. Ну, я верну сейчас, расскажешь. Ребята, ну, что ж теперь дело-то? Могу клинику искать. Ну, позвоним. Да. Понятно. Ну, спасибо. До свидания. До свидания. Лопоуха из средней степени с выраженным искривлением хряща. Инна Хрустина. Да, правильно. А можно мне посмотреть ее историю болезни? Я знаю, там указывается адрес фактического места проживания. Она ушла от родственников, адреса не оставила. Рад бы помочь, но мы ее не оперировали. Она заплатила за три дня пребывания в клинике, мы начали готовить ее к операции, но, увы, сердечки у нее не очень. Риск небольшой, но береженого Бог бережет. Значит, вы ей отказали. Ну, зачем нам проблемы? Лучше быть лопоухой на живой, чем мертвой с идеальными ушами. Понятно. Спасибо большое. До свидания. До свидания. Здравствуйте. Здравствуйте. Татьяна, головрач скоро придет, полы не мыты. Сейчас. Хватит курить, давай бегом. Альо, Миш, привет. Слушай, кажется, я нашла нашу подозреваемую. Еще раз повторяю, никакой Инны я не знаю, тем более ее квартиры. Вы не имеете права меня здесь держать. Ой! С ума сойти. Какая похвальная подкованность. Хорошо. Вам так и запишем. Значит, с Хрустиной не знакома. Не знакома. Квартиру не сдавала. Подписывайтесь, Татьяна Григорьевна. Так вы помните, да, что задача ложных показаний отдельная статья? Мне нужен адвокат. Ой. Фильмов, наверное, много смотрите, да, американских? Я тоже люблю. А зачем вам адвоката, Татьяна Григорьевна? Вы же правду говорите. Или нет? Я говорю правду. Ну и очень хорошо. Тогда пишите. Очень хорошо. Прекрасно. Мишанин, заводи. Давайте, давайте, Борис Натанович, проходите. Присаживайтесь. Здрасте. Ну что, Татьяна Григорьевна, узнаете? Нехороший сейчас момент, да, такой? А вы, Борис Натанович, подтверждаете, что эта дама сдала вам квартиру по адресу улица Свободы, 13, корпус 2? Да. Отлично. Ну так как, Татьяна Григорьевна? Чё делать-то будем? У нас вот тут документик есть интересный, вам подписанный. Мы познакомились в клинике. Инна так плакала. Её денег, отпусканных, хватило только на пребывание, на саму операцию нет. Я предложила ей сдать комнату. мне негде встречаться с другом. Я заплатила ей за полгода вперёд, и она в тот же день легла на операцию. А утром я узнала, что Инна умерла. Как умерла? Не перенесла наркоз. Что мне делать? Деньги свои я потеряла. Приходить в чужую квартиру не выход. Я выждала неделю, сдала квартиру, вернула своё. Не ходи же с другом в чужую квартиру. Тело девушки где? А я откуда знаю? Это вы у главврача спросите. Где тело девушки, уроды? Никакая Хрустина к нам не обращалась. Я вообще требую адвоката. Михаил Арманович, стоп! Спокойно, стоп! Спокойно. Сейчас граждане осознают всю серьёзность их положения и начнут рассказывать, правильно я говорю? У вас на нас ничего нет. Записей в журнале никаких. А если подумать, Олег Павлович, вы же операцию-то делали не в горном одиночестве. В клинике работают охранники, дежурные медсёстры, нянечки, санитарка Татьяна Григорьевна. Это Филькина грамота. Олег Павлович! Сейчас тебе дам затону. Андрей Петрович, вы что-то хотели сказать? Я вас слушаю очень внимательно. Я больше не могу, я всё скажу. Умерла она. Ушла прямо на столе. Наркоза не перенесла. Идиот! Андрей Петрович, спокойно. Со мной разговаривать. Что дальше было? Сбросили мы её. Засунули в машину и увезли за город на Ярославское шоссе. Там участок есть, ни одного фонаря. Человека сбить в лёгкую можно. Вот и подумали, что какой-нибудь водитель решит, что сбил девчонку. Понятно. Теперь скажите мне, это когда было? Только не примерно, точно. Число. Двадцать третьего. Да, двадцать третьего. Двадцать третьего. Да не мучь ты себя, Ритка. Ребята пробили все морги Москвы и Московской области. Нету там трупа с приметно твоей лопаухой. Ну, что её из зверя съели. Растащили. Лес, между прочим. Лид, ну у нас же не тайга и медведей нет. Пошли домой. Нету её, понимаешь, нету. Ни среди живых, ни среди мёртвых. Как сказала? Слушай, открой мне базу происшествия за двадцать третье число, пожалуйста. Иди смотри. Так, а это что такое? Не знаю. Доставлено в клиническую больницу города Ивантеевка двадцать третьего числа. Ивантеевка. У меня там дача. Если ты не тяжёлая, так она жива, что ли? Рит! Рит, спасибо большое. Ну, как она? Повезло девчонке. Мужик водил её на дороге нашёл. Не стал разбираться. Живая, мёртвая. Просто всунул машину и в больницу. Врачи сказали, еле выходили. С себя только неделю назад пришла. А что она молчала-то, ты спросил? Да спросил, спросил. Сказала дядька на заработках до Нового года. Волновать не хотела. Думала поправиться. Никто ничего не узнает. Да. Но как она выжила-то? День, мне сейчас один врач просто все мозги проконопатил. Резервными возможностями мозга, молодостью организма. Короче, муть какая-то. Я ничего не понял. Миша, это не муть. Это чудо. Миша, когда есть кому виноваться, заботиться. Ладно, други. Поехали домой. Не понимаю, зачем ты из больницы уехала? Полежала бы еще, понаблюдалась. Мама, слушай, оставь меня сейчас. Правда, езжай домой, не надо ничего. Видеть не могу тебя. Ты что? Как ты со мной разговариваешь? Ты что, обалдела, что ли? Оставь меня, уйди, слышишь? Уйди, я умоляю тебя, что ты сказала, что ты сделал. Ты мне зачем таблетку эту дала? Что будет теперь? Что ты сделала со мной? Ты что, меня во всем хочешь обвинить, а? Я тебе что сказала? Я сказала лежать в больнице, а ты побежала по Москве, как лошадь. И потом еще в эту командировку намылилась. Уйди, слышишь, ненавижу тебя. Ненавижу тебя. Да что за истерика? Что случилось? Да, сделала чистку. Пройдет полгода и опять забеременеешь. Уйди, прошу, ну оставь меня, оставь, господи. Что происходит? Вы чего кричите? Оля, Оль, что происходит? Оля, ты почему не в больнице? Все в порядке? Я не могу больше иметь детей, врач сказал. Оля, подожди. Не надо. Подожди, подожди. Спокойно. Так, Оля, посмотри на меня. Посмотри на меня. Смотри на меня в глаза. У нас с тобой будут дети. Ты мне веришь? Я тебя очень люблю. Да. Я тебя очень люблю. Я с тобой, милая моя. Все будет хорошо. Ты что? Все будет хорошо. Все будет хорошо. Вот так. Вот так. Это будет хорошо. Войдите. Здравствуйте. Вы? А я уже собирался уходить. Максим Игоревич, у меня будет к вам, наверное, немножко странная просьба. Проходите, садитесь. Спасибо. Вы не могли бы смоделировать на компьютере, каким было мое лицо до пластической операции? Наверняка есть какие-то программы. Да-да, такие программы есть. Но в данном случае они не помогут. Я хочу вам предложить другой вариант. Я согласна на любые варианты. Только бы узнать, какой я была до операции. Ну что ж. Эй. 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 Радио. Эй. Уу- 엿. Эй. Эй. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Спасибо Спасибо Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Привет, Серёжа Ты что тут делаешь? Тебя жду Зачем? Новую работу получил Твои рекомендации очень пригодились Так вот, поблагодарить хотел Я рада, я знала, что ты хорошо устроишься Как ты? Я хорошо, спасибо Слушай, я опаздываю, извини Я рада видеть тебя Оль, я скучаю по тебе Отпусти Оль, ты разве не жалешь, что все у нас так вышло? Ты что? Переспал с начальницей, получил хорошую рекомендацию Что еще надо? Молодец? А мне казалось, что наши отношения Оля Развлеклась и под зад коленом? Нет, папочка Денег не надо присылать Все нормально Я сняла квартиру Мне Михаил помог Недорого Папа, перестань Он просто мой коллега А, помнишь, я тебе рассказывала, что он угадывает женские имена? Вот, теперь я знаю, что меня зовут Елена А еще я разговаривала с пластическим хирургом И он нарисовал меня Ну, конечно, какой я была до того Так я сама удивилась Он меня увидел И сразу же сказал, что я делала пластику Нет, не задавал никаких вопросов Да, теперь у меня есть мой портрет Папуль, давай я тебя вечером позвоню Да, на работу убегаю Привет Ага Хорошо, давай, пока Привет Привет А что это у тебя? А это Это как в плохом анекдоте Лежу в постели с прекрасной, милой дамой Пью утренний кофе Вдруг дверь открывается И муж с командировки вернулся Да ты что Вот мы и поговорили Миша, потому что ночевать нужно дома Я же у тебя комнату снимаю, а не всю квартиру Вот переломают тебе когда-нибудь руки и ноги Слушай, Ая Мать, никак, ладно? Вообще, я собираюсь сегодня ночью здесь остаться Ты не возражаешь? Ну, что за глупости Это же твоя квартира Я надеюсь, ты не из-за меня по ночам сбегаешь Ну, вот о чем Так А это что такое? Либо художник-халтурщик Либо это твоя сестра Угадал? Угадал Моя сестра Маша Она с родителями уехала в другой город Контакты потеряны Хочу ее найти Красиво Это ты о ней с сосом разговаривала? Да Слушай, а что ты отца не приглашаешь? Поговорили бы, посидели Ну, во-первых, он пожилой человек Во-вторых, он работает Им не так легко отпроситься А маме почему ты никогда не звонишь? Миш, на часы посмотри Мы опаздываем Слушай, Рит Ну, это нехорошо Мы с нами вроде не чужие люди Живем в одном доме А я тебе вообще ничего не знаю А мне нечего рассказывать Так не бывает, подруга Я Должен на тебя обидеться, конечно Но я не буду Я добрый Ладно Поехали родину защищать Эту деньг меня убьют Понимаете, я и паспорта нашла И деньги нашла Ничего не пропало Все на месте Ну, вы не волнуйтесь Не все с собой в дорогу документы берут Я тоже забываю все время Вы когда последний раз С ними разговаривали? В субботу В субботу Привет Здорово Здравствуйте, Варвара Николаевна Вот, подключайся Зяты, дочка не приехали На звонки не отвечают Да, вот в субботу Мы как раз с Санечкой Договорились, что они Ко мне в воскресенье приедут Нет, понимаете Я на даче живу Я ждала целый день Потом звонила Никто не отвечает Вы пейте Вот, а сегодня не выдержала Я сама к ним домой поехала Ценные вещи Деньги на месте Да, все на месте Ничего не пропало Я всех друзей обзвонила Соседей всех обошла Никто ничего не знает И Володя, Володя С субботы в салоне не был В салоне? Ну, они художники А в салоне работы свои продают А-а Варвара Николаевна Ну, все-таки у художников Жизнь бурная Они молодые Может быть, уехали куда-то С друзьями, компанией Нет, нет Нет, только не Володя, Санечка Нет, они у меня Вообще домоседы Шума не любят Ну, что, никогда не отдыхают? Ни с кем не общаются? Нет, им вообще никто не нужен Им друг друга хватает И потом Они же ко мне собирались приехать А Володя очень ответственный Нет, нет Что-то случилось с ним Вы не волнуйтесь Мы вот что сделаем Ты давай поезжай на Садовую Там эта галерея находится А мы с вами И с Ритой Сейчас съездим к ним домой Посмотрим, что и как С соседями поговорим Да, а я говорила с соседями Никто ничего не сказал Но это они вам не сказали Нам скажут Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Чудесный выбор Очень талантливый художник И цена за картину Очень приемлемая Но она продается В паре с этим пейзажем А если я не хочу пейзаж? Ну тогда и картину вы не получите Это условия художника Цена за пейзаж Чисто символическая Я так понимаю Вы больше Гиперреализмом интересуетесь Вы знаете Я интересуюсь больше Художником Когда последний раз Видели Леднева? В среду Володя принес две новые свои картины Ну и в нагрузку Анину Мазню Что значит нагрузка? Володя очень талантливый художник А жена его, к сожалению Посредственный пейзажист Если бы не Володя Я вообще бы ее картины не выставляла Нет Однажды, чтобы сделать ей приятно Он сам оплатил две ее картины Аня так радовалась Скажите, а что собственно случилось? Вы знаете, они пропали С субботы, ни слуху, ни духу Никаких идей, куда они могли поехать Не знаю, они странные Странные даже на презентации свои не ходят На тусовку их не затащить Может на пленэр Аня малевать очередную березку Но Володя Володя с ней за компанией Они как молодожены до сих пор За ручку ходят А вот это Анечкин диплом Она у меня с детства рисует Сама пошла в художественную школу Записалась Пять-то лет, представляете? Вот это характер Это да И упрямая Никогда от своего не отступит Но при этом очень добрая И Володенька такой Очень вежливый мальчик Они вообще очень нежно К друг другу относятся Ой, что такое? Ой, извините Сердце что-то Ничего-ничего Откройте, пожалуйста Может, это Анечка С Володей вернулись Не соседи, а партизаны какие-то Мы же, говорят, не в деревне живем Понимаете, мы же москвичи У вас лекарства есть какие-нибудь? Да, там сумочки А где сумка? На стуле Спасибо большое Может, лучше в больницу поехать? Нет, нет Я здесь буду А вдруг дети вернутся Это мне Анечка подарила Очень красивая Она Подружки на день рождения мастерила А я увидела Мне так понравилось И я выпросила А что за подружка? Галечка Они из детства дружат Я сразу же ей позвонила Сказали, что она на неделю по делам уехала Адрес знаете? Она в соседнем подъезде живет Правда, номер квартиры я не помню Романова ее фамилия Переду я иду, братуха Здравствуйте Здравствуйте Ну и что? Романовы здесь живут? Да нет, тут никаких Романовых Минуточку, минуточку Вы в квартире проживаете? Ну а что надо-то? Так, понятно Хозяева дома? Хрен их знает Ну пойдем поглядим Лен, а Лен Тут каких-то Романовых ищут Ты че, Романовых что ли? Савин я Ну Извиняйте Савины мы В этой квартире прописана Романова Галина Семеновна Вы снимаете у нее жилье? Сейчас Это она тут проживалка А я хозяйка Что это шалом опять натворила? А где нам ее найти? Она нам очень нужна А нет ее Укатила дрянь Хоть бы денег матери оставила Мерзавка Сижу тут, голодаю А когда вернется? А мне неинтересно А вот это случайно не Галя? Галя, Галя Иди отсюда Мне сейчас гости придут Ну спасибо мамашу Будьте здоровы До свидания Ну, чем порадуете? А? Что это? Художники какие-то А? Ну что, прекрасная семья Отзывы самые положительные Отношения между супругами хорошие Последний раз Анна, пропавшая Звонила матери в субботу Миш А? Что это мне твоя ухмылка не нравится? Да все как-то гладко, товарищ полковник Не ссорится Не курит Не сквернослует При встрече здоровается Прям Идеальная пара получается Ну это хорошо А ты что, вот просто в хороших людей уже не веришь? Ну почему верю? Ну человек же не может стоять только из достоинства Циник ты, Мишка Ладно, оставим эти домыслы Конкретно что? Конкретно есть подруга Галина Романова В городе на данный момент отсутствует Романова состоит в клубе исторических реконструкций У них завтра какое-то мероприятие Ее отправили туда организовывать все это А что это за клуб? Ну собираются молодые люди Отмечают народные праздники Калятки, Масленицу Всевозможные гуляния устраивают И так далее, и так далее Это что, секта такая? Да нет, товарищ полковник Это не секта Это развлекуха такая Люди собираются, одевают сарафаны, кафтаны Водят хороводы Чаи пьют Короче, отдыхает цивилизация Жиру бесится Ага А Леднев-то здесь при чем? Романова уехала из города пять дней назад Мы думаем, что может быть она их с собой прихватила Потому что по срокам подходит Да, но и потом они ведь художники Могут помочь в изготовлении костюмов, декораций В любом случае, даже если их там нет С подругой поговорить нужно Логично Логично И где этот праздник будет происходить? Костромская область, деревня Новый Шуструй Как деревня называется? Новый Шуструй Ну, давай, шустрите Собирайтесь и быстренько, быстренько И поехали Да, только не забудьте Возьми Да, спасибо Не забудьте, что у вас в производстве еще несколько дел Ну, вы Шуструй Далеко Иди Давай, перезай А ну А ну Ну или ты ко мне Иди А пусть Слышишь? Оли Да отпусти, отмечай А, Дениса, я к тебе пришел У меня разговор есть Я его уволила, слышишь? Я его уволила, он не мстит Что? Она очень умная Ты знаешь, почему она оборуд сделала? Ага, ты удивляешься, почему я это знаю Потому что ребенок, может быть, мой А она все командировки в моей постели проводила А тебе пела по телефону песни Про нелетную погоду В Красноярске Если не веришь у брата у своего спроси Он нас выследил, даже досье бры меня Сделал Это все, правда? Не уходи, пожалуйста Слышишь, не уходи Денис Все, все Пап, я знаю, что она моя родная сестра Расскажи мне все. Как же дома-то хорошо-то, а? Рит. Рит. А давай позвонимся. Ты с ума сошел? А, кстати, мне Лида для тебя бумажки передала. Сказала, что нашла твою сестру Лену, она же Маша, в количестве аж 12 штук, только фамилии разные. Спасибо. Рит, ничем поделиться не хочешь? Нет. Может, тебе помочь с чем-то я смогу, а? Да, я люблю загадки разгадывать. Одна голова хорошо, а две все-таки это, ну, команда. Не надо, Миша. Алло. Привет, Зан. Привет, привет. Ты же в Москве? Ой, какая радость, как здорово. Ну, конечно, скучусь. Понял? Ну, конечно, скучусь. Конечно, хочу. Все, я лечу к тебе на крыльях, любью. Все, давай, пока. Извините, но эту ночь вам придется провести без меня. Не скучай. Не скучай. Пока не могу. Да я все понимаю. Если что, звони. Ладно. А я побежал. Ну, беги. Пока. Привет. А вы кто? Логичный вопрос могу задать тебе. Миша нет, я так понимаю. Он уехал по делам. Я думаю, будет поздно. Слушай, ты не переживай, прости. Я немного посижу здесь и пойду. Ладно, извини. Может, чаю? Нет, чай не хочу. Вино буду. Выпьешь? Нет. Я выпью. Ну, че, Миша гуляет уже? Да? Знаешь, я когда с ним жила, тоже верила сначала, что работа, потом нервничала, терпела, а потом все как-то закончилось. Вот думала, замуж выйду, жизнь начнется. Давайте все-таки чаю. Ну, давай чаю. Чаю попьем. Чаю попьем. КОНЕЦ 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 У меня муж очень хороший человек, верный, надежный. Мечта, любовь. Живи, не хочу. Так может быть вы не любите своего мужа? А что такое любовь? Не знаю. И я не знаю. Я ему хотела признаться столько раз честно. Каждый раз приезжала, думала, сейчас скажу. А в глаза смотрю ему, он смотрит на меня так, у меня язык не поворачивается. А сейчас произошло все, я обрадовалась, знаешь, даже. Думаю, ну вот, объяснять ничего не надо. Ушел. Я выдохнула. Хожу по квартире. Пусто. Тихо. И страшно. Меня никто так любить, как он не будет. Так вы хотите, чтобы он к вам вернулся? Не знаю. Я же к Мише сюда сейчас приехала. Подумала, сейчас Мишу верну, но закрутится, завертится. Не хочу. Чего хочу, не знаю. Ой, господи, что же делать-то, а? Не знаю, чего хочу. Что же делать-то, а? Давайте я Мишу позвоню, он приедет, вы поговорите. Нет. Зачем? Ой, очень хорошо, что его нет. Черт, не надо. Любить хочу. Понимаешь? Спасибо тебе. Пойду я. Ты только Мише не говори, что я приходила. А ты он Денису расскажет? Нервы будут. Он за брат вообще убить готов. Здорово. А я думал, вы с Редкой в Костроме уже. Что, ночка тяжелая была? Да. День, а что происходит? Ты что дома-то не чевал? День, что происходит-то? Ты все знал и молчал? Как же так-то? Ты же мой брат. День, я... Я пытался тебе сказать. Честно пытался. Ты мне не поверил бы. Ладно, тебе на работу пора. Доброе утро. Привет, Редушка. Садись в машину, поехали. Ну как он? Хреново. Ты-то откуда знаешь? Ну так получилось. Слушай, ты присматривай за ним, ладно? Не смотрите на меня, глазоньки сломаете. Я не с вашего села, вы меня не знаете? Подходи, честной народ. Залетай в наш хоровод. Но пройди не просто так. Если старты, дай пятак. Если нету пятака, дай кусочек пирога. Ну а если молоды, поцелуй и проходи. Так. Погоди, красавица. Добала тут за вход. Сколько? Так нормально? А ты здесь корочкой не тряси. Приехали на праздник, соблюдайте обычаи. Целуйтесь раз в день в день. Верно, дружа? Ну? Давайте я вас поцелую, вы нас пропускаете. Нет, нет, так не честно. Вы с ужином, так что играем по правилам. Ребят, давайте не будем ситуацию усложнять. Да вы хоть ОМОН вызывайте, мы вас не пропустим. Да не по делу приехали, мы же на Галину Романову. Ну, целуйтесь-то, наконец-то. Ну, целуйтесь-то, наконец-то. Мы работаем, пожалуйста. Мы как думали, что мы управляем, молодцы. Совет про любовь. Галку с торговых кредат ищите. Галку с торговых кредатами. Галку с торговых кредатами. Подходи, честный народ, праздник в гору наш идет. Кто не верит чудеса, тот поверит навсегда. Чудо-раз, я здесь стою. Чудо-два, стрелу держу. Чудо-три, сейчас скажу. Чудо-с. Извините. Здравствуй, добрый молодец. А не испытаешь ли силушку свою молодецкую? Нет, спасибо. Слушайте, я ищу Галю Романову. Мне сказали, что она где-то здесь. Галю? Можно я скажу? Может, и здесь. Только ты нас сначала уважь, а потом мы, может, тебе и расскажем. Ой, да куда ему, Степан? Че он молот еще, да слаб? Погоди, Марка. Держи лук, стрелу волшебную, и не гневи Бога. Молодец, парень. Я гляжу, рука у тебя не дрожит, а, и глаз не хромает. Молодец. Спасибо. Теперь скажете, где Галю найти? Ты погоди. Ответой браги нашей волшебной, чтобы силушка от тебя не ушла. Старик, ты не понял, я на работе. Обидишь доброй молодец. Давай, 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 давай. Пей до дна, пей до дна, пей до дна, пей до дна. Проходи, низко. Пей до дна, пей до дна. Вы не знаете Галю Романова? Галя Романова. А вон она, там. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы Галя Романова? Я Галя. Мне нужно с вами поговорить. Ой, знаете, мне сейчас некогда. Я работаю. Я ищу Аню Волу. А не здесь? Анька? Да не любите ли они шумных сборищ? А что такое? Они пропали, их в субботу найти не могут. Роя Николаевна заявление подала в милицию на розыск. Ой, подмени меня на минуточку. Да никуда они не пропали. Анька, небось, на пленэр подалась, а это к табелю сучки своей. В смысле? Да любовница у Вовки, тренер по йоге. Тупая, как пробка, но красивая. В нашем центре здоровья работает, рядом с домом. Да я давно Аньке сказала, да ты бросай этого Вовку, а она люблю не могу. Так она все знает? Да она знает, случайно их увидела, но она молчит. Она даже меня просила, чтобы я его приворожила. Но я сказала, что такого, как Леднев, даже привораживать нет смысла. Ой, мне некогда. Да, а нарисуй, где они свои елки-иголки. Ей так думается лучше. Извини. Спасибо. Молодец, Марта, наливай! Кельданда! Ура! Дай тебе вручок! Кельданда! Неожиданно! Кельданда! 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 Ну, конечно, ты был прав. Как зовут, не знаю. Работаю тренером по йоге в Центре здоровья. Да, который ядом с домом. Я не знаю, где Денис. Где ты здесь, сейчас пойду его поищу. Слушай, а давай за силушку молодец, а? Я больше не могу. Денис! А? Ой. Хороша. Твоя? Моя. Вот, давай за нее и выпьем. Давай. Ты прости. Денис, пойдем. Денис, пойдем, пожалуйста. Прости. Держи. Пойдем. Фу, братуха, давай. Давай. Передо дна, передо дна, передо дна. Итак, медленно руки поднимаем. Сгибаем ногу. Тянемся вперед, вперед, вперед. Итак, опускаемся вниз и смотрим наверх. Раз. Два. Лариса, извините, а когда вы закончите? Молодой человек, вы бы хоть обувь сняли. Ну, кто вас пустил? Вы знаете, я сам зашел, у меня есть волшебный билет, такой красного цвета. Мне бы с Владимиром Ледневым поговорить. Девочки, занятия окончены, до завтра. Его занятия, индивидуальные, по понедельникам и субботам. А в этот понедельник он был? Не помню, надо в графике посещения посмотреть, но он никогда не пропускает занятия. Я даже знаю почему. Скажите Ане, это бесполезно. Проигрывать надо с достоинством. Так ей передайте Вовку, она больше не увидит. Вы знаете, обязательно передам, как только ее найду. Насколько я понимаю, Володя у вас, так? Что значит найду? Она пропала. А где сейчас Леднев? Он в Питер поехал, к заказчику. Я могу позвонить, но мне телефон нет с собой. Давайте я вам свой, да? Позвоните. Спасибо. Он приходил ко мне вечером, в воскресенье, сказал, что я ей все рассказала, но устроила истерику. Проклинала, он выбежал, в чем был. А когда Аня пропала? Алло, Вова? Разрешите? Владимир Леднев, капитан Демира беспокоит. Ваша жена пропала. Подробности расскажу при встрече. Будьте любезны, ближайшим рейсом приехать в Москву. Если завтра вечером вас не будет в Москве, я объявлю вас в федеральный розыск. До свидания. Где жена может быть? Я бы тоже хотел это узнать. До свидания. До свидания. Денис, как мы домой поедем? Тебя развезло. Да никак. Здесь и ночуем. Ты что, с ума сошел? А что, в чем проблема-то? Какая разница, где ночевать-то? Да. Миша должен где позвонить, наверное, эту тренершу уже допрашивает. В койке. Совмещает. Приятное с полезным. Я ему завидую. Легкий человек. Хорошо здесь Ритка, правда. Ни проблем никаких. Природа. Чего задумалась? Да ничего. Телефон съел, Мишка не позвонит. Хорошая ты, Ритка. Понимающая. Ты мне сразу понравилась. Ну, Денис, не надо. Тебе не нравлюсь? Нравишься. Я понимаю, что с тобой происходит. Но, знаешь, клин клином не выбьешь. Что? То есть, ты в курсе? Вчера ко мне приходила твоя жена. А-а-а. Понятно. Не к тебе она приходила. А к Михе. Их, старая любовь-то не ржавеет нифига. Чего же они все врут-то, а? Ну, что за глупости? Он твой брат, он тебя любит. Он никогда в жизни бы не сделал ничего подобного. Что за ерунда? Странно. Они когда вместе были, он все время от нее бегал. А сейчас мы поженились, видишь, вот… Денис. Хорошо. Денис, ну вставай. Сейчас, милая. Ну, вставай, пожалуйста. Не надо. Пять минут. Пять минут. Подожди. Ну, не надо, Денис. Сейчас. Сейчас. Все. Все. Лид, прости, пожалуйста. Я не помню ни хрена. Я все плохо вел, да? Нет, нормально. Извини. О! Ну как, праздник прошел? Вижу, очень хорошо. Водички дать? Не надо. Чего нарыл? Пока вы веселились, я леневого нашел. У любовницы? Ну, почти. Он в Питере. Обещался к вечеру быть. Я у Ларисы все узнал. История старая, как мир. Товарищ жену поставил и покинул, а та прокляла дорогу, по которой он ушел к любовнице. Давай без лирических отступлений. Хорошо. Без лирики. Значит, в воскресенье, прошу отметить, в воскресенье Леднев ушел от жены. Со скандалом. Хлопнул двери и ушел в исподнюю. Ну, понятно, что забрать паспорт и мольберт не было возможности. Значит, получается, что Аня в воскресенье еще была дома. Угу. Тогда почему она не отвечала на звонки матери? Это как раз понятно. Разговаривать, потому что ни с кем не хотела. Нужно вызвать мать, прокачать ее еще раз, спросить, куда в таком состоянии уехала дочь. Да не приедет она сюда, она себя плохо чувствует. Я сама к ней съезжу и поговорю. Слушай, Ритоль, ты можешь по дороге заскочить в морг? Пойдемте, дам направление. Здрасте, Денис Романович. Здрасте. Как же так? Я поверить не могу. Бедная моя девочка. Варвара Николаевна, вы вспомните, вот когда Ане было плохо или она была расстроена чем-то? Может быть, она к подругам ездила или еще к кому-то? Посоветоваться поговорить, поплакать? Да нет у нас никого. Вдвоем мы с Анечкой остались. Отец Анин давно умер, если бы Петенька был жив. Без водички. Без водички. Без водички. Аня называется. Мне еще бабка моя про него рассказывала. Если всю ночь возле него молиться, обязательно любое желание сбудется. Вы не верите. Ну почему же? Улыбнулись сейчас точно так же, как Аня, когда я про это место рассказывала. У нас с мужем долго детей не было. Но я втихаря от Петеньки поехала туда. Молилась всю ночь. Потом Анечка появилась. Мама моя, Серафима Николаевна. Извините, а где это место? Под Свинегровым часа полтора на машине. Смешно. Рит, ты себя-то слышишь? Да ерунда это все. Давай, возвращайся в отдел. Ты в морге была? Вот и Славника. Возвращайся, работа ждет. Посмотрите, пожалуйста, правильно написала. Все, Екатерина Васильевна. Я сейчас оформлю заявление, и мы начнем работать. Давайте ваш пропуск. А мне-то что делать-то? Вы сейчас поезжайте домой. Вдруг сын вернется. Ну а мы будем его искать. Если что-то узнаем, вам сообщим. Всего доброго. Спасибо. До свидания. Всего доброго. Ты представляешь, что Риточка-то удумала? Варвара ей рассказала про какое-то озеро желания, и она решила, что для него отправилась туда. Молить о возвращении мужа-изменника. Бред. Бред. Ты представляешь, да? Молодая женщина, двадцати пяти лет от роду, идет в лес с палаткой одна. А что ей это говорит? Ну что она говорит? Говорит, что подруга Галя рассказывала про какое-то приворотное зелье. Для него заинтересовалась, значит верит в чудеса. Вот рванула к этому чуду-ручейку молить о муже. Придет какой-то. Да, бред. Она результаты вскрытия забрала? Ну да, сейчас привезет. Ну что, у нас снова дело что ли? Да. Сынок, похоже, загулял, но проверить надо. Давай, езжай в банк, а я к нему на работу сгоняю. Ага. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Алло, Михас, тебе Рита не звонила? Блин, три часа уже прошло. И телефон у нее не доступен. Да ехать надо, ты не знаешь где это озеро желаний? Ладно, я разберусь, давай, пока. Вы ко мне? Здравствуйте, мне нужен капитан Демиров. Вы кто? Я Леднев Владимир, а что случилось с Аней? Мы с ней расстались в воскресенье и я... Вы что-нибудь слышали про озеро желаний в Звенигороде? Да, мы с ней туда ездили, она картину писала. А что? Показать сможете? Да, конечно. Поехали, поехали, поехали. Извините, пожалуйста, а вы не подскажете, как мне к озеру пройти? Ой, да я даже уже и не помню, я там давно была, еще в детстве. Значит, сделаешь так, пойдешь до реки, а там у мужиков спросишь. Эти бездельники там постоянно шиваются. Только вот пойдешь вот по этой вот тропиночке, вот как раз она тебя к реке и выведет. Хорошо, спасибо. А ты чего налегке-то? Там же ночевать надо. Я по молодости частенько туда бегала. Ну и что, помогло? Ну, как сказать, ну, иногда помогало. Хотя, сказки все это. Я вот так считаю, что если вот чего-то вот очень сильно хочешь, то это обязательно получится. А вот на озере или дома, без разницы. Ну, беги, что ли. Спасибо. Привет. Привет. Ну, что ты смотришь? Что ты думаешь, а тебе одну в лес отпущу? У нас вот про вожата объявилась, поехали. Стойте. Стойте. Сюда, здесь она. Живая? Жива. Ух ты. Анечка. Осторожно. Слышь, молодожен, давай помогай. Хватит прочитать. Вовка, я прощу. Сейчас, потерпи. Три, четыре. Осторожно. Все, все, все. Все, все, все. Все хорошо. Осторожно, руки. Ну, ты что, влюбился, что ли? Анечка, иди ко мне. Вовка. Вовка. Анечка. Анечка, прости меня, пожалуйста. Я просила, чтоб ты просила. Я дурак, я так виноват перед тобой. Хватит. Ты пришел. Я знала, что ты меня найдешь. Вовка. Анечка, все будет хорошо. Знаешь, все будет хорошо. В стороночку. Ну, кто с ней поедет? Ну? Я, я поеду. Тогда вперед. Ага. Как ты думаешь, они снова будут вместе? Все зависит от них. Ладно, поехали. Ладно. Привет. 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 За вещами? Нет. Оль, я не знаю, получится или нет. Я хочу попробовать. Опять или нет. Все сразу заехали. Расслужив. Продолжение следует. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан! Денис, не входи, пожалуйста. У меня для тебя сюрприз. Добро пожаловать в Казахстан! 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 Доски, что ли, вешать? Таких подробностей я не знаю, но предположить могу. Вы же помните, что дом был голубым и доску Пирогову. А этот-то, сами видите, жёлтый, значит, где-то есть другой дом с другой табличкой. Ведь человек-то был известный. Всё может быть. Может быть. Спасибо. Да всегда пожалуйста! Нина! Нина! Вот он красавец. Рассидивист. Содержался в СИЗО. Бежал прямо из зала суда. До приговора? До приговора. Да там приговор, там всё ясно. Лет пятнадцати. Ещё и на пожизненном. На убийство инкассатора что-то хочешь? Какой-то утомлен он здесь. Семь месяцев в СИЗО. Не курорт. Вот дело. Всё, ребятки, изловите-ка его побыстрей. Пока он ещё каких-то глупостей не натворил. Мартынов Леонид Андреевич, шестидесятого года рождения, прописан в Москве, женат. Вот именно, женат. К жене сходить, поговорить. Может он к ней приходил? Ну что мне вас учить, что ли? Всё, давайте. Ладно, с этим всё. Дальше. Миш, слушай. Меня родственники Маслова этой достали уже. Как второй раз приходят. Жалуются. Вот невнимательно собирайте информацию. Не выслушивайте. Не вникайте. Товарищ полковник, мы не вникали. Подожди. Евгений Борисович, просто Масловы, чересчур впечатлительные люди. Мы уже собрали всю информацию. У нас есть результаты. Я разговаривала несколько раз с ними. Рит, несколько раз. Товарищ полковник, у меня братец Масловый звонит по двадцать раз. Да мне плевать, сколько он раз звонит. Меня-то знаешь, это не волнует. Меня волнует, что он пойдёт наверх. Накатает жалобу. О невнимательном отношении к потерпевшим. Проверки начнутся. Тебе это надо? Мне нет. Ну, товарищ полковник. Всё, Миша. Всё. Впредь выслушивают столько, сколько нужно вникать. Терпимее надо быть, Миша, терпимее. Это приказ. Ступайте. Есть, товарищ полковник. Офигеть можно. Ну что, хочешь, чтобы я с заявителем по полдняше общался? Работать когда? Его этот Маслов довёл, он должен был тебя отчитать. Вот пусть сама на телефоне и сидит. Выслушався одно и то же по сто раз. Одни эмоции, никакой информации. Не ори, пожалуйста. Короче, у Мартынова был напарник. Звали его Хвостин Николай. При задержании застрелен. Ну, а охранник кто завалил? Свидетели говорят, что Мартынов. Вот, надо поехать с его женой пообщаться. Брат, мне кажется, или ты Ольгу игнорируешь? Не твоё дело. Рита где? Здрасте. А вы не милиционеры? Космонавты. Что вы хотели? Помогите, пожалуйста. Пропал человек. Такая запутанная история. Проходите, разберёмся. Вот, давай. Будь внимателен, вежлив и терпелив. Ура! Пожалуйста, побыстрее, побыстрее. Не надо кидать здесь ничего, пожалуйста. Кидайте, пожалуйста, всё на улице. Побыстрее, побыстрее. У меня уже перерыв. Извините, пожалуйста. Не-не-не, простите. У меня перерыв обеденный, извините. Ну, я не думаю, что у вас займёт это много времени. Помогите, пожалуйста. Ну, ладно, давайте. А что нужно? Распорта нужно. А зачем? Вы же заявление пришли подавать. Нет, не заявление подавать, мы по делу. Нам нужна информация вот об этой женщине. Мартынова Нина Михайловна. Вот здесь все данные, с кем она зарегистрировала брак примерно месяца два назад. Хорошо. Вот там подождите, я по базе посмотрю. Спасибо. Я, когда свадьбу вижу, всегда жутко завидую. Думаю, сейчас они поедут по Москве кататься, фотографироваться будут, шампанское пить. Да. А мы сразу после ЗАГСа в поезд сели и в Прагу уехали. В Прагу? А я бы в Париж поехала. Мне кажется, Париж самый прекрасный город на земле. Ну, в Париже я не был. А в Праге у меня дружок армейский живет. Мы у него машину взяли, за три дня все там объездили. Вот, я распечатала все, что было в компе внутри, пожалуйста. Так. А, она фамилию сменила, да? Угу. Там все данные по паспортам и по прописке. Спасибо вам большое. Пожалуйста, приходите, мы вас ждем. Простите, я просто по инерции говорю. Вчера последняя роспись в девять вечера была. У меня голова просто кругом. Спасибо большое. Пожалуйста. До свидания. Алло, Михас, пробей мне Зубов Иван Николаевич. По месту прописки живет или нет? Я Лиду попрошу, я сейчас немножко занят. Да, да, погуляйте. Угу. Светлана Георгиевна, я не понимаю, что вы от меня хотите? Я уже устала вам объяснять. Понимаете, я пропала. Исчезла. Кто-то стер мою кармическую оболочку, я стала невидимая. Вот я сижу на работе, меня никто не замечает. Но я-то вас вижу. То есть ваша... У вас особенные биотоки. Послушайте, ну вы же ищете людей, вы же можете меня найти? Ну что вам стоит? Это не займет много времени. Если я вас найду в вашу оболочку, вы уйдете. Ну естественно, что мне с вами сидеть? У меня работа, между прочим, ждет. Хорошо, давайте, я... Что мне нужно делать? Ну вот так бы сразу. Светлана Георгиевна, я на работе. Давайте, может какое-нибудь другое время, более удобное. Который час? 15.00. 15.00. Нет, еще 10 минут, и понимаете, физическая оболочка, она может лопнуть. Потому что нет кармической оболочки. Ну хорошо, давайте, что я должен... Ой! Что такое, что такое, что? Скорее, скорее, начинайте искать. Давайте, машите на меня чем-нибудь. А чем, не важно, да? Скорее, машите, машите, машите на меня. Машите. Ой! Хорошо, да, хорошо, все. Костя, к тебе ориентировки пришли. Уйди, 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 пожалуйста. Уйди, уйди. Давайте, еще начинайте время. Да? Готовы, готовы? Вот, вот, вижу, вижу, вижу вашу оболочку. Вот она, вот она. Цвета какого? Такой голубой, по щеку мариновый. Это моя. Ваша, да? Моя, да. Ваша. Отлично. Красивая, правда? Очень красивая. Слава Богу. Вот ваша кофточка. Вот сумка. Пойдемте, я вас проживаю. Пойдемте. Подождите, мне еще нужна справочка. Какую справку? Ну, справочку, чтобы меня не было на работе. В течение трех дней. По причине утери моей кармической оболочки. Понимаете? Эти сволчи, они хотят меня уволить за прогулы. Вот мне нужна настоящая справочка с печатью. Хорошо, тихо, 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 тихо. Давайте вот сюда прям, вот сюда прям присядьте. Присаживайтесь, присаживайтесь, присаживайтесь. Вот, вот. Как все чувствует? Хорошо? Сейчас я вам справку напишу. Напишу. Сейчас я вам справку напишу. Так, да на. А фамилию вашу напомните? Бурова. Бурова. Буровой, Светлане. Нажмите, пожалуйста. Спасибо большое. Георгиевне. Нажмите, пожалуйста. Вот просто остановите. Да, вот, ага. Вот, вот, не трогайте. Ничего не трогайте. Хорошо, спасибо, да. Вот. Вот она справка. Вы сейчас идите в секретариат и там ее заверите. Хорошо? Да. Давайте, давайте. Все хорошо. Все хорошо. Да. Светлана Георгиевна. И печать. Поставьте обязательно. У вас очень положительный энергетик. До свидания. Прощайте. Я понял, Миш, спасибо. Лидке передай, что она гений. А чего у тебя такой голос напряженный? Значит, показалось. Ладно, все, пока. Лидка пробила адрес. Новый муж Мартыновый купил дом в Подмосковье и там и живет. Надо ехать. Далеко? Да нет, не очень. Если в пробке не застрянем, за час доедем. Откуда так много врачей? Ну, это же Пироговка. Институт медицинский. Институт имени Пирогова? Ну да. Останови, пожалуйста. Рита, ты куда? Сейчас. Рита! Все в порядке? Угу. Да. Показалось просто. Поехали. Хозяева? Есть кто живой? Ау! Хозяева! Эй! А ну пошли вон отсюда! Мужик, ты чё? Сюда смотри, мы из милиции. А, извините. Просто вчера на Нину напали. Серги сдернули. Он не сдергивал, я сама сняла. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, а вы Нина Мартынова? Зубова она! Зубова! Ваня, не надо. Вы его извините, он за меня перепугался. Вы... Вы из Алени приехали, он ведь сбежал, верно? Да, мы пытаемся его найти. А куда вы смотрите? Убийца по городу шарит. Нам что, уехать что ли? Ваня. Он никогда не сделает мне ничего плохого. Леня не такой. Угу. Человека убил и ничего плохого. Он так неожиданно появился. Страшный, худой. А зачем он приходил? Спрятаться? Нет, нет. Он попросил... Отдать серьги. Серьги? Рубиновые. Красненький такой камышек. Красивые. Он мне их подарил. Очень давно. Понятно. Дорбатого могилы исправит. Продашь ты и сгинет где-нибудь. Нет, нет. Я ему предлагала денег, он отказался. Отдай, говорит, сережки. Они принадлежат другому человеку. Ну, я и отдала. Он тут же ушел. Нина, вы не знаете, где он мог спрятаться? Может, родня или друзья какие-нибудь? Нет у него родней. С детдомом он. А друзья... Олька был его единственным другом. Да его теперь нет. Нина, если вдруг он объявится или позвонит, вот здесь наши телефоны, звоните в любое время. Хорошо. Только... Вряд ли он еще раз придет. Почему вы так думаете? Ну, он как-то со мной попрощался. Так... Так отчаянно. Будто навсегда мне так жутко стало. Даже расплакалась. Он извинился и ушел. Понятно. Ладно, спасибо. О, привет. Привет. Здорово. Ну что, узнали? Приходил он к жене. Серьги забрал, попрощался и ушел. Причем не украл, вежливо попросил. Ты сколько будешь? Да. Жена-то родная. Хотя бывшая. А с чем Сергей? Рубин. О, понятно. Сто процентов. При первой возможности сдаться в кубку. Нина ему предлагала денег, но он отказался. Ритуль, ну какая-то у нас наивная. Ну сколько она может ему предложить? Ну не знаю, от силы там, пару тысяч. А если Рубин хороший, то он намного дороже стоит. Это если старинный, натуральный. А она говорит, что современный. Загадка. Да там вообще одна сплошная загадка. Мартынов этот, нетипичный уголовник, не скинулся с места преступления, хотя мог бы, сидел над трупом дружка, рыдал. Видно, чувствительный очень оказался. И с женой навсегда простился. Не, ну это понятно. Ему за все его художество пятнашка светит. Плюс побег. Так что рано или поздно он окажется за решеткой. Это логично. Тупик. Из родни никого, из друзей один Хвостин оставался. Куда же он убежать-то мог? К родным Хвостина. Так они же вроде опыт детдомовский. Да нет, детдомовский Мартынов. А про Хвостина Нина ничего не говорила. Возможно, у него живы родители или, может быть, есть женщина. Мартынов к нему мог обращаться за помощью. Хорошая мысль. Надо будет Воробьеву позвонить. Пусть про Хвостина все пробьет. Правильно мыслите, господа сыщики. Я у Лешки уже все узнал. Он мне надуй был адресом к матери, так что завтра поедем навестим старушку. Все, Литуль, давай. Скоро не жди. Диня, давай. Ты куда? Как куда? Веселиться. Я с тобой. Зачем? Что значит, зачем? Я что, не человек, что ли? Тоже хочу веселиться. Ты против? Да нет, просто как неожиданно. Ладно, Литуль, не скучай. Пока. Пока. Алло. Привет. Да, Лит, привет. Я все узнала. Оказывается, есть еще одна доска Пирогову. Записывай. Пишу. Привет, малыш. Спокойся. Денька у нас женатый человек. Ему уже все в порядке с этим. Молодой человек, вы танцуете. Ну, не знаю. Давайте попробуем. Давайте. Денька. Нормально? О, сразу видно, старший брат. Миша, ослабься, дай человеку отдохнуть от семейной жизни. Эрнест, водки мне. Миша, а что ты сегодня такой скучный? Не шутишь, не развлекаешь меня. Прости, малыш, прости, прости. Ты что будешь пить? Мартинь с водкой. Два мартини с водкой, пожалуйста. Мы на минуточку припудрить носим. Хорошо. Мишаева! Денька. Да? Что-то ты разошелся. Тебе домой не пора? Не, я только начал. А ты, ты зануда. Молодой человек. Да? Ганьку не найдется? Да, конечно. А вас как зовут? Стелла. Стелла? Да. Круто. А меня Денис зовут. Стеллочка, извините нас на секунду, ладно? Простите, пожалуйста. Что? День, ты что с Олей поссорился? Что я? Ну? Да ты с ума сошел. Просто мне весело. День, тебе это не надо. Спасибо. Это кто так решил? Ты? Я вернулась. Да, прости, моя милая. Пойдем скорее танцевать. Ух ты, мой дорогой. Денис! Эрнец, водки мне дай. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Масшум. Всего все. Могу... Доброе утро. Это я, наверное, тебя разбудил, да? Извини, я турку искал. Ты что, дома сегодня ночевал? А Денис где? А Денис там, где и положено быть законному супругу. Под боком у жены. Ты кофе будешь? Да. На. Спасибо. Слушай, Рит, может мне с Ольгой поговорить? Я не знаю. Вот и я не знаю. Ладно, сейчас напьем кофе и поедем на встречу с матерью Хвостиным. Я уже позвонил, договорился. Отлично. Ну что хотели-то, Анна Сергеевна? Мартынов сбежал из следственного изолятора. Он приходил к вам? Забежал таки. А говорил, под залог выпустили. А про залог когда он говорил? Так приходил он ко мне. Я его приняла как родного. Все простила ему. Да что греха таить. Колька-то тоже мой хороший. Еще маленьким был. Все тащил, что ни попадя. Ну а Леонид, зачем к вам приходил? Шут его знает. Сидели. Кольку помянули. Он и ушел. Ничего не пропало? Пропало. Колечко мое пропало. Да денег десять тысяч. В ящике в комоде лежали. Хватилось на следующий день, нету. А ведь такие слова говорил. Так убивался. Простите, говорит тетя Аня, Кольку вашего не уберег. Сам, значит, к моему добру подбирался. А заявление почему не писали? Да боюсь я в милицию ходить, сами понимаете. А писать сможете? Смогу, а че ж не смогу? Смогу. От жены Мартынов поехал к матери напарника. У нее похитил кольцо. Вот. Она дала его описание. Изделие из золота. Промо пять восемь три. Кольцо размер девятнадцать двадцать. Да, значит, он при солидных денежках. Ну да, получается так. У жены серьги с Рубином взял. У Хвостиной кольцо золотое. Ну, получается, про личный куш. Ну че, денег десять тысяч. О. В общем, на билет до Владивостока хватит, еще останется. Ну, вот я и говорю. Тут что угодно. Проводников подкупить, пожалуйста. Да и документы можно выправить. А он ни у кого не просился спрятаться, а? Да нет. Умный малый знает, где мы в первую очередь будем искать. Да. Ну и что, больше никаких зацепок нет? Пока, к сожалению, никаких. Детский дом расформирован. Архив не сохранился. Приятелей детства нет. Наставников нет. Пока ничего найти не удается. Единственная зацепка, это ювелирка. Мы кольцо и серьги в базу запустили, может быть, где-то всплывут. Да нет, на это надежды мало. А, скверно, ребяточки, скверно. Расстроился, Гаврила? А че радоваться-то? Слушай, а документы делаю уже недели две, если помню, так? Мартын в городе. Здорово, братья. Здорово. Звониться не могу. Короче, всплыло ваше колечко. И часу не прошло. Где? В Кубкино-Севастопольском. У меня там должник есть. Проедем? Поехали. Поехали. На мая, на мая. Я предлагаю, ребята, поехать на водном трамвае. Бес попутал, гражданин начальник. Взял вещь без документа. Че, я смотрю, кольцо хорошее, еще советское. 583-й пробы. У нас сейчас скупщики только такое берут. Ну? А как узнал, по какой статье вещь проходит, сразу вам позвонил. Ну что, что? Вот он я, весь, как на духу. Ну ладно, ты нажал с недави, привитые мы. Когда кольцо принесли? Два дня назад, где-то ближе к вечеру. Сюда, смотри. Вот этот? Да нет. Тот помоложе был. И такой худощавый. И рыжий. Ну понятно. Сам светиться не захотел, друг она попросила. А сам на дно лег. Короче, чистосердечный ты наш. Сейчас в отдел поешь, будешь в фоторобот играть, понял? Чтоб к вечеру его портрет у меня на столе был. Ну это, я сейчас не могу, у меня работа. Работу мы тебе найдем. Рукавицы, чтоб эти сучки обрубать. Собирайся. Ну, гражданин начальник, ну что ж вы. Я ж к вам со всей душой, а вы... Да обменял ты свою душу на 583-ю пробу. Давай, тарантайку закрывай, дядя. Извините, пожалуйста, а как мне в 17-й кабинет попасть? Прямо по коридору и налево. Спасибо. Пожалуйста. Разрешите? Да. Я звонила вам, Маргарита Высоцкая, по поводу Мартынова. Ах, да. Проходите, присаживайтесь. Спасибо. Я вам подготовила его личное дело. Ну, знаете, Маргарита, а по сути мне даже и сказать вам нечего. Поначалу Мартынов особо ничем от других не отличался. Дерзкий, наглый, потом присмирел. Значит, у него были конфликты. Ну, а кого их здесь нет? Тюрьма. Ну, чтобы из-за этого срываться, нет. Особо ни с кем не ругался. Так, может быть. А что у вас конкретно, что вы хотите о нем узнать? Ну, с кем общался, кому писал, какие книги заказывал. С кем общался, не знаю, писем он не писал. А вот что читал, сейчас посмотрим. Так. Всего одну книгу. Библию он заказывал. Интересно. Ничего интересного. Они тут через одного в Бога начинают верить. Знаете, посидят несколько месяцев и вспоминают о страшном суде и покаянии. Ну, хоть с кем-то же он общался, делился планами. Он же не молчал сутками. Знаете, ему и разговоры разговаривать некогда было. Он же на больничке целыми днями был. А вы сходите туда. Может, кто-нибудь и узнаете. Хорошо. Спасибо. До свидания. До свидания. Знаете, я их особо и не слушаю. Больничка для них курорт. Сидят, байки травят целыми днями, время убивают. А Мартынов с кем травят? Слушайте, а почему это вас так интересует? Хочу узнать, что он за человек. Что его толкнуло вот именно сейчас сбежать? Или он специально ждал момента? А есть кто-то, с кем он общался? Нет. Во всяком случае, я никогда не видел. Ляжет на койку, отвернется к стенке и молчит. Конечно, навалился на мужика все разом. И на нару угодил, и друга потерял. И проблем столько прибавилось. В его положении есть над чем поразмыслить. А какие у него проблемы? Умирает же он, умирает. Гепатит. Печень уже совсем не справляется. Он знает об этом. Конечно, знает. Ясно. Спасибо вам, Максим Юрьевич. Да, вроде как и не за что. Маргарита, может быть, встретимся? Кофе попьем? Да нет. Извините. Я вас от дел отвлекла. Простите. Да ничего. До свидания. До свидания. Привет. Привет. Привет, ты где была? Работа не проворот. Не сообщила, телефон не берешь. А то ты не знаешь, что в СИЗО телефоны сдают. А ты в тюрьме, если была? Зачем? В общем, Мартынов болен смертельно. И жить ему осталось всего несколько месяцев. Опаньки, крутой поворотец. А Воробьев-то хорош, хоть бы намекнул. Да Воробьев, скорее всего, сам не знал. Но это меняет дело. Понятно, почему он так на волю рвался. Я думаю, у него была какая-то цель. Он не мог сбежать просто так, зная, что умирает. Ой, цель понятна. Соскочил с китчей и решил напоследок загулять. Да нет, Миш. Он что-то понял. Сейчас. Не знаю, как объяснить. Сначала у него на глазах погибает единственный друг. Ну? Потом он узнает, что смертельно болен. Единственная книга, которую он читает в тюрьме, Библия. Да там через одного Библию читают. В общем, не знаю. Да похоже на какое-то переосмысление жизни, что ли. Ой, не верь я во все эти переосмысления, перерождения. Да понятно, решил помереть свободно. Сверил цацки у знакомых. Сейчас гуляю где-нибудь в борделе. Да. Здрасте. Ой, здрасте, Анна Сергеевна, заходите, пожалуйста. Здрасте. 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 Выходит, нашли вы колечко-то мое. Да колечко-то мы нашли. Анна Сергеевна, скажите, нет ли среди ваших знакомых рыжего молодого человека довольно худого? Рыжего худого? Так это же Васька, племянник мой. О, как. А что, случилось с ним, что? А Ларсик-то просто открывался. Все, преступление века раскрыто. Ну, получается, что колечко племянник ваше подрезал. Васька? Как же так? Убили. Просто убили. Анна Сергеевна, ну, это же ваши семейные дела. Вы как-нибудь сами разберетесь, ладно? Я че пришла-то? Да. Забыла вам в прошлый раз сказать. Место у ребят любимое было. Угу. Дача наша. Ну, дачи-то не назовешь так, скворечник старый. Я-то там совсем не бываю. А вот Леоня с Коленькой-то туда летом часто ездили. Так. И что за место где находится? Сейчас скажу. Значит, по Минскому шоссе? Угу. 147-й километр. Зинь, отбой, его здесь нет. Хлеб свежий. Че ж за непруха-то такая? Чуть-чуть оброздали, а? Ладно, не парься. Сейчас вызовем ребят местных, засаду здесь устроят. Люди же вернется. Ну, откуда вам могут ломануться, а? Куда? Опа, смотри. Ну, конечно, я сама к тебе приеду, как только у меня будет пара свободных дней. Обещаешь? Да, обещаю. Ты что творишь, а? Ты что твори... А где он? Так он к вам пошел, сказал, что жалобу заберет. Какую, к черт, твоей матерь жалобу? Я спрошу, где Михаил? А, так он уехал. А что случилось? Как только вернется, пусть рысью бежит ко мне. Хорошо. Я ему устрою спиритический сеанс. Хиромент, хренов! Алло, пап. Да, я слушаю. Давай я тебе перезвоню. У тебя все нормально? Да нормально все. Давай, пока. Так, нашел. Где? Вот этот номер. Вот. Смотри. Сосновская, Алла Никитичина. А, да. Отлично. Пойду Лидке позвоню, может, сразу адрес пробьем. Подожди, подожди, ты на время посмотри. Тетушку не жалко? Жалко, ну а что делать, поймет. Миш, Денис говорит, вы вчера вместе гуляли? Ну, ну как погуляли? Мы в кафе зашли, два пива выпили и все. Я его теряю. Оль, ты потерпи, а? Он перебесится, вернется все. Да. Думаешь? Здравствуйте. Здравствуйте. Не подскажете соседи ваши дома? А кто их знает? Понятно. А вы лучше стучите, у нее звонок все равно не работает. А, спасибо. Здрасте, Сосновская Алла Никитичина. Мы из милиции, нам бы задать вам пару вопросиков. Наконец-то, сколько лет я вас ждала, даже устала, это же я его убила, а я? Алка, что ты несешь-то? Не слушайте ее, она, когда напьется, вечно какую-то чушь несет. Что ты понимаешь в моей жизни? Так, тихо. Алка. Тихо. Мы разберемся. Значит, смотрите сюда. Вот этот человек к вам не приходил? Нет, не приходил. Кто это? Мартынов Леонид Андреевич. Ну, первый раз вижу. А вы присмотритесь повнимательнее, там ваш телефон был записан. Куда? Стоять! Ну, куда? Да, вы, твоя сюда. О! Динь, лови! Это не мое, не мое! Это... Понятно, что не твое. Наверное, Свети-то не успел, а? Это надо отдать Сосновской. Ага. Алле Сосновской. Это ей принадлежит. Это ваш, Сергей? Отрадясь таких нервов. Нет, ты не понимаешь. Послушай, ну, дайте мне ей объяснить. Послушай, девушка. Да ты, ну, дайте мне ей объяснить. Я ж, я ж все равно никуда не делаюсь. Ну, пошли, пошли. Ну, дайте мне пять минут объяснить ей. Ты чего такая грустная? Я не понимаю, зачем он к Сосновской приходил? Сергей эти. Да какая разница? Явился оголочек прямо в наше объятие. Михаил! Это что такое? Я тебя спрашиваю. Что это такое? Справка, товарищ полковник. Что? Ты что здесь написал? Вот. На, на, почитай. Почитай, поребуйся вот этим творчеством. Справка по месту требования. Дана Буровой слане Георгиевне. А что такое? Читай, читай, читай. Отсутствие с 8 по 12 июля по причине утери ее кармической оболочки. Вот. Оболочка была найдена под руководством противополковника Гаврилова. Это что за ерунда? Вот. Ко мне пришли люди из солидной фермы. Я стою весь как это... Там у них одна дамочка. Увлекается вот этой вот, как я вот... Щероматия, товарищ полковник. Вот, вот, вот этой мантерей. Вот это вот. Прогуляла три дня. И приходит на работу вот с этой справкой. Товарищ полковник, тут ваша подпись стоит. Где? И печать. Супетарша идиотка. Сунул, а я и подписал, не глядя. Ты что делаешь, а? Издеваешься, да? Издеваешься. Товарищ полковник, я выполняю ваш приказ. Вникать в суть. Вот, вник. Вник? Да. Выговор тебе. И премии тебе не будет до конца года. Есть, товарищ полковник. В отпуск пойдешь. В ноябре. Есть, товарищ полковник. Анна Михайловна, почему здесь моя подпись? А что? Я вник в суд. Был терпелив. Выполнял приказ. Ты сам в стере. Проходи. Здравствуйте. Меня зовут Маргарита Высоцкая. Я вас помню. Что вы хотите? Зачем вы приходили к Алле? Мне надо рассказать ей кое-что. Вы можете мне рассказать, я ей передам. Нет, это я скажу только ей. Я скоро умру. Попросите ее прийти ко мне. Это важно. Она говорит, что не знает вас. Это ничего не меняет. Она просто должна узнать правду. Скажите ей, пожалуйста, что это касается Руслана. Она поймет. Вы не знаете, где ваша соседка? Ну, а где же ей быть? За бутылкой побежала, скоро вернется. Но вообще она не очень похожа на опустившегося человека. Спасибо друзьям. Не бросают ее, навещают все время. В клинику несколько раз клали. Да, это все бесполезно, если человек сам не хочет. Ну, почему не хочет? Она считает тебя в чем-то виноватой? Это давняя история. Алла еще, кажется, в институте училась. И жених у нее был. Любили друг друга очень. А потом они как-то поссорились, и он с собой покончил. Она себя винит? Я ее понимаю, с таким грузом на душе не всякий справится. Алла, добрый день. Привет. А вы меня не помните? Я, конечно, женщина пьющая, но память у меня великолепная. Ты из ментовки. Что надо? Мужчина, которого мы задержали, хочет вам что-то рассказать. Не моей проблемой. Алла, ну как тебе не стыдно? Она же пришла к тебе, время свое потратила. Ставьте вы меня в покое. Алла. Но он сказал, что это касается Руслана. Я знал Руслана. Мы с ним в армии вместе служили. Он про тебя мне ничего не говорил. Что говорить? Я уже отсидел тогда пару раз. Я был у него в тот день. Худо мне было. Денег приходил занять. А он тогда к тебе собирался. Мириться хотел. Сережки эти купил и... Я не понимаю. Зачем ты мне все это говоришь? Он мириться хотел. Понимаешь, замуж позвать тебя. А там... Окно было нараспашку. Жарко очень. Да, жарко было. Короче, не дал он мне денег. А я не в себе был. Я не хотел его убивать. Так получилось. Убивать? Он умер из-за меня. Экспертиза подтвердила. Он кончил жизнь самоубийством. Из-за меня. Я... Я его толкнул, понимаешь? Сережки эти схватил и убежал. Сволочь я, понимаешь? Прости меня, слышишь? Алла. Алла, прости меня, слышишь? Алла! Алла, подожди. Прости! Позвольте, успокойтесь. Сволочь я! Алла, ты слышишь? Прости меня, Алла! Прости меня, Алла. Позвольте чout. Нет. Нет. Ала, слушай, я не понимаю, зачем тебе всё это надо? За это недоплачивают. Недоплачивают. Странная ты какая-то. Всё равно спасибо. Вам стало легче? Завтра в клинику ложусь. Друзья договорились. Хорошо. Я уверена, у вас всё наладится. Так хочется всё это забыть и стереть всё ластиком. А потом всё с чистого листа. Спасибо. 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 . Спасибо. Успокойтесь. я прекрасно понимаю ваше состояние. Вы взволнованы и напуганы. Ну, раз уж вы здесь, напишите заявление, пожалуйста. Мы обещаем, что не будем мешать вашему детективу работать. В конце концов, что мы теряем? Пожалуйста. Спасибо. Да я сегодня вообще ко второй паре приехал. Приезжал он, не приезжал, я не видел. Тем более меня уже спрашивали. Кто спрашивает? Да мужик какой-то. Стоп. Какой мужик? Детектив, наверное. Он представился? Махнул какой-то корочкой, я не вникал. Я ему сказал, ничего не видел, ничего не знаю. А ведь кто-то с ним в институте должен был дружить-то, а? Да кто с ним дружить будет? Он ботаник, малолетка. А некоторых это раздражает. Тебя, я так понимаю? Да мне вообще по барабану, я его в лицо-то плохо помню. А в институте я появляюсь намного реже, чем наш гений. И с чем дышал, что делал, ты естественно не знаешь. Не, не знаю, у нас интересы разные. У вас все, мне на лекцию пора. Ну давай, лети голым. Свободен. Простой парень какой. Ну что, человек-невидимка какой-то прямо. Пришел, отучился, ушел, все. Да, зацепиться не за что. Ну что, поехали в автобусный парк, может сам повезет. Можете не терять время, я там уже все посмотрел. Ни дневников, ни записных книжек. Только учебники по высшей математике и формулы. Я вижу. А что, разве в милиции не нашлось кого-нибудь постарше? Разве дело в возрасте? Дело в опыте. Да что тут говорить. Я просто уверена, что милиция Алешенька не найдет. Зачем мы вообще туда пошли? Нет, тут вы не правы, Вера Алексеевна. Мое агентство всегда сотрудничает с милицией. Правда, я лично всегда имел дело с более солидными людьми. Более солидные люди сейчас опрашивают свидетелей. А я предлагаю нам с вами не выяснять, кто солиднее, а постараться найти мальчика. Это Алеша. Алё, Алешенька. А, это ты, Вадик. Нет, сынок, не нашелся. С ним беда, сынок. Да, я знаю. А вы не знаете, кто это звонил? Это старший сын, действительно, Вадим, живет в Ногинске. Я с ним уже поговорил, брат не приезжал к нему, не звонил. А эту книгу я уже тоже посмотрел. Видимо, Алексей готовил курсовую, так что тут зацепиться не за что. Надо же. Везде книжки по математике. И вдруг... Жития святых. Вам не кажется странным? Вера Алексеевна! Извините. Посмотрите, пожалуйста, мы тут составили досье на некоторых сокурсников Алексея. Может быть, кто-то вам знаком. Вдруг у кого-то был конфликт с Алешей. Конфликт? О чем бы? Ну, вы же сказали, что он не хотел, чтобы его провожали. Почему? Боялся кого-нибудь, может быть, у него деньги вымогали или травили. Да ну что вы! Нет, Алешенька любой конфликт может мирно решить. Мы же его в любви растили. Он, вы знаете, он в годик уже буквы все знал. А в два уже читал и почти все формулы по алгебре знал. Ира Алексеевна. Вот я смотрю, у Алеши везде книжки по математике и вдруг жития святых. А Алеша очень любознательный. Он за что не берется, у него все очень хорошо получается. Хотите, я его поделки покажу? Вы знаете, он мне каждый год на день рождения поделки делает. Мы обязательно посмотрим с вами. Можно я эту книжку возьму на время у вас? Берите, конечно. Спасибо. Извините. А чего вы искаете? До универа только три автобуса ходят. Сейчас мы с водилой переговорим и в отдел. Давай, Ритуль, ты тоже подтягивайся. Давай, пока. Ребята, да их сотни утром до института катаются. Они для меня все на одно лицо. Ну, вы хоть посмотрите, может, узнаете. Ну, может быть, и видел, но я не помню. Вы уж меня извините. Подожди, подожди, друг. Ты представь. Маленький парнишка, голубые джинсы, красная футболка, ветровка серенькая и яркий навороченный рюкзак. Ну, вы даёте. Они так через одного одеваются. Ну, ты посмотри, посмотри, может, узнаешь. Погоди. А сумка-то приметная. Когда говорите, пацанёнок-то пропал? Сегодня утром. Где-то в восемь пятнадцать примерно он к вам сел. Ага. Погоди, погоди. Вспомнил. Он с мужиком вышел. Ровно через остановку. Что за мужик? Булыся такой дядька. Он ему что-то сказал, парнишка улыбнулся. Ну, видать, знакомые. А потом вместе они и вышли. А с чего ты решил, что они знакомые? Может, просто спроси, выходит или нет? Ну, не знаю. Но то, что они вместе вышли, это точно. Ладно, спасибо. Спасибо. Скорее всего, это лысый мужик, такой же пассажир. Но проверить надо. Водила дал описание. Надо бы походить, поспрашивать студентов. Или на остановке подождать этого пассажира. Эх, конечно, у нас маловато кадров. Слушай, а может быть, детектива привлечем, а? Пусть попасет с удочком на остановке. А, Рит. Он тебе телефон-то оставил? Да, оставил. Надо позвонить. А ты что, задумчивая такая? Все о книжке думаешь, да? Сказал же тебе детектив, что парень курсовую сочинял. Вот и выписывал из этой книженцы афоризмы. Ну, может быть. Да, я еще Лиде описание лысого дал, она базу запустила. Надо со старшим сыном Лиственных связаться. Уже пригласил на беседу. Все, ребят, рабочий день закончен, пока. Ну, давай. До завтра. А у Дениса что, с женой налаживается? Это вряд ли. Почему? Эх ты, психолог. Мужики дарят женам цветы только в двух случаях. На восьмое марта? Или когда налево ходят? Восьмое марта не скоро. Что, закрыто? Закрыто. Адшалопутная. Сколько раз я ей говорила, вот опять Катька опаздывает. Здравствуйте. Здравствуйте. Мне нужна справка. Какая справка вам нужна? На Сыромятнической улице стоял дом, потом его снесли. Меня интересуют жильцы, которые были там прописаны. Куда они потом выписались? Девушка, там сто с лишним квартир. Я понимаю, мне нужна двадцать вторая квартира. Ну, это ещё полбеды. Но всё равно дело не быстрое. Знаете что, вы мне оставьте свои телефоны, я как найду, я вам отзвонюсь. Пожалуйста. И договорились. Спасибо. Олег, я тебе хотел сказать, ты меня извини, пожалуйста. Мне надо было тебе сразу сказать. Короче, вообще ничего не нужно было. Тут это не в тебе дело, а во мне. Короче говоря, извини меня. Леночка, ты где? Леночка, ты скоро? Я замёрз. Поздравляю. Извините. Денис! Денис! . . . Звучит музыка. Зараза-то, а! Искусственный интеллект подавляет все творческие порывы. Надо же, и такое бывает. Миш, посмотри, пожалуйста, не могу понять. А что это? Это курсовая, Алёша. Не, мать, ну это же высшая математика. Я не знаю, не смогу. Ты понимаешь, здесь не только формулы, но и логические выводы. А это многое может сказать о человеке. А ты в школе хорошо училась? По-разному. Ну что это такое? Ну ни днем, ни ночью покоя нет, а? Надоели уже. Алё. Да, Олечка, привет. Какая жизнь молодая? А он что, я тебе не позвонил? Оль, ну ты его хоть кормишь? Да нет, ну я имею в виду, он просто забыл, у него, наверное, память отшибла. Ребята из Убойного попросили его помочь. Да нет, ничего страшного там нету, нет. Он просто может задержаться, вот и все. Угу. Да, давай. Пока. Обнимайте, пока. Что ж он делает-то, гад? Хотя бы предупредил. Так, ему надо смс-ку послать, предупредить, что он с Убойными сидит в засаде. Угу, гады. Здравствуйте. Здрасте. Здрасте. Вадим? Да. Михаил Демиров, Рита Высоцкая. Очень приятно. Рит, познакомься, это брат Алёши, Вадим Листрин. Здрасте. Здрасте. Ну что ж, мы на пороге, пойдемте в кабинет поговорим. Да нет, я буквально на полчаса с работы отпросился. Я даже не знаю, с чего начать. Вадим, ну скажите, может быть у него были подростковые проблемы? Первая любовь. Или с однокурсниками конфликт. Да нет, ну что вы. Для девчонок он мал еще, а с однокурсниками он, нет, он не конфликтный парень. Это мы знаем. И все же, он парень особенный, мелкий, может кто задел. Да нет. Своим интеллектом он, кого хочешь, за пояс заткнет. Это скорее всего, что со мной были проблемы у родителей. Двойки-даки, а он нет. Ну, вы знаете, мама ото всех это скрывает. Но я думаю, вы должны это знать. А Леша, он приемный ребенок. Вот это да. Его взяли из детдома. А он знает? Да. Три года назад он случайно нашел документы об усыновлении. Сразу позвонил мне, сказал, что мне все равно, кто мои родители, моя семья и того. Ну вот. Ладно, спасибо за информацию. Пожалуйста. Если что, позвоним. Всего хорошего. Спасибо. Спасибо. Здравия желаю. Здравия желаю. Сидейте, сидейте. Ну что? Ребятушки. Браво, солдатушки. Чем порадуете? Выяснилось, что Алеша приемный сын. Родители, понятное дело, скрывают. Ну и что? Какие версии? Мы думаем, что мальчик решил найти мать. Все-таки 14 лет, это такой возраст сложный. Три года собирал информацию. Да, мы съездили в дом ребенка и узнали адрес матери. Кашевич Валерия Дмитриевна. Город Москва, Южная Бутова. Ну, а что ты тут сидишь? Почему-то не в Южном Бутово. Поезжай, поезжай к ней. Поезжай. Так, а вы, голуби, остаетесь в отделе. Да. Будете население принимать и дела будете готовить к отчету. Да, без возражений. Работаем, работаем. Встали, встали, встали. Побежали, побежали, побежали. Она сейчас переоденется. Подождите секунду. А вы по какому вопросу? Да вы не волнуйтесь, ничего страшного. Мне просто кое-что выяснить надо. Я смотрю, у вас здесь прям галерея. Да, это Лерочкина заслуга. Она детьми с утра до вечера занимается. Вот по всем секциям, какие в районе есть, их таскает. И в бассейн, и танцы, и рисование. Именно все время хватает? Да, Валерия раньше сама серьезно занималась танцами. А потом, когда решила посвятить себя детям, бросила карьеру. Здравствуйте. Занька, тут товарищ к тебе. Он из милиции. Из милиции? А в чем дело? Нам бы наедине поговорить. Я пойду девочек покормлю. Присаживайтесь. Ну, и что это за дело? Я заинтригована. Вы знаете, дело касается вашего сына. Мальчик пропал, и... Валерия, тише. Муж ничего не знает. Я понимаю. Ребенок был усыновлен через сто недель после родов. Его зовут... Послушайте. Я не хочу знать, как его зовут. Поймите. Я молодая была, девчонка совсем родила. Написала отказ, и все. Я даже тогда на него ни разу не взглянула, и теперь не хочу. Ребенок пропал. Вам что, все равно? Господи. Да не рвите мне душу. У меня теперь другая жизнь. Другие дети. Простите, пожалуйста. Занька, таточка кушать не хочет. Может, ей яблочко потереть? Я сейчас приду. Мы уже закончили. Надеюсь, вопросов больше нет? Извините. До свидания. До свидания. Здравствуйте, Рита. Это Вера Алексеевна. Скажите, какие у нас новости? Нет, Вера Алексеевна, пока нет никаких новостей. Но как только что-то будет, я сразу вам сообщу. Вы понимаете, Рита, я просто не знаю, куда себя деть. У меня все из рук валится. Вы извините меня, ради бога, я, наверное, с ума схожу. Здорово. Я вас понимаю, но вы постарайтесь как-то собраться. Это нужно и вашему мужу, и Вадиму. Конечно, звоните в любое время. Да. Хорошо. До свидания. Рита, тебе это надо? Ну, а с кем я еще разговариваю? Мужа беспокоить не хочет, сын старший далеко. Не с детективом же ей говорить. Ну, смотри. Здорово. Здорово. Привет. Нашли мальчишку вашего? Да. Да, примет подходит. Куртка, джинсы, рюк, кзачок. Отлично. Ой. А где? В морге. Там ДТП с наездом. Вот такая у нас работа, Рита. Во. Я не смогу сказать. Пойду отцу его позвоню. Может быть, вы без Веры Алексеевны справитесь? Нет, я сама хочу. Я должна. Вы что, не понимаете? Как хотите. Боже. Вера, 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 подойдите, пожалуйста. Все, давайте. Верочка, это не он, это не Алешка. Это не Алешка. Вы уверены? Сто процентов. Пойдите, наш мальчик. У него просто шок. Предведучие, не спали, сделайте что-нибудь. Пожалуйста, дойдите, ищем, мы ищем. Хорошо, хорошо. Что же вы делаете? Давай, Вадички, подойдите. Вадички. Сергей Григорьевич. Что? Извините, можно секундочку, посмотрите, пожалуйста. Вот. Вот эти вещи были на мальчике. Вы их узнаете? Да, это... Курточка. Вера. Мы ее в Карелии купили. Вера. Рюкзак. Вера. Джинс, это муж из Германии привез. Там, там симпозиум был. Подожди. В Германии. А что, наш мальчик умер, да? Вера Алексеевна, вещи, это еще ничего не значит. Вера Алексеевна, он мог их поменять на еду. Или, я не знаю, продать мог кому-нибудь. Вот, рюкзак его. Ты знаешь, он его очень любит. Он, это его любимый рюкзак. У него наверняка украли. Ну, конечно. Украли. А это что? Что это такое? Это не его майка. Он майки терпеть не может. Это не его белье, понимаешь? Не его. А где футболка? Какая? Алешина красная футболка и желтой полоской. Подождите, подождите. Где футболка? Где футболка? Где футболка? Вера. Красная такая футболка, желтая полоска. Алешина футболка, красная такая. Я тебя просу, Верочка. Вера. Ну, все ясно. Махнулись не глядя, у пацанов-то в легкую. Или раздели пацана до трусов. Хорошо, если живого. Слушай, не гнетай, а. А что тогда футболки нет? Хотя, может, продали. Вещь-то дорогая, фирменная. Его нашли-то. Где этого парня? На дороге около стройки. Видимо, бродяга. В чем бродяга? Ну, ты прочитай медицинское заключение. Кстати, я же звонила в местное отделение милиции, и они сказали, что эта стройка – любимое место уличных ребят. Ого. Тело юноши, 14-15 лет, сильно стрящённо, ногтевые пластины грязные, обломанные, тело в кровотёках, двухнедельной давности, зубы не лечены, дистрофия первой степени, сильный порез, 12 сантиметров. Алло, я же просил меня больше не звонить. Оставь меня в покое. Всё. С кем ты так? Ласков? Да так. Слушай, кстати, а что ты мне за галиматию вчера прислала на телефон? Я домой прихожу, у меня Оля про какую-то засаду спрашивает с убойцами. Ну, а что я потерял, и при том, что сказать первое, что попало в голову. Ну, ладно, поехали пообщаемся с этой трудной молодёжью. Ну, и с чего? Куда теперь? А я знаю, куда теперь. Тут везде одно и то же. Ну, пойдём туда. Ну, пойдём. Ходим-ка. Тихо, стоп. Слышал? Что? Грохнуло вот что-то. Где? По-моему, там. Заходи. Заходи. Ходи! Вон он, он, он! Никас, вон он, давай! Да погоди, я говорю! Пацаны, да стойте! Я вам ничего не сделаю! Мне поговорить с вами надо, блин! Слышь, постой, подожди! Да стойте, господи! Да стойте, говорю! Михас, ты че? Ты че, че случилось? Нога! Вот это? Да, сломал, по-моему. Тебе вот так пошевелить можешь? Ну нет. Ну поздравляю. Блин. Теперь они месяц сюда не сунутся. Че, давай вставай. Давай. Девать! Пошли, давай, герой. Пойдем. Примет, дурако. Ничего, я в приметы не верю. Покажи, покажи. Все нормально. Нужно обрабатывать ровно. Где у вас аптечка? Не суетитесь, я сам. Привет. Привет. Ну как ты? Ничего. Молодец. Здорово, болезненный. Здорово, здорово. Как дела? Да нормально, через пару недель заживет, как на собаке. Жалко только пацана упустил. Не расстраивайся. Я думаю, может это не его одежда. Че, в Москве одна такая футболка что ли? Ну да. Держи. День, ну... Ну извини, че было? Да вы хоть пожрать-то принесли? Че-то принесли. Курицу. Так. Опа. Слушай, а как там, как там наш лысый из автобуса? Гражданин, осторожней. Извини. Лысый никак. Оказалось, он просто время у пацана спросил и все. Держи. Рит, ты че, издеваешься? Почему? Так она с чесноком. Ну и что? Че, просто с чесноком? Ну с чесноком. Так я от него зеленею, чихаю и слезами умываюсь. А я люблю с чесноком. Ниш, извини, я не знала. Ну, спасибо тебе большое. Извини, Михас. Ну, ребят, ну все. Ну вот, возьми. Спасибо. Спасибо. А мы пока решили найти друзей погибшего мальчика. Ну и правильно. Нужно с фоткой походить вокруг этой заброшенной стройки. Там же, по-моему, целый микрорайон рядом, да? Угу. Слушайте, ребят, так за город хочется. На природу. Где травка, солнышко, речка. Угу. Слушайте, а давайте завтра махнем за город, а? Я как-нибудь до машины доковыляю. Я с удовольствием. И я тоже. А желание больного для нас закон. Угу. День. Че? Слушай, а ты не против, если мы Ольку пригласим? Че за дурацкий вопрос? Конечно, не против. Ну, отлично. Миш, давай я тебе бутерброд сделаю. Да, приготовь, пожалуйста, а? Сейчас что-нибудь придумаю. Скажите, пожалуйста, вы вот этого парня здесь не видели? Нет, нет, не видела. Нет. Может быть, он на площадке играл или просто гулял здесь? Нет, молодой человек. Первый раз вижу вообще. Правда, извините. Угу. Спасибо. Похоже, не местный он. Все, не могу больше. Ноги отваливаются. Сколько у нас сегодня дворов-то больше? Много. Давай для очистки совести еще два дома, и все, я сдаюсь. Девчонки, извините, пожалуйста. Не видели здесь вот этого мальчишку? О, Васька. Да, прыгался. В том подъезде их квартира. На третьем этаже номер 17. Спасибо. Только звоните подольше, могут не услышать. Хорошо. Пошли, проверим. Алло. Алло, гараж. Подъем. Я же говорил, бесполезно. Теперь до утра храпеть будет. Че, че, тебе покушать нет? Зайчик нету. Алло, Лида. Мне нужен телефон социальной службы. Кого-нибудь, кто детьми занимается. Южный округ. Давай. А когда ты последний раз кушала? Мы три дня тому назад ели. У нас осенью мама умерла. А Васька под машину попал. А этот все пьет, не просыхает. Алло. Здравствуйте. Капитан Демиров беспокоит. У вас в районе проблемная семья. Да мне плевать, что у вас перерыв обеденный. Чтоб сейчас же задницу свою оторвала со стула и здесь была. Какой у вас адрес? Академия. Академия. Капитан. Академия. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Где ты ее взял? Я ее не воровал Нам с Вашкой пацан один отдал Какой пацан? Да мы на вокзале крянчили Нам подошел, куртку отдал, джернице отдал Все что было Васька все себе забрал Вот эту вот футболку мне отдал Я говорю, красная она, девчачья Оп! А? Ну-ка, лови! Давай! Ох, кто поймал мяч? Кто? Молодец! Слушай, Вовка А этот парень с вами О чем говорил? Рассказывал что-нибудь? Да я не служил особо, с ним Васька толковал Васька с ним одежды поменялся Говорю, псих какой-то Хотел нас с собой забрать Куда? Да я не знаю Говорю, там где ездают И работа несложная Ну-ка, говори Опа! Кто поймал мяч? Дядь Денис, а можно в мячик поиграть? Иди играй Да, смотри, оказывается День назад наш Алеша был жив, здоров Никто его не пугал Ни от кого он не бегал Бегал подался наш золотой мальчик Куда ему бегать-то? От чего? Наверное, я еще раз попробую Позвонить Вере Алексеевне Вот и правильно Может, что получится Ну, позвони Только я думаю, что это ничего не даст Слушай, Денис Может, мы еще какие-то детские дома проверим, а? Может, повезет? Слушайте, что все работе Хватит, давайте ешьте Давайте, давайте, давайте Курицу любишь? Да Так Повезло тебе, Михас А я без чесноку опять А вот это с чесноком Я помню, что ты любишь Это что, мне, что ли? Да, тебе Спасибо Рита Ритечка, я ревну и Маргаритечка Ой Ешь, ешь, бери Бери, вон огурцы Привет, бери Кушай, кушай, кушай давай Налегай Слушай, Оль Да Может, возьмем этих гавриков К себе до понедельника? В зоопарках сводим на карусели Конечно, давай Мы просто собирались Идеть не вдвоем провести Но Поступай, как ты считаешь нужно Ну что, дети В гости ко мне поедем? Ура Зацепить Мы поедем Дядю Денису Подожди ты, господи Ты откуда такие слова-то знаешь? Иди сюда Я бы, ну, вот такие словечки знаю Меня тут пацан все расспрашивал И даже блокнот записал Какой пацан? Чего записал? Тот пацан, который с Васькой одеждой поменялся Расспрашивал нас Как мы говорим Как мы едим Как мы ходим А потом Морду грязью вымазал И потопал Морду грязью вымазал? Такое впечатление, что он намеренно под бродягу косил Надо все сиротские приюты в городе проверить Может он где-нибудь там загорает? Нет, 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 Рита Этого не может быть Алеша всегда была дома очень хорошо Он никогда ни в чем не знал отказа Сергей ни разу на него руки не поднял Я никогда плохого слова не сказала Ну не мог он уйти, не мог Вера Алексеевна, вы так не волнуйтесь Это всего лишь наша версия Понимаете предположения? А этот мальчик Он видел имена Алешу? Да, без сомнения И Вова сказал, что Алеша сам предложил поменяться вещами Да Да, Алешка Он очень добрый Вы знаете, он в детстве Всеми игрушками всегда делился А его футболка Красная, где Анна? А, так я ее постирала Принесу вам завтра Принесите, Рита Пожалуйста, принесите Я, я этому мальчику все новые вещи куплю А этот мальчик Вова, да? Вова Он что, говорит, Алеша здоров? Вы знаете, у него иногда на солнце, когда долго У него краснеют очень сильно щеки И нужно кремом обязательно смазывать Да, он здоров Вот я хотела вам вернуть книжку, которую брала Спасибо Да не нужна мне книжка, Рита Не нужна, вы не понимаете? Мне нужен мой сын Так что вы хотите Вот эту книгу брал ваш студент Алексей Листвин Мне интересно, что он еще читает Секундочку Квантовая физика Задачник по высшей математике Лекции по вычислительной математике Но здесь нет жития святых А у кого на руках? Может быть, эта книга? Сейчас посмотрю Эту книгу брал Владислав Зимин Ага, а где мне его найти? Он аспирант на философском факультете Спасибо 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 Извините, пожалуйста А вы не подскажете, как мне найти Владислава Зимина? А, Владислав Романович? А вон он с книжкой стоит Спасибо Спасибо Здравствуйте 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 А вы и Владислав Зимин? Да Я из милиции Вы знакомы с Алешей Листвиным? С Алешей, конечно А что-то случилось? Случилось, он пропал Ушел в институт и не вернулся А у него мы нашли вашу книгу А, да Он как-то брал у меня почитать На лекции увидел, заинтересовался Алеша посещает мои лекции по богословию По богословию? Да А мне известно, что кроме математики он больше ничем не интересуется Так и было Просто Алеша готовил курсовую по теоремам Курта Геделя Это такой гений математики был Друг Эйнштейна Да, да, да Который описал модель вращающейся вселенной Где удаленное будущее совпадает с удаленным прошлым Вы не удивляйтесь Я прочитал Алешину курсовую Да, Алеша очень вдумчиво готовил курсовую Он прочитал труды Геделя по математике и по логике Но больше всего его вдохновили религиозно-философские мысли Геделя Вы знаете, мне все это очень сложно Хотя там очень мало цифр Ну, если в общих словах, то Гедель доказал наличие высшего разума, управляющего миром И логически объяснил существование загробного мира То есть Гедель доказал математически, что Бог есть? Ну, фактически, да А вот Алеше, кстати, эта тема очень понравилась И вообще он очень разносторонний ребенок Светлый такой и в то же время печальный немного А он не рассказывал вам? Может, боялся чего-то? Да нет, не припомню Мы все больше о религии беседы ведем, о вере Спорим иногда Он ведь математик, логически пытается мыслить, а Вера, она логике не подлежит Ну, а про свою семью, друзей и близких рассказывал? Да, про маму про свою рассказывал Что он очень любит ее Почитает Да вообще очень добрый мальчик, внимательный А вы сказали печальный, почему? Да, трудно сказать Вот смотришь на него, вроде улыбается, а в глазах тоска А вам не показалось, что у него проблемы со сверстниками в отношениях? Я его как-то спросил об этом, но он сказал, что это все временно Вот подросту пройдет Понятно Спасибо вам, Владислав Жаль, что не смог помочь До свидания Всего доброго Ну, задачки ты задаешь, подруга Держи Все сиротские приюты Это по курскому направлению А вот это вот по киевскому Слушай, а при храмах приюты есть? Есть два, здесь в конце А Лизочка, спасибо огромное Спасибо Пожалуйста Спасибо Лиза, с меня хороший чай Конфетами Хорошо Ты что же делаешь-то, Алексей? Родители дома с ума сходят? Мать чуть не при смерти, а ты тут метелкой машешь Почему с ума сходят? Я же маме записку написал Все объяснил Не получала она никакой записки А она детектива частного наняла Милиция на ушах все Здрасте Что происходит? Мы из милиции Мы вот за парнем приехали Это наш мальчик В чем дело? Алеш Мне кажется, тебе нужно самому все рассказать Отец Роман Я вас обманул Я не сирота и не беспризорный Вы извините нас Я очень хочу стать священником А мама Мама хочет, чтобы я учился в институте Вот ты математический гений Самое главное, что он жив и здоров И родители его очень любят Просто им нужно всем собраться И хорошенько поговорить Алеша сейчас вернется Он за вещами побежал Кто бы мог подумать Он пришел такой оборванный, грязный Просил окрестить его Но он же не со зла вас обманул Он знал, что его из дома не отпустят Бывает Красавец До свидания Ну прощай, Алеша Мы всегда тебя рады Приезжай с мамой, с папой Ладно, Леха, давай падай в машину Поехали Отец Роман Мне нужна ваша помощь Алеша Господи, слава богу Слава богу Живой, слава богу Живой Нет Живой Врачок Ой, какой худенький, слава Что это на тебе Ты здоров? Да, здоров Ты не простудился? Нет, мам Ничего не болит у тебя? Нет, мам, все хорошо Ну почему ты ничего не рассказывал? Ну поступай ты куда хочешь Учись ты где хочешь Но главное, чтобы с тобой все было хорошо, понимаешь? Мам, так я думал, ты будешь против Вы же с папой совсем о другом мечтали Лешка, ты пойми, мы с мамой хотим одного Чтобы ты был счастлив Вот и все Конечно Спасибо вам Денис, привет Привет Я ухожу Поеду к маме Так будет лучше Для тебя Да и для меня тоже Валь, прости, я пыталась Да, я знаю Я пойду У меня машина, такси внизу ждет Я провожу Нет, не надо Ты это, присмотрись к Рити Мне кажется, она к тебе неравнодушна Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Ну что, пойдем? Ну вот я и говорю Он сделал ремонт Ну я же ходил в Жеку Ну я знаю, что ты ходил Но это нужно всем вместе собраться Нужно всем подписи Это не у этого недостаточно Он перепутал Здравствуйте Здравствуйте Извини Помните, я... Да-да-да, я помню Я ведь только-только собиралась вам звонить Нашла я жильцов 22-й квартиры Правда? Прописана там была Голубева Татьяна Леонидовна Одна У нее была дочь Нет, в учетной карточке только ее имя Как въехала одна, так и жила А куда выписалась? А никуда Умерла она Какой ты молодец Какой ты молодец Какой ты? Какой ты? Мы это не узнаем Мы это не узнаем Угу 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 Ну я не знаю Я не знаю вообще Когда это все успеть сделать Ну когда? Илюша, хоть ему, господи, боже мой Дверь осторожна Сейчас, сейчас Да Дорогу Илья, господи, боже мой Илья, сейчас Сейчас, подожди немножечко Сейчас Сейчас. Девушка, куда вы? Стоп, сюда нельзя. Пустите меня, пожалуйста. Вы же к нам сошли. Я вас очень прошу. Это мой муж, вы понимаете? Пустите меня. Я сейчас охрану вызову. Отойдите. Подождите здесь. Вам выйдут и все расскажут. Атропин. Фибрилляция. Фибрилляция. Доктор, скажите, что с ним? Надюша, дай журнал. Скажите, пожалуйста, что с моим мужем? Вы знаете, он. Он умер. А что с ней? Она вся в крови. Кровь не ее. Здесь сотряса пара царапин. Еще повезло, что удар с пассажирской стороны пришелся. Машина в смятку. Ладно, я пойду. А ее надо на рентген отвезти. Мало ли что, похоже, у нее шок. Девушка. Девушка. Как фамилия вашего мужа была? Яковлев. Илья. Отчество. Геннадьевич. Присядьте. Вам сейчас займутся. Геннадьевич. Вот это вещь. В микроволновку кину быстро, вкусно и надёжно. Ну, давай, мне ещё порошок надо стиральный. Около кассы. Только подороже бери. Да ладно. Миша, я тебе не разрешаю бегать. Ты слышишь, что я скажу? Ой, извините. Привет. Привет, Полина. Сколько лет прошло? Лет пять, наверное, да? Семь. Семь. Как поживаешь, Миша? Хорошо, ты знаешь, хорошо. Я вижу, у тебя тоже всё хорошо. Здорово, братец. Здорово. А я в школу иду, у меня уже и ранее с тетрадки купили. Болтушка ты моя. Ну, ладно. Хорошо выглядишь. Как всегда. Спасибо. А жених сломали, она хорошая. Миша, ты что говоришь, что за язык такой, а? Ужас. Ну, ладно, Миша, рада была тебя повидать. Я тоже рад был тебя повидать. Нам пора. Давай, иди вперёд. Старая знакома? Эх, денька, какая же нас любовь была. Месяц безумия, потом сухое прощание, без объяснения причин. Семь лет прошло. Пацан у неё симпатичный. Как зовут? Мишка. Честь тебя, что ли, назвал? Ты что? Семь лет, первый класс. Мишка. Да совпадение, успокойся. Денька, подожди. Мы три года ждали донорского сердца. И вот удача такая. Мама. Человек погиб, она про удачу. Да нет, всё так, но только я никак не могу с этим смириться. Сынок, я не то хотела сказать. Вы не поймите нас неправильно. Просто сердце погибшего мужчины идеально подошло сыну. Знаете, меня многие отговаривали. Дескать, нечего тебе узнавать, но от кого у меня сердце. Только я так не могу. В больнице нам дали адрес Яковлевых. Мама попыталась связаться с Ариной. Ну, вдовой Ильи. Но её нигде нет. Артём уже два месяца назад сделали операцию. Много времени прошло уже. Может, уехала куда? К родственникам? А как узнать? Да узнать-то несложно. Зачем вам её видеть-то? Я не знаю, как вам объяснить. Только тревожно мне за неё. Арина совсем не чужой человек. Я её даже не видел. Но ведь у неё муж погиб. Может, ей помощь нужна. Вы меня понимаете? Да, я вас понимаю. Вы не переживайте. Мы обязательно сообщим родственника Марины. Если вы что-то узнаете, пожалуйста, позвоните мне. В любое время. Хорошо. Можно я вам тоже буду звонить? Пожалуйста, звоните. Спасибо вам. До свидания. До свидания. Про зов крови-то я слышал. Про зов в сердце, да особенно чужого. Что-то новенькое. Хотя я уже ничему не удивляюсь. Ну что, с чего мы будем начинать? Надо родственников искать. Да. Мы подняли документы по аварии. Яковлева, Илья и Арина. После аварии скорая доставила их обоих в больницу. Но женщины в больнице не осталось. Даже первичную обработку не делали. Как-то не осталось. А куда же она делась? Да, с ней ничего страшного не произошло. В суматохе они забыли, а потом опомнились. А она пропала. Пропала. А может, она пошла после аварии домой. По дороге стало плохо. Ее могла скорая подобрать. Сейчас лежит в какой-нибудь больнице в травме. А этот парень, которому сердце мужа пересадили, нервничает. Вы другие больницы проверяли? Да, товарищ полковник. Алины Яковлевой ни в одной больнице нет. Вообще-то, все горе по-разному переживают. Могла поехать к кому-нибудь из близких. Горем поделиться. В родственникам. Звонили? Да нет у нее никого. Родители умерли два года тому назад один за другим. В общем, вот распечатка по базе. Здесь данные паспорта и адрес прописки. Москва, Литовский бульвар. Я туда съезжу. Проверю, с соседями поговорю. Может, и делать нет никакого. Да, правильно, Денис. Поезжай, проверь. А то мы тут сидим, гадаем. Ну, ладно, что у нас дальше? Опа. Здорово. Привет, Денис. А что это ты меня снимаешь? Я тебе не нравлюсь больше? Подержи, Денис. Что, что, Дэн? Ой, ёпки. Что, больно? Уйди, а? Покешь. Ай, это он. Покешь. Вон. Ой, ёлки. Это, сейчас, я, это, я сейчас йод принесу, погодь. Что случилось? Да ничего страшного. Денис, ну-ка, Денис, ну-ка, покажи руку, покажи руку. Это что было? Ничего. Миш, ну что с ним? С ним? Ничего. Добрый день. Здравствуйте. Я из милиции. Скажите, пожалуйста, вы соседку вашу, Арину Яковлеву, давно не видели? Ну, давно, с тех пор, как эта трагедия случилась, так и не видел. Говорят, даже на похороны не пошла. Но подробности я не знаю, так, наши бабки судачат. А квартира так с похорон закрытой и стоит? Ну, почему? Геннадий Романович, отец Илюшин ходит, раз в неделю, цветы поливается. Геннадий Романович? Такой парень был. Вот видишь жизнь, тут как помереть не знаешь, а молодые погибают. Да. Вы передайте, пожалуйста, Геннадию Романовичу, как появится, вот эту визитку. Пусть позвонит по очень важному вопросу. Хорошо? Ну, передаем, а чего же не передать? Спасибо. До свидания. До свидания. Неужели всех будете обходить? Всех. Девушка, морочите вы мне голову. Сказали бы сразу, что вам нужно всех найти. Она жила в первом подъезде. Зачем вам еще второй? Да, но там никто не помнит Татьяну Леонидовну. Я подумала, может быть, мне со вторым подъездом больше повезет. Вы извините, пожалуйста. Да ладно, что я не понимаю, что ли? Работа у вас такая. Спасибо. До свидания. Всего доброго. Столько людей обошла, но увы. Дом-то большой был, но многие умерли. Может быть, все-таки вы помните, Татьяна Леонидовна? Я. Жила в первом подъезде. Двадцать вторая квартира. Помню, как не помню. Мы же с ней были почти ровесницы. Как она поживает? В том-то и дело, что я не знаю, как. Я ищу ее. Возможно, у нее была дочь. Дочь? Лет двадцати. Нет, дочь, что-то я не припомню. И вообще с Татьяной мы были просто соседи. Здрасте, до свидания. А уж когда моего внука из школы выгнали, так мы вообще перестали общаться. Почему? Ну, как иначе. Представляете, вызвали нас на пиццовет. Я ничего не скажу. Мой Олежка шалон. Ну, чтобы из-за разбитого окна ребенка из школы исключить, ну, это ж нельзя. Устроили судилище. Татьяна, конечно, могла бы и заступиться. Все-таки соседи. Так она была учительницей? Да, конечно. А вы что, не знали? Она была учительницей? Нет. Привет, подруга. Привет. Ты где-то по ночам гуляешь? Я уже начал волноваться. Да так. Тебе Лида просила передать свидетельство. Это по какому-то делу? Ну, да. У меня есть одно подозрение. Нужно проверить. Ритуль, а у нас есть календарик? Вот. Спасибо. Помощь моя нужна? Нет, это личного характера. Ой, извини. А это что за адреса? А это тоже, Миша, личного характера. Извини. Девять, девять, девять. Может быть. Насколько нам известно, они вместе ехали в этой машине. И Арина тоже пострадала при аварии. Пострадала. Она же за рулем была. Из-за нее мой сын погиб. Но в них фура въехала. Тут не важно, кто был за рулем. Важно. Я не любил, когда она водила. Она же такая упрямая. Если бы управлял Илья, он бы избежал столкновения. Увернулся бы. Никогда ей не прощу. И вообще, мне абсолютно все равно, что с ней. Геннадий Романович, я понимаю вашу волю, но есть люди, которые волнуются из-за Арины. Вы помогите нам, пожалуйста. Возможно, вы знаете каких-то ее друзей, знакомых. Нет. Все друзья, они были на похоронах. Никто даже не спросил о ней. Она очень странный человек. Замкнутая. Какая-то закрытая. Мы с женой всегда были против этого брака. Почему? Институт бросила. Не работала. Ни стремления, ни увлечений. Так. Сидела на шее, как паразит. Даже детей родить ему не могла. Геннадий Романович, скажите, за время вашего отсутствия, вы не замечали, она была дома? Документы, вещи ее на месте. Если вам это интересно, поищите сами. У меня через 10 минут перерыв. Могу вас отвезти туда. Спасибо. Да, конечно. Я этот бонсай посадил, когда Илюша родился. Странная эта штука жизни. Его нет, а он еще лет 20 будет расти. Геннадий Романович, вот это записи Ильи? Нет, это почерк Арины. Илья на компьютере работал, не любил с бумагами возиться. А что это за люди? Тарас, Хвалько, Ракитины? Впервые вижу. Тут справка из больницы. Написано, что Арина лечилась в клинике неврозов. Это что за история? Не знаю. Вот и вы ее ищите, а она сейчас, скорее всего, где-нибудь нервишки лечит. Вы не против, если мы это с собой возьмем? Возьмите. Держи. Ну да, понятно. Я понял, да, спасибо. Спасибо, извините. Эти тоже ничего не знаю. И у меня тоже мимо. Не приезжала, не звонила. Вообще, что это за друзья такие? Хотя бы кто-нибудь о ней побеспокоился. Кстати, телефона Хвалько Ракитины в записных книжках нет. И вообще это похоже на какой-то список гостей. Прорвемся, Михас. Я их всех уже Лидке скинул, она адреса и телефоны пробивает. Я узнала адрес клиники, где лечилась Арина. Туда можно съездить. Вы дозвонились кому-нибудь? Ну да, никто ничего не знает. Ну, понятно. Ладно, Михас, поехали в клинику. День, День, слушай, мне психов и так жизни хватает. Вот с Ритой поезжай, это как раз по ее части. Миш, это не психбольница. Это клиника по лечению нервных расстройств. Нервных, понимаешь? Ритут, ну мне все равно. Я лучше к Лидочке пойду. Может, она уже нашла этих Ракитиных Хвалько. Короче, Рит, это... Ты извини, я на тебя в коридоре наорал. Я не хотел. Ну, правда, прости. Поехали все. Здравствуйте, ваш пропуск. Это не пойдет. Нужен пропуск с подписью главного врача. Так не пропущу. Дорогой, так мы как раз к главному врачу и едем. Но если вы договорились, то на вас должен был быть выписан пропуск. А вашей машины, видите, здесь нет. Ну так позвони главному врачу. Что мне делать? ОМОН вызывать? Семенович. Умник. Может подумать, это стратегический объект. Ну, это частная клиника. Здесь лечатся знаменитости, наверное, какие-нибудь. Поэтому охрана такая строгая. Знаменитости. Да, Михас. Так. Хорошо, давай. Давай, удачи. Мишка не дозвонился до Ракитиных. Сам к ним поехал. Ну, дай бог, чтобы Арина нашлась, чтобы все было нормально. Рита, не переживай ты так. Она пропала два месяца назад. Все плохое с ней уже случилось. Найдем мы сегодня или через неделю, в общем, уже не важно. Как так можно говорить? Неважно, через неделю найдем или нет. Это же не вещь, это же живой человек. Она лишилась всех своих близких. Ты вообще, ты себе представляешь, что это такое? Вот что же ты надо мной издеваешься все время? Я обещаю, я больше твои сигареты прятать не буду, папочка! Ну, пожалуйста, скажи хоть что-нибудь! Да я могу родить в любую минуту! Ты чего хочешь добиться, папа? Открой дверь быстро! Папа! Папа, ты меня слышишь? Сюда проходите, пожалуйста, откройте дверь! Он там за дверью, я целый час стучу, он не открывает, мой мам. Сейчас, без паники, без паники, пожалуйста, без паники. Папа! Папа, просыпай! Папа, ты живой? Ну что это такое, папа, я тебе кричу, ты что, меня не слышишь? Или ты издеваешься надо мной? Ты сколько так будешь делать? Сейчас, подождите, пожалуйста. Да, да, конечно. Всю жизнь, вот так вот, как маленький, иди, ложись быстро на кровать. Я сейчас к тебе приду. Весело тут у вас. Один я мужик в семье. Угу. Спасибо вам огромное. С этим папой всю жизнь, как с младенцем. Спасибо. Спасибо. Вы знаете, нет, 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 нет. Я совершенно из другой организации, я из милиции. А что случилось? Ничего не случилось, я разыскиваю Арину Яковлеву. Вы когда последний раз ее видели? Может, она приходила, может, звонила? Арину? Угу. Ввиду, у меня нет ни одной знакомой с таким именем. Подождите, вы же семья Ракитиных, так? Да. Семья Ракитиных? Петр Николаевич, Люба, Серафима Павловна. Люба. Люба. Люба, это я. Вы? Ракитина, да. Но в семье никогда не было никакого Петра Николаевича, никакой Серафимы Павловны. Значит, Тараса Хвалькова тоже не знаете? Первый раз слышу. А что это у вас за список? Сам бы хотел узнать. Ладно, брат, давай. Мамку береги, дедушку тоже береги. Ты же мужик. Да. Вам огромное спасибо. Просто я поражена, что в милиции у нас такие мужчины замечательные. Это какое-то чудо. Вам всего доброго, удачи, поскорее всех найти. Что ты стоишь, иди быстро дверь закрой. Мы знаем, что Арина лечилась у вас. Нам нужна любая информация. Чем она болела, как вы ее лечили, с кем общалась. В общем, все, что могло бы о ней рассказать. А для чего вам нужна эта информация? Понимаете, два месяца назад Арина с своим супругом попали в автокатастрофу. Муж погиб. А Арина исчезла из приемного отделения больницы. Кстати, она у вас не появлялась за это время? Нет, к моему большому сожалению, нет. Уверен, мы помогли ей. В прошлый раз мы справились достаточно быстро. А что с ней случилось? У нее был типичный МДС. Что у нее было? Маниакально-депрессивный синдром. Апатия, хондра. Назовите как угодно. Все в черном свете, недовольство собой, окружающим миром. Но мы быстро с этим справились. Она что, принимала транквилизатор? Или психотропные вещества? Нет. Нет, ни в коем случае. У нас же не психиатрическая лечебница. У нас совершенно другие методики. Люди приходят к нам выговориться, отдохнуть, подлечить нервы. Вот, собственно, и все. Понятно. А вы с мужем ее общались? У них какие были отношения? Да, разумеется. Общение с родственниками входит в нашу программу. Надо же как-то понять причину болезни. А она зачастую кроется именно в семейных отношениях. Что сказать? Нормальная семья. Нормальное, полное взаимопонимание. Супруг звонил Арине каждый день. Был очень доволен результатами лечения. Так что... А расскажите, пожалуйста, про Арину. Каким она была человеком? Милая. Очень общительная. С ней довольно приятно было работать. Причиной болезни была ясна почти сразу. Дело в том, что ей просто не хватало общения. Насколько я знаю, ее муж был очень занятым человеком. Минуточку. Вот вы говорите, у нее была депрессия. Но, по-моему, люди в таком состоянии не очень хотят общаться, разве нет? Почему нет? Не всегда. Не всегда. Кто-то замыкается, а кто-то готов первому встречному рассказать свою беду. Только этого первого встречного иногда не оказывается рядом. А вот здесь мы и нужны. И долго она у вас пробыла? Да, достаточно. Достаточно. Даже уезжать не хотел. Уезжать не хотел? Ну, это нормально. Люди быстро привыкают к постоянному вниманию. Да и дружба у нас здесь завела. Было с кем поговорить по душам. Вот. Вот с этим людьми нам надо пообщаться. Не знаю. Ну, вы понимаете, я просто не имею права давать информацию о пациентах. Тем более, что ее подруга актриса, личность достаточно известная, так что... Алексей Викторович, вы же понимаете, мы не из праздного любопытства интересуемся. Алексей Викторович. Да, конечно. КОНЕЦ 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 СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Я вчера вечером звонила в театр. Мне сказали, что подруга Арины уехала на гастроли. Будет через несколько дней. Ты меня слушаешь? Да, да, да. Вы нашли какую-то актрису-подружку, цветы поклонники. Что потерял? Да вещица в одну. Валяла здесь, я точно помню. Все, сдаюсь. Отдал кому-нибудь, точно. Точно отдал. Ты можешь объяснить, что ты ищешь? Часы. Часы. Женские, с камешками вокруг. На ремешке кожаным, коричневым. Вот эти? Да, 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 да. Смотри, что ты моя замечательная смесь. Объясни, что происходит? Все очень хорошо. Очень-очень хорошо. Ридочка, значит, смотри. На случай не успевай, прикрой меня, ладно? Все, пока. Я все понимаю. Я все понимаю, но сделать ничего не могу. Это уже не в первый раз. Киш, ты что, не могла мне раньше позвонить? Подожди. Привет. Сейчас попробую что-нибудь придумать. Полин, ты извини, я вся квартира, просто ремонт делал. Вот, и вот, часы, которые ты забыла, я хотел тебе вернуть. Это не мои. Как не твои? Я же тебе их дарю. А вот, вот эти мои. Смешно. Смешно. Привет. Здарова, тезка. Здарова. А мне мама подарила новые шашки, а играть со мной не хочет. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. А ты знаешь, что я чемпион мира по шашкам? И я буду с тобой играть. Послушай, Миша, да мне же тебя, наверное, сам Бог послал. Меня сейчас на работу срочно вызвали, а няню выдернуть я уже не успею. Может быть, ты бы посидел с ним до вечера? Да без проблем. Ну что, Герой, пойдем гулять? Пойдем. Пойдем. А мороженое? Так, никакого тебе мороженого. Ты с ним построже, а то он на шею сядет. А я как освобожусь, позвоню. Спасибо тебе. Все. Пойдем гулять. Пойдем гулять. Гулять. Я не знаю, я не понимаю, кто эти люди. Еще зашла по дороге в театр, подумала, может быть, Арина заходила на работу к подруге, показала фотографию, но никто ее не видел. В общем, нужно ждать возвращения Людмилы, больше вариантов нет. Жаль. А может, у нас эта Людмила и уехала куда-нибудь? Ну, пока она не вернется, мы этого не узнаем. А что со списком-то? Да ничего. Полная засада со списком. Нету таких семей ни в Москве, ни в России, вообще нигде. Чтобы все имена полностью совпадали, такого нет. Я все проверю. Ясно. Проходи. Здрасте. Здрасте. Давай, давай, не стесняйся. Я Миша, а вы кто? Я один, я Денис, очень приятно. А это Рита. Здрасте. Здрасте. Ну вот, братец, это мои друзья. Иди за мой стол, проходи. А у тебя в компьютере игрушки есть? Ну, должны быть. Ты пощелкай, поищи там. Это как понимать. День, можете на секунду? Слушай, Мишка, пусти здесь, не помешает. Полька попросила. А, фу. Да пускай, конечно, я не против. Братец. Похоже, это мой сын. Лех, у тебя фломастеры есть? Фломастеров нет. А зачем тебе? Да я хочу, а что так Гавриле отправить? Я раскрасил это. Ну, вам вообще дай нифига делать. Ну, ты знаешь что, зайди к девчонкам. В бухгалтерию. Спасибо. Спасибо тебе. Здравствуйте. Здравствуйте. А вы не подскажете, где кабинет Демирова Дениса Романовича? А вам кто пропуск выписал? Денис Романович. А, Денис, вторая дверь, направо. Ой, здрасте. Здравствуйте. Ну, вот, а я только вернулась с гастролей, и позвонили из театра, и сказали, что приходили из милиции. Вот, я пришла, но я, ну, а куда могла деться Арина? Так мы думали, вы нам расскажете. Нет, что вы, я, я не знаю, я видела их последний раз, 5 июня у себя на премьере. 5 июня они как раз разбились. Боже, какой ужас. Правда? Ой, какой ужас. Так вы говорите, они поссорились. Ужасно, ужасно. В общем, я хотела позвать Аришу, ну, и с Ильей, естественно, на банкет после премьеры. Ну, представляете, как Арише было интересно попасть за кулисы. Она сказала, что очень хочет пойти. А Алия сказала, что ему надо выспаться, и что он никуда не пойдет. И у них началась страшная ссора вокруг столько народа. Это прямо в фойе. И Ариша стала страшно его оскорблять. Я стала успокаивать и говорить, что, ну, понимаешь, у девочки творческий кризис. У нее такой страшный творческий кризис, она же не может закончить свой роман. А она писала роман? Конечно. А вы что, не знаете? Мы же на почве этого романа и познакомились. Вы знаете, у меня был такой страшный нервный срыв. Я очень много работала в прошлом году. И мне пришлось лечь в нервную клинику. И вот в клинике мы с ней познакомились. Вы знаете, мы так с ней веселились. Я ее учила, как надо обманывать врачей. Она схватывалась буквально на литую... Подождите, извините, а то есть вы хотите сказать, что у нее не было депрессии? Да ну что вы, какая депрессия? Я же вам говорю, она легла в клинику, чтобы собирать информацию для романа. Но ей надо было поглубже узнать психологию своего этого Тараса, у которого депрессия. Ну, в общем, понимаете... Стоп. Как вы сказали? Глубокая депрессия. Тарас? Тарас. Минуточку. А фамилия его не Хвалько? Ну, конечно. А, вы, наверное, читали роман, да? Минуточку. Смотрите сюда. Вот эти фамилии вам ни о чем не говорят? Ну, это же персонажи Аришиного романа. Она все время забывала отчество, поэтому везде себе шпаргалки заставила. Это персонажи романа? Ну, конечно. А вот Серафима Павловна, это моя тетя из Одессы. Вы не представляете, какая она смешная. Я не могла, я не удержалась, Ариша про нее рассказала. Ариша, я взяла свой роман, это такая прелесть. Вы не представляете, как она смешно ходит. Она как утка. Давайте ваш вопрос. Ну, сейчас мы посмотрим, что ты за игрок. Ты проиграешь. Не придумали еще такой игры, в которую я могу проиграть. Спорим, проиграешь. Спорим. А на что? Ну, на конфету. У меня где-то конфеты были. На конфеты играют только дети, а мы же мужики. А на что ж тогда мужики играют? На деньги. Молодец. Моя порода. Окей, парень. Значит, играю на деньги. Значит, если мы играем по-взрослому, значит, ты у нас правила взрослая. Дотронулся? Ходишь. Больше трех минут? Не думаешь. Окей? Идет. Выбирай. Ты первый ходишь. В принципе, все сходится. Машину нашли около театра и по времени подходит. Ну, что нам отдают? Посмотри, Людмила сказала, что Арина с мужем поссорились. Так. Через пять минут в них врезается фура. Ну. А еще через полчаса она узнает, что муж погиб. Ты имеешь в виду аффект? Ну, и что женщина может сделать в таком состоянии? Ну, как? На глазах погибает близкий человек. Муж. Так. Возможно, она себя винит в этом. Ну, и пошла, куда глаза глядят. Куда глаза глядят. Да. У нас был такой случай. Мужика с работы уволили. Он вышел из офиса и пропал. Нашли его через полгода на Киевском вокзале. Мы говорим, как так? А он говорит, вот пошел, куда глаза глядят. Потом ей захотел, руку протянул. И так, пошло, поехало. В итоге, бродяжничал полгода. Значит, нужно на вокзалах искать. Что ты делаешь сегодня вечером? В смысле? В смысле, что ты делаешь сегодня вечером? Ничего. Это очень хорошо. Ну что? Мишка, сколько тебе денежек? Раз, два, три. Куплю маме воздушные шарики. Знаешь, как она их любит? Знаю, знаю. Мишка. А вы одни живете? Одни. Мой папа погиб при исполнении. А что такое следователь? Следователь? Это... Это большой начальник милиции. Дай мамочку. Спи. Давай. Поворачивайся на бочок. Давай. Давай. Он мой. Точно мой. Полинка от меня ушла. Перед Новым годом. Он родился в августе. Я узнавал. Он такой же азартный, как я. Ну, почему она мне не сказала-то? Ну, значит, не хотела. Или не могла. Миш, ты не влюбляйся в него. Так потом больно будет. Тихо, 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 тихо. Что? Спи. Поль, Поль, Поль. Мне нужно поговорить. Меня такси внизу ждет. Я тебя завтра послажу. Хорошо. Здрасте. Здрасте. Мишенька, сынок. Просыпайся. Просыпайся, малыш. Ну, пошли домой. Давай я тебе помогу. Давай, давай, давай. Да ладно, своя ноша не тянет. Миш, спасибо тебе, ты меня очень выручил. До свидания. Так, давай. На, возьми. Сейчас. Пока, герой. А ты куда? А мы с Денисом решили проехаться по вокзалам вместе с автобусом волонтеров. Пообщаемся с людьми, покажем фотографию Арины. Ну, тогда с вами. Сейчас, подожди. Вот так. Ага. Так. Давай дальше. Да. Спасибо, передавай. Да. Давай следующую. Угу. Угу. Нога болит? Угу. И сядь в автобус посиди. Нам всю ночь еще работать. Ничего страшного, до свадьбы заживет. Нам еще на Калачевку ехать. Пожалуйста. Угу. Красавица, а мне двойную порцию надо. Дедуль, плохо не станет? Сын-то то ж не мне, а Снегурки моей. А Снегурка где? Болит, что ли? Ой, Снегурка моя совсем плохая. Она немая, людей боится. И кашку рэденькую, рэденькую исть. Дед, ну-ка посмотри. Не вот эта вот Снегурка твоя? Слушай, я слепый стал, аначе не она. Знаешь что, давай мы с тобой вместе пойдем, вот, и посмотришь на нее. Пошли. Ну, пошли. Ну, чего вы замерзли-то? Пошли. Давай. Я тут людей привел. Они хотят на тебя посмотреть. Посмотри, какую я тебе кашку принес. Молодец, молодец. Поднимайся. Ага, отлично, красавица моя. Смотри, кашка любимая твоя. Арина, здрасте. Мы из милиции. Так, вас там ищут, понимаете? Короче говоря, пойдемте с нами. Кашу вот отдайте ему. Держи. Пойдемте. Пойдемте, пойдемте. Спокойно. Не надо бояться. Она не хочет. Она не хочет. Не хочет она. Успокойся. Спокойно. Тихо, тихо. Тебе от руки уграл. Семья наша. Спокойно. Спокойно. Ну, 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 ну. Денис, не надо. Ну, подожди. Денис, ну, подожди. Блин. Денис, ну, подожди. Постой. Тихо, 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 тихо. Спокойно, спокойно. Спокойно. Тихо, тихо. Короче, Михас, вызывай на скорую. Душа психиатричества. Что, воевать с ним, что ли? Тихо, 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 тихо. Спокойно, 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 спокойно. Вот так, осторожно. Всё хорошо, всё хорошо. Вот так. Тихо-тихо, спокойно, спокойно. Тихо-тихо-тихо-тихо. Поехали! Привет, Полина. Привет. Здорово! Привет, тёска. Здорово! Здорово! Как дела? Всё окей. Окей! Полин, мне нужно серьёзно поговорить. Смотри, что я ношу. Пойдём. Что это? Ой, видишь? Ты что, решил, что Мишка твой сын? А разве это не так? Нет. Подожди, подожди, подожди. Ты ушла от меня, не объяснив причин. Так? Потом, через девять месяцев родился Мишка. Разве нет никакой с вами? Связь есть. Самая прямая, непосредственная. Я не ушла от тебя, я сбежала. Потому что влюбилась в Мишкиного отца. А тогда... Почему? В графе отец, прочее? Ты знаешь, это отдельная история, не очень радостная. Ну, в общем, не сложилось у нас, Миша. Страсти прошли. Зато теперь у меня есть сын. Ну, он похож на меня. Такой же азартный и зовут его Миша. Демиров, ты что, забыл, где мы с тобой познакомились? Где? В казино. Я же тогда в пух проигралась, но вспомнила. Ну, допустим. Допустим. Допустим, но... Но он же сам сказал, что его отец следователь. Ой, господи, мало ли что он сказал. Он фантазионный. Просто я сейчас встречаюсь со следователем прокуратуры. По-моему, у нас все серьезно. Может быть, даже выйду за него. Мам, мне хватит кушать. Ну, слава богу, нагулял аппетит. Ну, ладно, Миша, нам пора. Пока. Пока, тезка. Пока. А, вот нашла. Это Татьяна Леонидовна с 11-м в Б. Это ее последний выпуск. Так что именно вы хотите о ней узнать? Все. Вы хорошо ее помните? Да, конечно. Столько лет в одном коллективе. Татьяна Леонидовна была педагогом от бога. Дети в ней души не чаяли. Вы кем не приходитесь? А, да, извините, я не представилась. Меня зовут Маргарита Высоцкая, я из милиции. Мы ищем родственников Татьяны Леонидовны. Ах, в чем дело? Вы простите, я... Я решила, что совесть у кого-то взыграла. Думала, вы ее близкая родственница. Так вы никого не знаете? Нет. Когда Таня умерла, мы пытались разыскать. Но, увы. А ведь и нее, и сын, и дочь где-то есть. Но они не общались почти. Почему? Татьяна Леонидовна с мужем разошлась, а дети на суде сказали, что хотят жить с отцом. Ой, там такая драма. Она не любила про свою семью говорить. Вот в этих детях была ее жизнь. Работа, работа. Раньше всех приходила, позже всех уходила. А где похоронена Татьяна Леонидовна? Где? Да я не знаю. Мы кремировали Таню за счет школы. Зима была, холодно было. Думали урну по весне заберем, закрутились. Ну, прах ведь кто-то забирал из крематория. Я не знаю. А кремацией занимался наш старый директор, но он уехал через год за границу, к детям. Может, он нашел кого-нибудь. А, ну, а кремация где проходила? На Хованском. Или не на Хованском. Я не помню. Но вы ведь из милиции. Вы сами сможете про крематорию узнать. Да. Конечно. Скажите, я могу пока забрать у вас эту фотографию? Берите. Спасибо. Всего доброго. Как я выгляжу? Замечательно. Я боюсь. Арина. Не бойтесь. Все будет хорошо. Хорошо. Проходите. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, я пойду. Может, хотите чай или кофе? Нет, спасибо. Можно просто водой. Спасибо. Можно? Пожалуйста. Да, конечно. Ну, как? Хорошо. Лучше, чем я ожидала. Поехали. Поехали. Мишка звонил. Говорит, там какая-то барышня впечатлительная сидит. В общем, надо его спасать. Сейчас. Алло. Да, Лид. Я поняла. Спасибо. Пока. Слушай, Денис, мне нужно кое-что сделать. Я через час к вам сразу подъеду. Давай я тебя подвезу. Вдвоем ты веселей. Не надо. Мне надо одной. Алло, Лид. А ты не знаешь, куда Ритка подевалась? Не могу ее найти. Она в крематорию поехала. На Хованское. Спасибо. Рита? Рита! Что случилось? Что такое? Что такое? Тихо, 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 тихо. Тихо, тихо. Что такое? А? Ну-ка, пойдем. Пойдем. Тихо, 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 тихо. Вот так. Поздравляем! 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 Так я так и знала. Я мигом. Туда и обратно. Валера! Еще раз. Бой! 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 Спасибо тебе, Денис. Не за что. Я постараюсь как можно скорее все вернуть. Не надо ничего возвращать. Мне неудобно. Я понимаю, как это дорого. Место организовать. Перестань, Рит. Я хоть чем-то тебе помог. Я знаю, что такое близких хоронить. Мне когда десять лет было, у нас с Мишкой родители погибли. Мишка в армии был. Я вот так же один остался. Вокруг всякие дядьки, тетки, друзья. А близких никого. Все. 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 Я прождала его около часа, он так и не вернулся. Приехала домой, дома его нет. Машины тоже нет. Уже прошло пять дней, а он так и не появился. Кать, перестань. Если бы он попал в аварию, наверное, это стало бы известно. Дочь уже обзвонила все морги и больницы. Это очень хорошо, что его нет ни в больницах, ни в моргах. Может, у вас есть какие-то предположения? Вы звонили друзьям, коллегам? Друзья ничего не знают. Коллег больше нет. Отец уже два года на инвалидности. Он не работает. Ему заменили сердечный клапан. Добрый день. Здрасте. Дамы, познакомьтесь, Денис Романович, наш следователь. Супруг Зинаида Петровна не явился в ЗАГС для развода. Где Рита? Послушайте, может быть, Валерий Иванович просто передумал разводиться? Это наше было обоюдное решение. И Валера приехал в ЗАГС. Но он забыл паспорт, поехал домой и пропал. То есть, паспорт Валерия Ивановича дома? Нет, паспорта нет. Его тоже нет. Вы будете его искать? Дайте сделаем так. Вот вам лист бумаги. Напишите всех друзей, знакомых, которые знаете координаты. Координаты. Сможете? Да, конечно. Михас, где Рита? Она на звонки не отвечает. Она поехала в больницу Соколовой, этой серой дню. Будет смерть на минуту. А соседей по гаражу тоже писать? Пишите. Всех пишите. Здрасте. Литушка, привет. Как ваша Соколова нашлась? Да, она уже домой поехала. А я с утра бегаю, общественное поручение выполняет. Посмотри, видишь? День рождения у кого-то? У Светкина канцелярия. Слушай, пойдем с нами чаку попьем. Пошли. Нет, нет, я не могу. Нет, у меня еще дела. Лит, пожалуйста, передайте Денис Романович документы. Чего это вдруг роман чем-то стал, а? Вы ведь давно без церемоний. Посорились, что ли? Да нет. Лит, ну передай, пожалуйста. Чего ты мне голову морочишь? Здесь два шага, сама и передай. Ну, я попозже тогда. Стоп, подожди. Иди сюда. Давай, рассказывай, что этот негодяй натворил? Да ничего не натворил, нормально все. Я же вижу, ты сама не в себе, Лит. А ведь недавно между вами были флюиды. Ли, ты с ума сошла? Какие флюиды? Ну, увлечения там, искра, как это называется, я не знаю. А сейчас что? Между вами определенно что-то происходило? Да ерунда это все. Показалось тебе. А, конечно. Знаешь, Лид, я, конечно, не психолог, но я и не дура. Лида, это я дура. Не могу туда зайти. Слушай, конечно, не мое дело, но ты с ним просто поговори. Он порядочный человек, Денис. Я знаю. Очень хороший. Просто поговори. О, привет, Ритур. Привет. А я уже убегаю. Новое дело. Пропал мужик, нужно с его друзьями поговорить. Я с тобой. Она не может. Ей нужно передать документы Денису. Лидочка, Лидочка, Лида, Лида, передашь документы Денису, а мы очень убегаем, очень важное дело. Лида! Все, пока, 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 пока. Мы поговорили с друзьями Антонова, никто ничего. На нем называются, как и человеки, равновешенным, неспособным на авантюры. А я вот тут посмотрел, здоровье-то у этого Антонова не ахти, а? Так что, первая, самая очевидная версия, напрашивается сама собой. Напрашивается, но я повторно пробил все морги и больницы, нет его там. Он ведь на машине был? На машине. Подали в розыск, ребята работают. Да мне кажется, здесь все просто. Мужик передумал разводиться и свалил. Передумал. Скажешь ты же, Миша. Я понимаю, мужик женитьбу испугался, а что про развода? А что наш психолог на это скажет, а? Маргарита Сергеевна, как вы думаете, может мужчина вот так испугаться развода, что раз и исчез. Скрылся в неизвестном направлении. А я как-то не очень понимаю в разводах. И в мужчинах тоже не очень. Жена Антонова говорит, что желание разводиться у них было выстраданным и обоюдным. А мне жена Антонова не понравилась, стерва. Муж, хоть и бывший, пропал, а она даже слезинки не проронила. Бывает. Литя. У тебя что-нибудь случилось? Нет, все нормально. Я договорилась встретиться с женой Антонова, познакомлюсь, поговорю с ней. Ну, правильно, стой все. Поезжай к ней, поговори как женщина с женщиной. Может узнаешь какие-нибудь важные подробности. Никаких новостей, не объявился, нет. Верочка, я не могу сейчас разговаривать. Да, занята. Но я тебе перезвоню. Ну все, пока. Тоскует. Уже несколько дней ничего не ест. Бросил тебя твой хозяин, Лесси? Понимаю, о чем вы подумали. От хороших жен мужья не сбегают. Мне трудно об этом судить. А вы не замужем? Нет. Ясно. А мы прожили двадцать лет вместе. Из них пятнадцать совершенно напрасно. Грустно? Нет, это жизнь. Не бывает идеальных браков. Я, по крайней мере, не встречала. Почему вы тогда ждали пятнадцать лет? Ну, обычная история. Сначала ради дочери, потом по привычке. Хороший человек. Мы ладим. Я не собиралась ничего менять в своей жизни. Валера меня вполне устраивал, как друг и как сосед. А инициатором развода был он? Предложил я, он согласился. Последние полгода Валера очень изменился, стал нервно-раздражительный. Возьмет Лесси и уйдет на весь день. Я хотела помочь, вижу у него какие-то проблемы. Не твое дело, говорит. Вы думали, почему он стал таким? Я не уверена, но, возможно, у него появилась другая женщина. Сейчас сидит спокойно с ней. А дочь обзванивает морги в больнице. Так унизительно, понимаете? Вы меня понимаете? Отлично, просто великолепно. Мы ищем ее мужа, а она спокойно как удав. Теперь понятно, почему. Неправда, Миша, я с ней разговаривала, она очень переживает. Она чувствует себя брошенной, обманутой женщиной. Ей очень больно. Редуль, не драконь ты себе душу, а? Я вот убежден, гражданин Антонов, жив, здоров, развлекается с полюбовницей и рано или поздно объявится сам. Слушай, ну любовница, это только предположение, она может ошибаться. Ну, увидела мужа с букетом цветов с конфетами, но он может нести их кому-то другому. Вот Гаврилов прав. В таком случае проще было оформить развод, а не бегать и без объяснения, как мальчик. Люди совершают нелогичные поступки, особенно, когда не влюблены. Ну, не знаю. Мне кажется, твоя теория о влюбленных касаемо Антонова здесь не подходит. Брат, катастрофа. Редуль не верит в безумную любовь. Да? Ну, правильно. Машина Антонова нашлась. А он сам? Он сам пока нет, мы сейчас с Ридкой съездим на штрафстоянку, осмотрим его. Я не могу, у меня встреча с дочкой Антонова. Я могу, я свободен. На тебе ключи, заводи пока. Ага. Рид. Нам надо поговорить. Извини. Алло. Да, Кать. Конечно, встречаемся. Да, хорошо. Угу. Счастливо. Слушаем. Не надо идти. Леси! Леси, домой! Леси! Леси! Катя! Здравствуйте. Здрасте, Маргарита Сергеевна. Можно просто Рита? У вас что-то случилось? Случилось. Леси пропала, я спустила ее с поводка, она не возвращается. Ну, можно поговорить в другой день. Нет-нет, это же важно, я отвечу на все ваши вопросы. Спасибо. Понимаете, в списке родных и близких вашего отца нет ни одного кровного родственника. Он не поддерживал с ними отношения? Понимаете, у него не было родителей, братьев и сестер тоже не было. Ну, были же друзья, знакомые, одноклассники. Он ни с кем не поддерживал отношения. Мы накануне с ним поссорились из-за их развода. Ну, как же так можно столько лет вместе и тут... Я, естественно, наговорила гадостей. Господи, если я никогда не смогу попросить у него прощения. Ну, Кать... Знаете, мне казалось, что я уже не нуждаюсь в отце. Мне его не хватает, страшного не хватает. Такое ощущение, что это не он потерялся, а я. Ну, где этот инспектор? Я упал. Вообще, никто работать не хочет. Вообще, я не понимаю, где Антонов. Его машина здесь, а его нет. Не угадывается в твою теорию безумной любви? День, тебе никто не говорил, что это черт и циничный человек. Я вообще не понимаю, как ты можешь быть моим братом, причем родным. Сам удивляюсь иной раз. Да? Извините, мужики, сменщик задержал. Здрасте. Ну, вот, смотрите. Мы здесь ничего не трогали. И вы знаете, нам не столько машин, а нам водитель нужен. Ну, так сбежал ваш водитель. Гнал на бешеной скорости, на требование остановиться никак не отреагировал. Пришлось за ним погоню организовать. Короче говоря, бросил он машину на обочине и сам скрылся. Понятно. Копию протокола задержания можете сделать? Да сделаем без проблем. Вот, День, смотри. Улица Скубелева, дом 6, квартира 234. Еще в довершении, ко всему прочему, собака пропала. В общем, жалко ее невозможно. Ритусь, всех жалко, но это наша работа. А сейчас у нас обеденный перерыв. Вот, стеж, бутербродик. Переключи мозги. По этому адресу зарегистрирована Сидорина Валентина Александровна 65-го года рождения. Я позвонил жене Антонова, ей это имя ни о чем не говорит. О, а я же говорил, что в этом деле замешана женщина. И на что спорю, что вот эта Сидорина как раз и является тайной зажновой гражданина Антонова? Я с тобой спорить не буду. Найдешь в нее Антонова, я тебе спасибо скажу. Брат, я очень переживаю за душевное состояние нашей коллеги. Я тоже. Она теперь не только за людей, но и за собак волнуется. В смысле? А при чем тут собаки? У Антонова есть собака. Она сбежала. Ритусь, мы не занимаемся розыском домашних животных. И потом, собака не человек, далеко от дома не убежит. Думаешь, она могла пойти по следу хозяина? Ну, такое может быть. Прямо белый бим, черный ух получается. Ну, короче, встретимся с ней и с ее хозяином на улице Скобелева, дом 7, квартира 234. День, ты идешь? Нет, мы с Витой останемся, нам кое-что доделать. Нет, я тоже пойду собаку поищем. Брат, она от тебя бегает или мне кажется? Кажется. Ню-ню. Я к Сидориной. Поаккуратней там. Ага. Вы можете убрать эту фотографию, Михаил Романович. Я этого человека никогда не видела. А во сколько у вас заканчивается рабочий день? Официально 18.00. Ну, вот и отлично. Уже пол седьмого и вы можете составить мне компанию. С удовольствием. И как же ваш адрес попал в его машину? Загадка. Получается, что я зря эту кепку таскал? Ну, в чем уже зря? Вот эту шапочку, вот эту шапочку, я уже видела. Валич. А что ж вы молчали? Она была на электрике. Вы знаете, у меня сломалась электрическая розетка, и мне пришлось вызвать мастера. И пришел такой симпатичный молодой человек. Ну, конечно, он не такой мужественный, как вы. А имя у этого молодого человека есть? Наверное. Но я не спрашивала, потому что он ушел, когда я еще спала. Но, наверное, в его конторе знают, как его зовут, и я могу найти телефон. Валичка. Вы мое спасение. Миша? Да. Вы знаете, у меня... У меня плохо держится карниз. Да? Да. Я не могу повесить новые шторы. Вы бы не могли помочь одинокой женщине? С удовольствием. А где карниз находится? Там. Там. Спальня. Кто там? Это Денис. Привет. Привет. Пустишь нас с тортом? Ну, конечно, проходи. Только Миши еще нет. А я знаю. Давай я тебе чаю сделаю. Да. Или кофе. Лучше чаю. Хорошо. Какие новости? А, Антона Вознаскобелевской нет. Женщина это его не знает. Но Мишка нашел хозяина бейсболки. Рита. Сейчас. Да не волнуйся. Да я не могу. Просто узел. Сейчас, 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 сейчас. Денис. Денис, прости, пожалуйста. Я... Мне ужасно неудобно. Я... Рит, подожди. Это я виновата, что я вела себя так на кладбище. Я не должна была. Прости, пожалуйста. Мне ужасно стыдно. Извини. Послушай меня, пожалуйста, одну секунду. Вот. Две недели назад я подал заявление на развод. Прости, я... Пожалуйста. Не надо перебивать. Потому что я и так собьюсь. Вот. Я ничего не планировал. То есть, я планировал. В общем, я хотел тебе сказать, что тебе не за что себя винить. Это я хотел тебя поцеловать. Вот. И сейчас хочу. Ну... Извини. Извини. Черт, как �елutta倒 floor. Черт, как это, Вы tight помогло. Ведь hydrogen. А куда? И... Небляя... Ждебе дано. А24 д基本 tiveнаков. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок Дима Торзок Ты как? Хорошо Хорошо, но... Мне страшно Ко мне нет. Закрыто? Да, что-то нет никого. Чёрт-те что. Начальник у нас запойный. Приходит, когда хочет. А мы потом до ночи по заказам бегаем. К нам. Проводка, розетки. Да мне бы человечка найти. Он 19-го во вторник менял розетки на Скобелевской. Молодой парень с меня ростом. Вот, кепками хочу отдать. Ну, я так и думал. Наберут всякую шушеру. А они ведь к людям в дома заходят. И этот тоже. Кто? Ну, этот парень новенький. Зуев, кажется. Зуев? Он ведь с условной судимостью. А вот это не он? Ну-ка, иди сюда, герой. Чего? Давай, поспешай. Ага. Тут дело к тебе. Чего надо-то? Твоя? Моя. Я уж думал, всё с концами. Где нашли-то? В салоне автомашины. Какой автомашина? Красная Субару, номерной знак R107E. Допрыгался. Так вы из милиции. Ага. Вот дурак-то, а! Стоять! Здорово, Зуев. Ну, чё скажешь? Антонов где? Какой Антонов? Такой Антонов. Какой? Который ты кепку в машине оставил. Да не знаю я никакого Антонова. И ни про какую машину не знаю. И без адвоката, без своего я вам, валки поганые, ничего не скажу. Ясно? Борзый. Борзый. Да ты чего творишь, руку больно пусти. За что судили-то? За дело, тебя клоуну не спросил. Ай-яй-яй, пальчик не оторвёшься. Всё верно. Можешь подписывать. Только учтите, я кроме угона брать на себя ничего не буду. Понятно? Гражданин Зуев, вы находитесь под подпиской о невыезде. Вы понимаете, что это означает? А что это значит? Подожди меня в коридоре. Ручку дай. А? А чё, поджали ручку, что ли? Ай, балдец вас, мусора. Господа, я прошу меня простить за своего клиента. Нервничает, спалился. Однако водитель неправ. Оставил свои ключи в замке сжигания. На что он рассчитывал? Будьте добры, проследите, пожалуйста, чтобы ваш клиент в бега не ударился. Он проходит свидетелем по делу. Пока. Не сбежит. Да, и поверьте моему опыту, в деле об этом пропавшем мужчине, он не виноват. Прошу. Ребята, всё сходится. Угонщик забрал машину с госпитальной улицы. А 29-я больница находится как раз по этому адресу. Значит, собака там неспроста была. Она искала хозяина. Рит, я звонил в эту больницу, Антонова там нет. Я даже проверил людей, которые поступили туда без паспортов. Миш, а если он не пациент? Ну, вдруг он навещал кого-то там, приходил туда несколько раз, собака запомнила дорогу. Ну, а если у него женщина там работала? Если бы, так а бы. Короче, ребят, я Гавриле отчистываться о наших ужасных делах. Кто-то хочет составить компанию? Понятно. Привет. Привет. Я тут в журнальчик заглянул. Сегодня в кинотеатрах премьера. Так. Да. Я телефон забыл. Извините. Рит, а чего ты испугалась? Рит, ведь он рано или поздно узнает. Ну, просто если он пока не знает, то хорошо. Есть возможность. Есть возможность сделать вид, что ничего не было. Правильно? Извини. Извини. Не хотел навязываться. Денис, подожди. Ну, я глупость сказала. Ну, прости, пожалуйста. Ну, я дура, я дура, прости. Ну. Боже ты. И видел, откуда мне знать. Тут знаете, сколько народу за целый день. Туда-сюда. Я и сотрудников не всех в лицо помню. Ясно. Вы у сменщика моего спросите, я тут не каждый день. Вы знаете, этот человек мог с собакой приходить. Вот такая вот зверюга, не видели? Собака. Так бы сразу и сказали. Толковый пес. Он вот здесь вот к забору привязывает, и тот сидит, ждет. Не шелохнется. А к кому хозяин приходит, не знаете? Вот к кому не знаю, а куда показать могу. Пошли. Да, это Валерий Иванович. Он бабульку навещал, ухаживал за ней, продукты таскал. Иные родные так не заботятся, а тут совершенно чужой человек. А как бы нам с бабулькой этой встретиться? Да померла она, на прошлой неделе еще. А не девятнадцатого числа? Да, точно, девятнадцатого. Во вторник. Я еще Валерию Ивановичу позвонила, и он тотчас же примчался. А вы же говорите, он ей чужой человек. Ну да. Подобрал на улице бродяжку, привез к нам, подлечить и говорит. Лекарства покупал. Врачам и медсестрам цветы, конфеты. Понятно. А уж деньгами-то шуршал направо и налево. А вы не знаете, откуда вот такая забота-то о постороннем человеке? Ну, она ему маму напоминала. А почему вы спрашиваете, что-то случилось? Ну да, случилось. Пропал Валерий Иванович, как раз девятнадцатого числа. Он ничего не говорил, может куда-то собирался ехать? Нет. Ничего не говорил. Ой, жалко-то как. Такой душевный человек, несмотря на то, что ему пришлось пережить. В смысле? Он рассказывал что-то? Понимаете, у меня сын в тюрьме. Так тяжело. А Валерий Иванович, он тоже в юности сидел. И ничего, выбился в люди. Стоп. Вы ничего не путаете? Нет, не путаю. Только это его тайна. Он даже жене и дочке ничего не рассказывал. Ему тоже восемнадцать было, как и моему сыну. Ох, столько он мне всего нарассказывал. Так, вот то, что он вам порассказывал, нам нужно знать. Только очень подробно. Это очень важно. Хорошо. У него в колонии был роман с девушкой, которая работала там фельдшером. Он потом даже свою дочь назвал ее честь, представляешь? Элит, как думаешь, нужно сообщить семье Антонова все-таки новой факт и биография открылись? Нет, не надо. Это его личное дело. Найдется, сам расскажет. Ну да, если найдется. Нет, стольких проблем можно было бы избежать, если бы люди постоянно чем-то не скрывали. Дорогие друзья, хочу сказать вам, что Антонов Валерий Иванович в 1976 году отбывал срок за хулиганку. С тех пор больше не привлекался. А что же она еще скрывает? Ну, значит, нам нужно искать девушку. Мы знаем, что зовут ее Катя, что работала на фельдшером в колонии и больше ничего. Лида ее уже нашла. Очевидно, речь идет о Покровской Екатерине Андреевне. Она работала там в больничке с тысячи девя... Короче, всю жизнь. Месяц назад вышла на пенсию. Так, и где же ее искать? Где искать? Московская область, Ивантеевка, улица Ленина, дом 3, квартира 27. Ребят, так это недалеко. Это всего 20 минут от Москвы. А там такой замечательный пляж. Покупаемся. Отлично! Михас, извини. В Ивантеевку мы с Ритой поедем. А ты будешь население принимать. Понятно. Рита, подожди меня в машине, пожалуйста. Михас, ну что ты хотел сказать? Говори. Ты уверен, что у тебя с Ольгой все? Вы же так и не развелись. Формально все там остались, Мих. Я рад за тебя день. Правда рад? Только если что, ты меня знаешь. Порву. На самом деле его зовут Саша. Саша? Саша. Он фамилию мне не говорил. Я даже и не спрашивала. Витрину он тогда разбил специально. Дождался милиции. Сказал, что он бывший детдомовец из Владивостока. Проверять, естественно, никто данные не стал. И осудили его, как Валерия Антонова. Ничего не понимаю. А зачем? Он сбежал из армии. Его истязали, мучили. И он говорил, что у него только два выхода. Или петлю надеть, или сбежать. Создал план. Отсидеть в тюрьме год-другой. И потом по чужим именем, со справкой, выйти и сделать новый паспорт. Понятно. Понятно. Ну, значит, ему это удалось. А где он жил до этого? Откуда он призывался? Ничего не рассказывал? Нет, нет. Он ничего не рассказывал. Он только сказал, что хочет жизнь начать с чистого листа. И с чужим именем, но без прошлого. Спасибо вам, Екатерина Андреевна. Вы нам очень помогали. Спасибо. А вы сказали, у него дочь. А как ее зовут? Катя. Катя. Спасибо. Спасибо вам. До свидания. Мы пойдем. До свидания. Всего доброго. И что же он с этой фельдшерсой расстался? Родители грудью встали. Не хотели в детях уголовника иметь. Короче, они расстались через месяц после того, как Антонов освободился. Да. Да даже и... Слушай, а куда ты Риту потерял? Отпустила. Она по делу уехала. Короче, план такой. Начнем пробивать воинские части. Витрину она в Смоленске разбила. Так что начнем со Смоленской и прилегающих областей. А, логично. Вот блин, а. Работать придется от заката до рассвета. О, Лида. Мы к тебе. Господи, Денисов, как же вы мне надоели. Кто бы знал, а? Лидочка. Лидуся. Нашла. Нашла я вашу папочку. Вот свидетельство. Сделать вам копию? Да. И здесь еще постановление суда. Даже надо, чтобы в то время дети с отцом остались. А кем они вам приходятся? Ну, Алена Голубева, это я. Во всяком случае, я на это очень надеюсь. А Лев Николаевич и Максим, получается, мой отец и брат. Чудные дела твои, Господи. Да, пишу. Секунду. Угу. Ну, Ритос, а мы думали, ты уже не вернешься. Ага. А я к Лиде. Вот, все, как ты говорила, суд по месту прописки. Так. А дальше ты мне поможешь? Только не сегодня. Меня замучили твои Архаровцевны, видишь? Никитична. Записала, все, спасибо. Ну, что? Вы не поверите, мать его жива-здорова. Вы нашли мать Антонова? Угу. Мы даже знаем его настоящие фамилиями и отчеством. Ульянцев Александр Александрович. Сбежал из расположения части, правда, до присяги. Объявлен пропавшим без вести. Короче, Владимирская область, поселок Вольный. Ульянцева Зоя Никитична. Вот телефон. Хороший сынок этот Антонов. Начал жизнь с чистого листа и бросил мать. Ребят, так он к ней мог поехать. Ну, да. Вот, сейчас мы и выясним. Миша, Миша, только ты аккуратнее. Все-таки она старый человек, бог его знает, как она отреагирует. Ритуль, ну я же профи, не волнуйся. Алло. Алло, Зоя Никитична, здравствуйте. Это Андрей из его контора вас беспокоит. Нам тут торф для посадок привезли. Из мужиков есть кто? Нет, у меня никого. Был сынок, да пропал без вести. Огород скопать некому. Ваське Пухову звоню, у него три зятя. Я понял, спасибо. Я обязательно позвоню. Да, Зоя Никитич, до свидания. Мимо. Одна денешенька. Понятно. Ну, что делать будем? Андрей из жилконтора. Надо сообщить семье Антонова. У него есть дочь, она имеет право знать, что у него есть бабушка. Ребята, вы мне мешаете работать? Лидочка, извини, пожалуйста. Зачем? С какой стати? Какое это имеет отношение к его поискам? Ритуль, я, конечно, не психолог, но вот так вот травмирует старую женщину, вот так прийти и сказать, жил ваш сынок, 30 лет, да, и потом помер. И вот так у вас внучка. Давай с чем Антонова найдем, и потом... Миш, а вдруг не найдем? Она совершенно одна, и вдруг внучка. Ну, это же хорошо. Ребята, на Владимирской области, двести вюрс, ну, нас никто не отпустит на целый день. Ладно, в субботу все вместе поедем. Так, я домой. Говорит, тебя до метро подбросится? Нет, я еще по магазину пройдусь. Спасибо. Ну, хорошо. До свидания. Миш. Ау. Тебя ждать сегодня вечером? Нет, у меня все грандиозные планы. Так что, до завтра. Хорошо, пока. Спасибо, Лидочка. Пока. Шифруются. Ага. Дети. Не говори. Сынок, молочка выпей. Только корову подоило. Тепленько еще. С удовольствием. Пожалуйста. Так. Давай, спасибо. Ну, че ты, мама? Ты вот знаешь, я чё подумала? Может, ты не прав? Ведь у тебя всё-таки дочка, жена. Может, поехать рассказать им всё, а? Мам, ну чего ты опять? Пусть лучше думают, что я умер. Жена сама хочет развестись. Дочка уже взрослая, не нужен я им. Сам свою жизнь испоганил. Поздно же что-то менять, мама. Сто лет такого молока не пила. Ничего, ничего. Ещё охота. Сейчас пересу. Не-не-не, я сам, сам. Ну-ка, дай-ка. А, спасибо. Доброго вам здоровья. И вам, ребята, не хворать. С чем пожаловали? Если продаёте, чего мне не надо. Я и так с хлеба на воду перебиваюсь. Одна живу. Помочь некому. Извините, Китичина, нам бы поговорить. Мы из милиции. О чём? Вот вы посмотрите, пожалуйста. Вы знаете этого человека? Нет. Это Александр, ваш сын. Мой сын пропал тридцать лет назад. Нет, он тогда не пропал. Он сбежал. И боялся все эти годы, что его накажут. Мой сын пропал. Мне некогда, мне курей кормить надо. Я пойду, пока. Смотрите, огород кто-то перекопал. Она всё знает, я уверена. Поэтому нас и гонит, он здесь. Зоя Никитичина, подождите. Если вы вдруг увидите сына, передайте ему, пожалуйста, что судить его никто не будет. Если он явится с повинной, дело закроют по сроку давности, понимаете? И ещё его семья очень волнуется. И Лесси тоже. Лесси? А кто это? Это его собака. И пусть он пошлёт весточку жене и дочке, чтобы они не переживали, так же, как вы когда-то. Нет, 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 нет. Извините, пожалуйста. Извините, до свидания. До свидания. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Здравствуйте. Здравствуйте. Здрасте. Знакомьтесь. Мама. Почему вы решили съездить домой именно сейчас? Столько лет прошло. Ну, да нет, конечно, он был ещё тогда, когда срок отбыл. Боялся, что, боялся, что всё скроется и, да, но потом как-то жизнь закрутила. Я даже по дому перестал тосковать. Некогда. Вот. А два месяца назад, нет, какой два месяца? Два года назад мне операцию сделали на сердце. И вот тут-то всё и нахлынуло. Я на улице бабульку встретил, она так идёт еле-еле, я подумал, вот вдруг моя мать так же сейчас. Ну, и как-то подумал, что вот если выхожу, то, ну, точно легче станет. Да. И не получилось. Умерла она. И я тогда из больницы, когда вышел, так всё, как в тумане у меня. Я, конечно, ничего не соображал, одного, помню, хотелось, чтобы вот как-то поехать в могилу к матери, покаяться. Да. Приезжаю, она жива. Да, жива. Хотя годков-то ей немало уже. Жива. Да. А почему же вы своим-то не сказали? Да почему, почему? Дурак был, почему? Вы и пейте чай, пожалуйста. Да, да, спасибо. Забываю. Не знал, как им это всё объяснить, рассказать, подать. Не знал, просто запутался окончательно. Как-то так подумал, ну, и пусть, вот пусть. Ещё машину украли. Я думаю, вот, вот и хорошо. Пусть думают, что и я вместе с ней пропал. Легче им жить будет. Да ну и спасибо вам, ребят. Спасибо. Лёва, а ты ящик с рассадой поставил? Поставил. А стаканы? Ну, кто так стекло устанавливает? Переложил я. Ну, переколотим всё. Иди, иди, иди. Здравствуйте. Здравствуйте. Извините, а вы Лев Николаевич Голубев? Да, это я. А я ещё родственников Татьяны Голубевой. Татьяна, как я слышал, скончалась несколько лет назад. А вы, собственно, кто? А я... Я... Пока, бабочка. Алёна, моя дочка. Здрасте. Ну, что ты там? Поехали. Алён, поговори с человеком. Извините, девушка. Мы опаздываем. До вечера, доча. Я вам могу чем-то помочь? Я... Хотела сказать, где похоронена Татьяна Голубева. Вот. Вот здесь адрес кладбища, номер участка. Всё. Спасибо вам большое. А мы с братом вообще ничего о ней не знали много лет. Когда папа сказал, что она умерла, так больно стало. Ну, детские обиды забываются, а помириться уже не с кем. А вы её знали? Нет. Извините. 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 Ну, что, поеду разводиться? Часа через два вернусь. Хорошо. Удачи. Спасибо. Пока. Пока. Алло. Алло. Пап, привет. Привет, как дела? У меня все нормально, как ты. Как старый одинокий папаша. Не волнуйся, ничего нового. Что у тебя с голосом? Не знаю. Обычный голос. Все как обычно. Ты часом не влюбилась? Да нет, пап. Ты что? У меня тут дел много. Когда? Ну и напрасно, Рита. Ты что-нибудь еще выяснила? Ну, знаешь, если честно, то я решила прекратить свое расследование, потому что я не знаю, в какую сторону мне двигаться и надо ли двигаться вообще. Решила жить настоящим? Да, решила жить настоящим. Я тебя люблю. Я тебя люблю. И я тебя. Пока. Пока. Я ему документы отдал, а он печать не ставит. Я не знаю, что может делать. Я боюсь, его придется отказываться. Нет, я не могу. Мне нужно… Как скажешь. Трудно разводиться. Ни любви, ни уважения, ничего не осталось. Так, привычка. Сейчас сижу и думаю. Старый дурак. А чего же я без нее-то делать буду? Тридцать лет вместе. Родной человек. Может, и не надо ничего? Ну что, не подошла супруга? Нет, не могу дозвониться. Если через пятнадцать минут не подойдет, придется перенести заседание. Я больше ждать не могу. Я понимаю. Слышишь, парень? Может, оно к лучшему? Ну, ты представляешь, Илья вам говорил, вы меня должны отпускать. Там откуда у меня были? Приехали, а мамы нет. Мы сразу по больницам искать. Все обозвонили, даже морги. Ее нигде нет. А Трована умерла? Две недели назад. Здравствуйте. Познакомьтесь с Денисом Романовичем, наш коллега. В общем, ситуация такая. Пропала пожилая женщина. Дочка с мужем уехала в отпуск, вернулась. Любовь Григорьевна дома нет. Паспорт на месте. Ну, в общем, продолжайте. Понимаете, дело в том, что мама в Москве всего полгода. Она города совсем не знает, никуда не ходит. Мы когда уезжали, холодильник забили полностью, чтобы ей хватило. Ей только оставалось за хлебом заходить. Но булочная внизу, прямо в нашем доме. Ну, может, она погулять обычно? Да нет, нет. Она ж города боится. Даже во двор не выходит. Все время вот только на балконе сидит. Конечно, конечно. Всю жизнь на земле. Привыкла на своем огороде копаться. А тут ее взяли и в столицу сдернули, да? А у вас сами какие-нибудь есть версии? Есть. Ксюша, ну-ка, покажи телеграмму. Ну, не могла она в Белёв поехать. Ну, сколько раз тебе повторять? Слушай, от такой тещи всего можно ожидать. Покажи, покажи. Конечно, можно. Петровна умерла в похороны в среду. Ну? А Петровна это кто? Это мамина подруга. Они с юности дружили. Ну, я звонила сыну тетю Наташу, мама туда не приезжала. Она могла не доехать. А вы звонили маме, когда были на отдыхе? Послушайте, ну, мы ж были за границей. Оттуда звонки, ну, так скажем, недешевы. Что, недешевы? Нет, конечно, когда туда приехали, то... Сразу отзвонились. А уезжали поздно ночью. Не стали пожилого человека среди ночи поднимать. Вот я так и знала, что не надо нам ехать. А ты заладил дешевые путевки. Поехали, поехали. И что, вот теперь мне из-за тещи не жить, что ли? И не ездить никуда, да? Она не младенец, слава Богу. Слава Богу, взрослый человек, а? Филипп, ты не понимаешь. Понимаете, мы приехали, а? В хлебнице целый батон. Засохся. Ну все, ну не рыдай ты только. Ну, Ксюша, ну не рыдай. Найдем мы маму. Мужики, слушайте, мы вот уже здесь... Ну, в общем, вот, распечатали. Ребенкина Любовь Григорина. На вид 70 лет, среднего роста, глаза голубые, пропала две недели назад. Максимум недели. Почему вы так думаете? Телеграмма-то от 17-го числа. Она же ее приняла, расписалась. Значит, неделю назад была дома еще. Ну да, верно. Ну что, для объявления это имеет какое-то значение. Я просто хочу листовки по району расклеить. Можно? Конечно, можно. Я себе одну оставлю? Угу. Конечно, Филипп не в восторге, что мама с нами живет. Он вообще и не очень любит. Ну, мне кажется, вы ошибаетесь. Все-таки он пришел к нам, распечатывал эти листовки. Поступки, знаете, важнее, чем слова. Нет, этого не ради мамы, а ради меня делает. Меня он любит, вот в чем дело. Это я во всем виновата. Вечно я за нее все решаю. Из родного города сорвала. Она не хотела, я же видела. А я уговорила. Думала, что ей там одной делать. Старенькая уже. С нами повеселее, да и мне здесь спокойно. О себе только думала идиотка. Нет, вы о маме заботились? Нет. Если бы заботилась, не поехала бы в эту Турцию дурацкую. Я ее с собой хотела взять, а она отказалась. Конечно, Филипп такую рожу состроил. Остаться надо было, а не его слушать. И она меня уговаривала, уговаривала. Вот найдется мама, разведусь с ней, точно. Мне мама дороже. Ксения, ну что вы. Просто Филиппу и вашей маме нужно немножко привыкнуть друг к другу. И все будет хорошо. Пока мама не найдется, что об этом говорить, вы здесь еще наклею. Девушки, подождите. Я видела эту женщину. Она у нас в магазине шубу покупала. Когда? Дня три ходила в витрины, разглядывала. А потом купила. Наверное, увидела акцию. Вообще, вы знаете, это очень дорогая шуба. Хозяин сделал пятьдесят процентов скидки, за сто ушла. Да нет, вы ошибаетесь, мама не могла. Зачем ей шубу? Она за всю жизнь копейки на себя не потратила. Да я вам точно говорю. Она когда из-под юбки стала деньги на стол выкладывать, я шибалдела. Потом надела шубу и ушла. В шубе? Да, в такую же ору, вы представляете? Я ей говорю, давайте хотя бы упакую. Ничего не сказала, головой покачала и ушла. Да нет, ну что вы. Зачем маме шуба? Она старый человек. Зачем ей это? Да разве ж мы поймем этих стариков, а? Хорошая скидка. Моя свекровь едет. Через весь город за майонезом говорит акция на три копейки дешевле. Так что это точно была она. Ксения, у вашей мамы могла быть такая крупная сумма денег? Да мама не могла деньги снять, она даже не знает как это делается. Ну вот, вот я же говорила, ничего не пропало, все на месте. Ну сумма приличная. Когда решили маму из Белева забрать, она землю и дом продала и все на книжку положила. У нее никогда своих сбережений не было. Все, что зарабатывала, мне отдавала. Совсем чуть-чуть себе на Жене оставляла. А больше денег в доме нет? Останьте, пожалуйста. Извините. Что-то пропало? Здесь было ровно сто пять тысяч. О, бабуля дает. Тиснула столик и бегом в магазин. Оборжаться. Я ничего смешного не вижу. А мне кажется комичная ситуация. Бабуська, боже, а дуванчик такой фортель выкинула. Самое время в манту растекать. Миш, перестань. Может ее убили из-за этой шубы? Рит, дело такое драматичное лицо. Когда шуб-то прикупили? Двадцать третьего. Двадцать третьего, да. Двадцать второго были похороны, значит она не ездила подругу хоронить. Надо ребятам из транспортной позвонить, отбой дать. Сегодня двадцать седьмой, правильно? Угу. Значит пропала она четыре дня назад. Логично. Ну что, надо проверять все скупки, комиссионки, может шубка-то и всплывет. Есть описание? Да. Красотища. Ну еще бы. А мех редкий какой-то у вас. Да я про девчонку. Ну рублей пятьсот, максимум. Да вы что? Я за нее триста баксов отвалил, это натуральная свиная кожа. Ну извините, у нас здесь комиссионный магазин. Не устраивает цена, забирайте. Дайте хотя бы штуку. Пятьсот рублей, максимум. Барыга. О господи. Здрасте, мне позвонили, сказали шубу мою купили. А какой? Ну вот, пожалуйста. Младые люди, это к вам. О, чего это? Здравствуйте. Здрасте. Мы из милиции. О господи. Можно поможечку? Да вы что, ребят, не крала я эту шубу. Я ее купила у метро. Спокойно. Спокойно, Зоя Никитична, мы вам верим. Ну иду, вижу, мужик стоит, плохо ему, трясется весь. Подошла, решила выручить. Больной ведь. Ну, взяла я эту шубу. А кто трясется-то? Да Гошка наш этот, алкаш несчастный. Господи, он все время около метро тусуется, все время что-то продает. Вот он в тот раз с этой шубой стоял, но мы с ним поторговались, на тысячу сошлись. Ничего себе сто-тысячная шуба за бесценок. Повезло вам. Ой, знаете, ребят, я человек простой, я в мехах вообще не разбираюсь. Ну, он мне сказал, что ему сестра из Сибири привезла, что она там копейки стоит. Ну, я ему поверила. А в комиссионку-то зачем сдали? Ну, так она мне мала оказалась. Принесла домой, померила, мала оказалась. Да и, честно говоря, вот не лежала у меня душа к ней. Вот как чувствовала, что с Гошкой не надо связываться. Ребят, ну, что мне будет-то за это? Ну, если правду говорите. Да вот вам крест, ребята. Ну, честное слово, правду говорю. Вы лучше скажите, как нам этого Гошу найти? На... около метро, на Дубровке. Покажете? Обязательно покажу. Ну, поехали тогда. Зачем надо, спасибо. День, будешь? Нет, я не хочу. Я сейчас забываю спросить, чего у тебя нас с разводом-то? Да ничего, Ольга не пришла. Вон, дозвониться не могу. Так и чего еще позвони? Звонил, тоже недоступно. Слушай, а чего ты паришься? После работы мы зайдем, Коля в офис. И слетела, уж так развестись приспичивала. Разберемся. Ну, и чего там? Ребята! Да вон он же, вон! Стой! Стой, ворак! Встал, быстро! Не надо! Гош, вставай, быстрее! Рот закрой! Что, быстро бегаешь, что ли, я не понял? Умник! Гошенька, мы с тобой поговорить хотели, а ты бегаешь. Нехорошо, Гош. Хотя я, может, не хочу с вами разговаривать. А придется. Куда шубу делал? Какую шубу? Лиховую шубу куда делал? Гоша, около метро продал шубу. У меня три свидетеля есть. Ну, продал. Право имею. У меня сестра из Сибири приехала, а? Гошенька, как ты мне надоел, а? Вот эти байки будешь бабушке своей рассказывать. Давай, решился от этой своевольной жизни. Грохнул старушку, будешь отвечать. Ручку давай, руку, руку. Все, давай. Я ее пальцами не трогал. Кого? Бабку эту вашу, она сама шубу сняла и в помойку бросила. А я папу добрал. Да, конечно, новую шубу и бросила. Да, новую, новую, ей Богу, новую. А где помойка? Вон там. Пошли покажешь. Пойдем, Гошенька. Я, главное-то, вышел в бутылки поискать во двор. Сижу, бабка сидит в шубе. Ну, теплень такая, она вон там вот на лавке. Теплень такая, она в шубе. Ну, сидит себе, сидит. Нет, что? Я это, в помойке роюсь. Тут Петрович подошел, еще тот хорек. Давай по теме. Ну, я что, я с Петровичем поговорил. Ну, давай опять в помойку рыться. А она подходит, шубу снимает и в помойку ее. Я ей говорю, бабка, ты что, с ума сошла? Она говорит, а мне теперь не надо. Здравствуйте, девочка. Вы мне не поможете? Вот эту женщину здесь не видели? Да, я знаю ее. И дня три назад здесь гуляла. Я ей еще внука переодевать помогала. Кого, простите? Ну, мальчика забавный такой, правда, крикливый очень. Она с памперсами никак справиться не могла. Женечка, а вы уверены, что именно вот эта женщина была здесь? Ну, конечно. Простите, а мы с вами знакомы? Увы, но был бы счастлив. А вы имя того мальчика не помните? Нет. Она все время его внуком называла по имени ни разу. Ну, хорошо, спасибо. Да, хорошо, до свидания. Танюша, привет. Ой, здрасьте, Денис Романович. Чего-то не могу до Оли дозвониться. У вас опять я врал на работе, что ли? Ну, как всегда. Вы как будто не знаете. Знаю, да. Надо на вашего начальника прокуратуру натравиться. Чтобы не измывалась над сотрудницами. Да ладно. Не надо на него никого натравливать. У него и так в вторую неделю сердце болит. Как Ольга Николаевна уволилась, так никак с себя не может прийти, бедняга. Как уволилась? Почему? Не знаю, написала заявление и все. Другую работу, наверное, нашла? Ну, может быть. Ей начальник пытался дозвониться, но она или трубку не берет, или звонки скидывает. Понятно. Ну, ладно, пока. До свидания, Денис Романович. Откуда вы этой гребенкиной младенец? Может, ошиблась мамочка? Нет, она ее сразу опознала по фотографии. По фотографии. Ну и какие версии? Да версии нет, товарищ полковник. Мы постараемся разыскать ее через этого малыша. Если она гуляла в этом дворе, то значит живет где-то недалеко. Дочь утверждает, что Любовь Григорьевна боялась Москвы. Значит, она живет, скорее всего, в ближайших домах. Ну, это хорошо. Значит, женщина в городе, значит, она жива. Вы-то что предпринимаете? Свидетельство утверждает, что ребенку полгода. Мы связались с детской поликлиникой, которая обслуживает этот район. У них под наблюдением двадцать два таких младенца. Всего двадцать два? Да. Ну и вы обзвонили людей? Даже обошли, товарищ полковник. Старушки нет? Но мы поговорили с участковым. Дали ему задание узнать, кто в этом микрорайоне снимает жилье. И у кого из этих семей есть полугодовалый младенец. А, так вы считаете, что родители этого ребенка иногороднее? Да. Они могли не прикрепить ребенка к поликлинике? Могли. Вполне могли. Ну что? Это как-то так выстраивается, стройно. Только работать надо, ребят. Встали и пошли работать. Работаем, работаем. Безобразие, товарищи. Просто безобразие. Ребенок орет день и ночь. Они восемь идут. Я стучу, а бабка не открою. Все тут. Ясно. Вы не переживайте, мы все уладим. А, уладим. Что любопытно. Анька у мужика своего живет. А девчонку поселила в эту квартиру. И бабка к ней приехала. Хамы такие, даже не здороваются. Вы разберитесь, бабка с ребенком не управляется. Мы разберемся. А какая квартира? Я покажу. Открывать не велено. Галя придет, с ней разговаривайте. А Галя, ты квартирантка? Да. Бабуль, ну ё-моё, открывай давай. Тут утечка газа в подъезде, мне стояк перекрыть надо. Да не бойся, я не один, тут женщины со мной. Врешь, все. Я газа не чувствую. Не открою даже ни за что. Будешь долбиться в милицию, позвоню. Пошла звонить. Так, ладно. Надо, короче, слесаря вызывать с болгаркой. Сейчас петли спилим нафиг и все дела. Подожди. Любовь Григорьевна, вы не волнуйтесь, мы вам ничего плохого не сделаем. Мы от Гали, она просила узнать, все ли у вас в порядке. Откройте, пожалуйста. Вы от Гали? Да, мы от Гали. Заходи. Мы от Гали, от Гали. Вы не бойтесь. Все, спасибо, мы сами разберемся. Любовь Григорьевна, Ксения очень переживает. Давайте мы вас отвезем домой. Нет, нет. Не надо домой. Как же не надо-то, Любовь Григорьевна, честное слово. У вас дочка дома волнуется. По всему городу фотографии ваши расклеила, как будто вы кинозвезда какая-то. А вы сидите в трех кварталах от дома с чужим ребенком на руках. Нет у меня дочки. У меня никого нет, я... Одна я. Ну как это нет? Любовь Григорьевна, зачем же вы нас обманываете? И я не Любовь Григорьевна. Вы ошиблись, ребятки. Сейчас, сейчас, сейчас. Перепутали меня с кем-то, я здесь живу у Гали. Тихо, 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 тихо. Ты че? Ты че? Ты че? Ну-ка не ругайся. Ты че? Ты че? Любовь Григорьевна, почему вы не хотите вернуться домой? Вы чего-то боитесь? Она жутко напугана, поэтому и врет. А че она напугана-то, интересно? Ее палкой бьют, что ли? Ну как это? Ей стыдно за то, что она сделала, поэтому и домой не хочет возвращаться. Стыдно. Я не знаю, че делаешь, ее силком домой тащить? Я не знаю. А как мы ее сейчас повезем? Галя два дня дома не появляется. Что делать с ребенком, я не знаю. У Галя то искать теперь. Да? Да. Слышь ты, человек, где твоя мама? Ну что? Оперативно сработали. Молодцы, хвалю. Ну, Рит, ну а ты че такая грустная? Любовь Григорьевна отказывается домой возвращаться. Вот еще незадача. А че бабушка заупрямилась так? Ей стыдно. Она боится, что дети ее не простят. Да и ребенка она одного бросить не может. В общем, я сообщила ее дочери, что мама нашлась, а где она находится, я не сказала. Сантименты это все. Нужно отдать дочери адрес матери. И пусть она приезжает, забирает ее, ну хоть силой. Ух ты какой! Не можем мы этого сделать по закону. Да знаю, знаю, но здесь другая ситуация. В том-то и дело. Она не оставит ребенка, пока Галя не вернется. Ну так позвоните родственнику этой горе-мамаше. Может она уехала домой, да загуляла. Она снимает квартиру у некой Анны Петровой, которая вышла замуж и уехала к мужу. Я послала запрос в ЗАГС, чтобы узнать, где прописан муж. Ну правильно все сделал, все правильно. Только, ребят, надо порезвее работать, порезвее. А то ведь пока вы ее найдете, кто-нибудь еще потеряется. Встали и пошли работать. Аня! Анна Михайловна! Да, Евгений Борисович? Слушай, у нас нет сушечек, а? А у Михасов были рыбки. Я решил ему, короче, отомстить. Я этих рыбок вывалил. Несчастных. Их скормил их соседской кошкой. Представляешь? Здрасте. Анна Ивановна Петрова? Здрасте. Да. А вы кто? А мы из милиции. Опять Ванька что-нибудь натворил? Нет, нет, мы по поводу вашей квартирантыки. А Гали? Да, а что о Ване знаете? Галя молодая девушка, приехала из Ярославля на заработки. А что-то случилось? Угу. Она пропала, в трое суток не появляется дома. Ой, ну это молодо, зелено, знаете, ей восемнадцать лет, несмотря на то, что молодая мамаша, может куда-то отдыхать поехать. У полгодовалого ребенка? Так он же не один, он же с бабушкой. Галя из Ярославля бабушку выписала. Из Ярославля? Да по мне, пусть хоть всю родню оттуда выписывает. Она мне за квартиру за полгода вперед заплатила. А она домой не могла поехать? В Ярославль? Ну, соответственно. Я не знаю, мы как-то не особо общаемся. Ясно. Нам бы ее паспортные данные. Да, сейчас у меня все записано. Где Миров? Да. Это мне и нужен. Денис просил найти домашний телефон Садько. А кто такой Садько? Не такой. А такая. Это кукушка наша. Спасибо, Лидочка. Рада стараться. Ну что, попробуем узнать, куда наша Галя пропала? Да и лучше я. Только поаккуратней. Брат, обижаешь. Алло, здравствуйте. А с Галей можно поговорить? В Москве. Ай-яй-яй, какая жалость. А вы не подскажете, как ее в Москве найти? Да вы понимаете, я ее друг. Вот два дня в родной город приехал, хотел повидаться. А тут... Да. Давайте. Давайте я пишу. Да. Да, спасибо вам огромное, огромнейшее спасибо. Передам. Обязательно передам. До свидания. Ну что, я был деликатным? Аккуратным и вежливым, ну? Ну, значит, Гали дома нет, как в столицу приехала, тогда домой не возвращалась. Но зато и телефончик. Мимо. Это телефон съемной квартиры, откуда старушка Гребенкина уезжать не хочет. Ага. Чего у нас там еще по схеме осталось? Ну, осталось только место работы. Нужно узнать, где Галя работала. Слушай, пойдем перекусим, а я больше не могу. Пошли. Я все-таки, я хочу понять. Господи. Почему вы не говорите мне, где мама? Вы знаете что, вы не имеете права. Имеет она. Ну, не надо так. Имеет, имеет. Я узнавал, имеет. Послушайте, Маргарита... Сергеевна. Сергеевна, да. Теща, она пожилой человек. Какая разница? Ну, вот что она сейчас говорит? Хочет она, не хочет. В конце концов, наше семейное дело, так? Да. Именно так. Вы ее нашли, мы вам очень благодарны. Теперь мы просто хотим забрать ее домой. Мы сами все уладим как-то. Простите, но я не могу. Да слышали, моя душа, тысячи раз. Наверное. Извините. Простите, конечно, за резкий тон, но вы нас тоже должны понять. Мы с женой посоветовались, мы уже все решили. Да. Ксюша, теща не в себе. Ну почему она не в себе? Не в себе. Не в себе. Успокойся. Ей нужна врачебная помощь. Да. Причем, чем скорее, тем лучше. Так вот, я уверяю вас, что Любовь Григорьевна абсолютно адекватный человек. Я вас уверяю. Подождите, подождите, подождите. Выбросьте сто-тысячную шубу на помощь. Ну, подождите. Я, по-вашему, нормальный адекватный поступок. Даже не в этом. Не в этом. Не в этом. Выбрасываете, а тут шуба. Вы понимаете? Послушайте, Ксения, у неё умерла близкая подруга. Она была совершенно одна. Ей нужно бы с кем-то поговорить. Согласен. Ну, считайте, что это покупка, ну такая реакция. Я не понимаю. Я не понимаю. Я правда, вы нас обвиняете? Я вас не обвиняю ни в коем случае. Я просто пытаюсь вам объяснить. Ну, послушайте, если её просто старческий маразм отбыл. Да. У неё никакого маразма. Ну, по-вашему, нет. Вы понимаете, что она заботится не только о себе, а о маленьком ребёнке. А я… Вы думаете, что я… Это ваша… Послушайте меня все! Это должны решить специалисты. Вот. Вот. Я её дочь. Я её дочь. Я не хочу сидеть и ждать, пока она окончательно сойдёт с ума. Вы меня слышите? Я тоже не хочу сидеть с ума. Мы вас не хотим слышать. Поймите. Поймите, это семейное дело. Семейное дело. Но вы всё равно не хотите. Что вы хотите? Да. Ты посмотри-ка, что вам. Ой-ой-ой. Спасибо большое. Боже мой. Да ну что ж столько-то, Риточка. Спасибо. Это вам от ребят. Ты не думай, Риточка, я не сумасшедшая. Да я понимаю. Я… Я сама не знаю, как с этой шубой получилось, с проклятущей. Вот, знаешь, как во сне. Я когда телеграмму эту получила, я стала сама не своя. Потому что, ты тоже пойми, мы с Наташей очень дружили. Всю жизнь. И, конечно, я расстроилась. И мне туда поехать захотелось. Как-то попрощаться, понимаешь? И это… Ну куда я? Вышла на улицу в магазин тут этот. И купила. Дура старая. Я понимаю прекрасно. Бывает такое, заходишь в магазин, видишь какую-то вещь и жутко хочется купить. Спускаешь все деньги, потом думаешь, как жить целый месяц без денег. На что? Вот. Вот. Слушай дальше, Рит. Значит, я потом, конечно, вернулась. К помойке туда. Ну, за что быть, за это? А ее нет там, конечно, уже. И мне что делать? Мне как домой-то идти? Я села тут во дворе. На качелях. Сидела до темноты. Сидела, сидела. Галя. Вот тут Галя, это и пришла Рита. Она меня к себе позвала. Такая девочка хорошая. Даже вот, вот не спросила даже ничего. Такая девочка хорошая. Ну, а как же она одна-то жила? Плохо. Она сюда приехала от обиды в Москву рожать Олежку. Все деньги, вот она мне рассказывала, спустила вот на эти хоромы и на сиделок. Пусть, говорит, он там живет один без нас. Понятно. Отец ребенка женат. Ну, да. Я ей советую уж. Я говорю, ты возьми мальчика. Ты возьми, отвези, покажи отцу-то. Ну, не зверь же какой-то. Нет, говорит, не пришло время. Он, говорит, должен разлюбить свою жену. Она так уставала на работе, Рита. Вот она, знаешь, она приходила, она прямо, прямо она валилась с ног. А где она работает? Ой, я не знаю. Она, знаешь, как работала? Она как-то позвонит, договорится и убегает. Да, да, да. Посиди с ним, хорошо? Я пойду сделаю ему покушать. Ню-ка, Ню-ка, это кто ты, это она? Все, 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 все. А что это за номера? Не знаю, вот зелененький, это вот Галя. Она по ним и звонила. А вот остальные от хозяйки еще остались. Кого я сейчас кормить буду? Кто у меня хороший? Кто у меня самый лучший? Кто у меня прекрасный мальчик? Да какой он хороший! Да какой он у меня послушный! Ну вот моя умница! Вот мой красавец! Оля! Оля, ты дома? Оля! Ты меня слышишь? Мама умерла. Под машину попала. Когда? Неделю. Или две назад. Не помню. Почему, что мне ничего не сказала? Мы же с тобой разговаривали. Ты че приехал, а? Я тебе могу чем не помочь? Танцуй. Уходи. Ой, прости. Прости. Телефон у тебя есть, если что. Звони. Прости. Ну, как успехи? Галя занималась уборкой у частных клиентов. Я почти по всем номерам дозвонилась. Отзывы только положительные. Аккуратные, надежные. Некоторые клиенты ей доверяли настолько, что оставляли ключи от собственных квартир. Клад они там работницы. Да вот не могу дозвониться только по одному номеру. Она там работала по пятницам. Звони, звони. Наверняка не последний, кто ее видел. Алло. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вы знаете Галину Садько? Я просто... Ничего себе. Что такое? Галя в тюрьме. Галя в тюрьме. А. Заходите. Здравствуйте. Меня зовут Маргарита. Мы разыскивали Любовь Григорьевну. И нашли ее у вас в квартире. Баба Люба? А что, у нее кто-то есть, что ли? Есть дочь, зять. У них произошел конфликт, и она ушла из дома. Надо было догадаться, уж больно ухоженная бабулька. Ну что, домой ее забыли? Нет. Она сидит с вашим ребенком и никуда уходить не собирается. С ребенком это хорошо. А я вот тут. Галя, почему вы молчите? Почему ничего не говорите следователю? Да мне же никто не поверит. Чего зря воздух-то сотрясать? Но вы же маленький ребенок. Вас могли бы выпустить под подписку, а не в выезде. Поможете мне? Поймите. Рит. Я ж с роду ничего чужого не брала. Но у вас в сумке нашли фотоаппарат. Хозяин утверждает, что это вы его украли. Да хозяйка его и подкинула. Вы поймите, она же ревновала меня к мужу. Хотела давно меня выгнать, но там Федор Борисович все решает. А я ему нравилась. Понимаете? А эта дрянь мне и подкинула фотоаппарат. Я что, враг себе? Вы знаете, как сложно работу в Москве найти? Позвоните моим другим клиентам. Спросите у них. Ну спросите, спросите! Помогите мне. Помогите, вытерните отсюда. Господи. Пожалуйста, я никак тут не могу. Хорошо, Галь, я что-нибудь придумаю. Ребенка, наверное, лучше отправить в Ярославль. В Ярославль нельзя. Да. Да вы что? Господи. Мать же моя ненавидит его. Олежку в детдом остался. Это ребенок, Господи! Господи, бедный ребенок! Не долбите его в Ярославль! Миленькая, добренькая! Помогите мне, вытерните меня отсюда! Галечка, только не плачьте! Я все поняла, Галечка! Я вас отблагодарю! Все, я все поняла! Не плачьте! Делай что-нибудь хорошее! Хорошо, хорошо, Галечка, Галечка. Хорошо, я поняла. Послушайте, я позвонила всем клиентам Галины, они дают только положительные рекомендации. Ну и что? Может, у них и брать-то нечего? Галя сказала, что вы не прячете деньги. Ну согласитесь, гораздо проще было бы взять их, нежели красть в это пора, правильно? Она не брала его, поверьте. Послушайте, брала, не брала, какая разница? Давайте, пусть ваши коллеги будут разбираться с этим. Да мои коллеги разберутся, не волнуйтесь. Только у нее маленький ребенок. Понимаете? Она мне не говорила об этом. Так вот, если Галю посадят, то ребенок останется без мамы. Хорошо, что вы от меня хотите. Заявление заберите, пожалуйста. От этого зависит не только жизнь Гали и ребенка. Возможно, еще одного человека. И потом, вещь-то не пропала, в конце концов, правда? Ну, допустим. А как вы тогда объясните, что фотоаппарат оказался у нее в сумме? Ну, у Гали есть версия. Но я не хотела бы ее озвучивать. Хм, понятно. Всего доброго. До свидания. Да, я понимаю. Федор Борисович, я вам ужасно благодарна. Да, за Галю я ручаюсь. Хорошо. Да, спасибо, до свидания. Заявление забрали, слава богу. Отлично. Денис, ну ты же не можешь ничего изменить. Я не понимаю, почему она мне ничего не сказала. Я бы ей с похоронами помог. Она обратилась к чужим людям. Ладно, мне, она даже Мишке ничего не сказала. Понимаешь, я захожу, зеркало завешано, фотография, и она сидит. Никакая. Никакая. И я с этим разводом приперся. Ну ты же не знал. Ну да. Такое несчастье. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Маргарита Сергеевна, постойте! Я понимаю, я понимаю, я сама виновата. Но вы тоже, вы поймите меня. Я была не права, я чушь какую-то несла. Просто всё так неожиданно, так на маму не похоже. Я растерялась. Ксения, не настаивайте, пожалуйста. Ита, я вас очень прошу, дайте мне с мамой поговорить. Я места себе не нахожу. Я просто должна убедиться, что с ней всё в порядке. Если мама не хочет меня видеть, позвоните ей. Я хотя бы по телефону с ней поговорю. Пожалуйста. Мамочка, прости меня, прости. Это ты меня прости, доченька, я не ведла, что творила. Наташка умерла, мне так тяжело было. Жизнь прошла. И тут шуба. Да бог с этой шубой, мамулечка. Если тебе не нравится жить в Москве, давай я тебе дом куплю. Да хоть в Белёве хочешь? А насчёт денег ты не волнуйся. Нет, я привыкла. Я уже в Москве привыкла. Я даже к Фильке к твоему привыкла. Нет, ничего. А что в Белёве? В Белёве Наташи нет. Мне там только грустно будет. Вы молодые, мне с вами будет веселье. А шубу, Ксюша, шубу Риточка нашла. А мы сдадим шубу. Мамочка, забудь про эту шубу, я слушать ничего не хочу. Давай, давай собирайся домой, поехали. Ой, а как я пойду? Я не могу пойти. Я с кем Олежку-то оставлю? Галя, ты ушла. Как ушла? Она же вернуться должна была вчера. А она вернулась вчера. Она взяла чемодан, покидала туда вещи. Говорит, в чистку отнесу. Сейчас, говорит, вернусь. И ушла. А надо же Олежку не поцеловала. Любовь Григорьевна, ну что же вы мне сразу не позвонили? Ричка, я его покормила и задремала. Я проснулась-то уже за полночь. Гали нет. Я испугалась, конечно, но я постеснялась так поздно звонить-то. Ритуль, я думала, я утром расскажу. А тут вы пришли, девочки. Давайте сделаем так. Вы сейчас едете домой вместе с Ксенией, а я остаюсь здесь с Олежкой. Я его не брошу, пока мы не найдем его родственников, ладно? Вы не переживайте. Ну, хорошо. Сейчас я только его поцелую. Зайчик мой, зайчик, у тебя все будет хорошо. Алло, Лида. Лидочка, мне очень нужна твоя помощь. Волитка дает, а. Обещала через час информацию, но это Гребенкину достать. Как сквозь землю провалилась. Опа. Вот он. Привет. Лидуль, а когда ты успела-то? Ой, ну хватит хохмить, а, Демиров. Не смешно. Лид. Помыла? Вот, я помыла, да. Кипятком? Ну, естественно. Молодец. Давай. Ребят, только не говори, что вот это вот ребенок. Ой. Представляешь, она вышла из КПЗ, дома собрала вещи, исчезла куда-то нормально. Ну, емае, опять придется ее искать. Слушайте, а давайте отдадим мальчика родственникам Ярославль. Я звонил мамаши Гали. Нормально, адекватная тетка. Да ни в коем случае, она сразу определит ребенка в детский дом. Да никуда она не определит, что она зверь, что ли? Да? Что же у нас? Бабушка, зверь, что ли? Нет. Такого человека увидел, никуда не определит. Я буду здесь оборону держать, Гаврилы что-то здесь не в духе. А если что, считайте меня героем. Все, пока. 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 Зря только приехали, получается. Ничего страшного. Тихо, тихо. Подождем в машине, может они на работу уже. А если они в Африку уехали? Ну, 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 пойдем. Олег! Олег! Господи, Боже мой, где вы его нашли? Где? Где вы его нашли, маленький мой? Его украли у моей дочери, Боже мой, где же вы его нашли? Господи, какая радость! Нашелся! Нашелся! Галя наша втрескалась в мужу сестры, а у них ребенок. И она решила этого ребенка украсть. Я не знаю, чем она думала. Мать ее боит, она, видимо, надеялась, что они между собой без ребенка разругаются, понимаешь? Да я понимаю, что это идиотизм. Ну, что ты хочешь? Я 18 лет. Ума-то кот наплакал. Да, да. Слушай, давай до завтра. Все, пока. Ну, как она могла меня обмануть? Как? Я же ей поверила? Она украла ребенка ради чего? Чудовище. Молоденькая, мозгов-то нету. Угу. А украсть ребенка мозгов хватило. Целый план разработал. Взяла деньги у отца, сказала, что в Москву работать поедет. Отсиделась три дня на даче и отправилась за ребенком. Вот какой я психолог? Хороший. Хороший. Ты хороший психолог? Угу. Очень. Только ты всех людей меряешь по себе, а они не все такие добрые, как ты, понимаешь? Ну, а как же с старушкой? Она же взяла ее и не спросила, кто она, что она, чужой человек. Ее жалко почему-то. Тебе ее жалко или ты на нее злишься? Я на нее злюсь, мир мужок. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Да, Алло. Да, Оля? Что? Оля звонила. Говорит, что просто хотела голос услышать. Поезжай к ней. Зачем? Ну, поезжай, побудь с ней. Может, ей легче станет? Я столько всего натворила. Я даже у мамы прощения не попросила. Жили с ней и ничего не сказали друг другу. Так и... Я так виновата перед всеми. Я не знаю, что мне делать. Мне очень страшно. Страшно. Пройдет, Оля. Все проходит. И это пройдет. Поцелуй меня. Поцелуй меня. Прости меня. Видишь, что творю я? Я не знаю, как мне быть. Андрюша! Андрей! Андрюша! Подпишись. Как вы хоть в ротancario при acquisении? Продолжение следует. Подпишись кое-как. Бывают новоепирование. Не входят новоеп EM contempt爆т球. И я snip. Показывает для других древних. Поцелуй, там большой дошел ягод. Продолжение следует. imprisoned к нему Co before the130Б Субтитры создавал DimaTorzok Держи, я на минутку. Вот, держи, квитанция из электричества. Ага. Так, за телефон. У тебя там задолженность была, я заплатил. В пятницу съезжу на АТС, чтобы не отключили. Я очень рада тебя видеть. Да, сколько я тебе должна? Оля, не надо. Нет, ну ты не обязан со мной ненучиться. Олечка, мне нетрудно. Не надо. Спасибо. Ну, время на чашку кофе у тебя есть? Ты знаешь, нет, я поеду. Меня там Рита в машине ждет. А, да, конечно. Извини. Ну, пока. Да. Денис, нам надо расстаться. Рита, ты чего это, вдруг? Понимаешь, дело не в том, что... что у нее никого не осталось, и жалеешь ты ее, не жалеешь. Ну, просто тебя тянет к ней, и все. Нет, я не понимаю, Рит. Ты мне сначала говоришь, съезди к ней, не разговаривай с ней о разводе, давай подождем там и так далее. А теперь ты мне претензии предъявляешь. У меня никаких претензий к тебе. Ты свободный человек, ты можешь делать все, что хочешь. Ты дурацкий разговор, я не понимаю, Рит, чего ты от меня хочешь? Я ничего не хочу. Останови машину, пожалуйста. Просто так будет правильно. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Вы не представляете себе, как страшно потерять любимого человека. Вот он стоит на одной стороне перрона, я на другой. Поезд пролетает, а его нет. Только что было и не стало. Вы на вокзале в милицию обращались? Да нет же. Это же мой сон, мой сон, я же вам объясняла. Мы живем в Нижнем Новгороде раз в год Андрей приезжает в Москву повидаться с армейскими друзьями. В этот раз, как обычно, он приехал, позвонил, что доехал, и все. Через три дня должен был вернуться, и не вернулся. Я звоню, а телефон не отвечает. Потом эти сны начались. А сколько дней прошло? Десять. Вы хоть кого-нибудь из его друзей знаете? Нет. У меня только вот это. Афган. Три забрали в восемьдесят шестом. Я уже беременная была, только успели пожениться. Вернулся живой. Такое счастье. Он мало что рассказывал, сами понимаете. Только про Синицы, про Сашу, вот Синица. А вот это Саша Акулов, но он погиб. А это кто? А это? Это, это Андрюша, муж. А посвежее нет фотографий? Да. Где он собирался остановиться? Я не знаю. У меня в Москве живет брат, Борис. Он заехал к нему, передал от меня варенье и уехал. Господи, где он сейчас? Что с ним? Хватит рыдать. Возьмите себе в руки. Дайте. Отдельная фотография его есть? Нет. А мы никогда по отдельности не фотографируемся. Всегда вместе. Не могу его от себя отрезать. Рука не поднимается. Господи, да если бы я знала хотя бы телефон или адрес этого Синицы, я бы сама нашла Андрея. А теперь, как искать? Найдем, не волнуйтесь. Эти фотографии мы пока оставим у себя, потом обязательно вам вернем. Да, конечно. Мы вам позвоним. Я пойду. Спасибо, до свидания. Я провожу вас. Это Михас? Может, ты попробуешь по своим каналам, так быстрее будет. Нет, День. Я еще три висяка. Я тебе кардинант оставлю. Да, да. Разрешите, товарищ поклонник? Демиров. Заходи. Что вы-то там за дамочка рыдает? А? Так рыдает, что, знаешь, меня даже приняло. Да дамочка эта, супруга разыскивает. Он уехал в Москву на встречу с армейскими друзьями, ну и пропал. А мы теперь, ищи священник. Что-то я не слышу сочувствия в твоем голосе. Да, тривиально мужик загулял. А ей, видите ли, вещи и сны снятся, ей сердце не на месте. Ну, хорошо, вы проведите предварительное расследование. А там, глядишь, может, и разыскное дело открывать не придется. Вот, зараза. Евгений Борисович, ну что ж вы так мучаетесь? Давайте я вас в медпункт отведу и укольчик вам сделаю, полегче будет. Да не надо укольчик. Сейчас пройдет, сделаем. Лекарство принял. Слушай, ну если мужик загулял, значит, должны быть товарищи. Вы знаете фамилии-то какие-нибудь, знаете? Да жена никого не знает. Вернее, знает одну фамилию. Денис поехал, узнал координаты. Вот сейчас он все скажет. Разрешите? Входи. Здравия желаю. Что с вами? Да ничего, нормально все. Давай, по делу. Товарищ поклонник, разрешите удалиться? Иди. Чего это он-то? Да наш пропавший тоже в Афгане служил. М-м-м, больная тема. Абакаров, корпус, корпус включается. Так, резче, резче, на ногах никто не застаивается. Так, Маваши, резче, резче. Ну что ты так включил, Иванов? Резче, резче, да, Маваши, да. Олег Сергеевич? Да. Здрасте. Здрасте. Нам бы с вами поговорить. Услышав. Мы разыскиваем Андрея Панкратова. Андрюхов? Да. Вы с ним давно расстались? Ну как, в 88-м дембель отгуляли, расстались. Подождите, мне сказали, что вы встречаетесь каждый год. Мы встречаемся. Но Андрюха на эти встречи не приезжает. Я его разыскал как-то лет 10 назад, хотел к нам вытащить. Он оказался. Странно, Олег Сергеевич, мне его жена сказала, что он с вами каждый год видится. Может, он отдельно с кем-то встречается? Да ни с кем он не встречается. Вы уверены? Абсолютно. У нас между своих секретов нет. А в чем нет? Нет, так, извините. Спасибо. Лилия Дмитриевна, а ваш муж часто в командировке едет? Да, конечно. Он работает в фармацевтической компании. Чем больше клиентов, тем больше заработает. Господи, всю жизнь его ждут. Кажется, могла бы уже привыкнуть. Сначала из Афгана, теперь из этих бесконечных командировок. Да, это тяжело. А в Москве он когда последний раз был? Ой, месяца полтора-два назад, точно не помню. После майских праздников. Я как раз с дачи вернулся. Да, точно в мае. Маргарита, скажите, у вас есть хоть какие-нибудь предположения, куда наш Андрюха пропал? К сожалению, пока никаких. А он часто у вас останавливается, когда приезжает? Никогда. Почему? Не хотел обременять. Тем более гостиницу, фирма оплачивает. Так заходит иногда пивка попить. Как вы думаете, это правда? Видеть во сне жизнедорожный вокзал? К смерти. Я в соннике прочла. Ересь! Выкинут твои дурацкие сонники. Извините. Я пойду. Как только новости будут, я сразу вам сообщу. Да, конечно. Темно уже. Давайте я вас провожу. Хорошо. До свидания. До свидания. До свидания. Привет. Привет, Летос. Сюрприз какой. Ты вещи забыла, что ли? Нет, я насовсем вернулась. Если ты меня, конечно, не прогонишь. С ума сошла. Ты у меня комнату снимаешь, и это в силе. А если ты мне еще ужин приготовишь, это будет вообще красота. А меня, представляешь, только что на свидание позвали. А я отказалась. Мне сказали, что я скучная. Летос, ты не скучная. Ты правильная. А скажи, а что у вас с Денисом происходит? Ничего. Боже мой, что ты с картошкой сделал? Оказывала сопротивление при задержании. Сейчас мы ее победим. Так. Это Денис. Скажи, что я сплю. Здорово, братишка. Алло, Мика. У Риты телефон не отвечает. Ты не знаешь, где она? У тебя. Ну как, с ней все в порядке? Она уже спит. Хорошо. До свидания. Привет, слушай, извини, пожалуйста. Я понимаю, ситуация дурацкая. Я вышла в магазин за молоком, а дверь захлопнула, все ключи. Оставила дома, я бы в следствие вызвала. Заходи. Но, раз уже поздно. Зайди, зайди. А я не знаю, кому еще идти, мне ужасно неудобно. Я знаю, что ситуация дурацкая. Черт. Сейчас пойдем. А? Куда? Дверь твою взламывать. Не могу же я тебя на улице оставить. Да. А подожди, а Рита, давай я ей все объясню, потому что неудобно, я понимаю. Арина не против, она очень даже за. Пойдем. А, да, хорошо. Спасибо. Лицо знакомое. Вы говорите, он агент фармацевтической компании? Да, из Нижнего Новгорода. Ко мне не приходил. Ну, может быть, к нему обращался кто-то из ваших сотрудников? Может быть. Хорошо. Хотя, знаете что? Светочка, посмотрите-ка, как его фамилия? Панкратов. Посмотрите-ка, не наблюдает ли Панкратова кто-нибудь из наших врачей. Секундочку. Возможно, он просто наш пациент. Может быть, пока желаете чай или кофе? Нет-нет, спасибо. Извините. Да. Да, есть такой Панкратов, Андрей Владимирович. Наблюдается у Ивановой. Последний сеанс был на прошлой неделе. Спасибо, Светочка. Ну вот видите, я же говорю, очень знакомое лицо. А что за сеанс у него был? Доктор Иванова, замечательный психолог. А я могу поговорить с доктором? Видите ли, у нее сегодня выходной. Но если вы оставите свой номер телефона, то я попрошу ее, чтобы она перезвонила вам. Завтра. Наверное, будет лучше, если вы напишите мне номер телефона доктора, а я сама с ней свяжусь. Ну, как вам угодно. Ненавижу пробки. Надо было с Риткой ехать на метро. Он сидит и книжку читает. А куда она направилась-то? В клинику доктор Плюс. Она вчера навещала супругу Панкратова и пообщалась с ее братцем. Вот. А он, кстати, пытался за ней приурорить. С ума сойти. А при чем тут клиника? Ну, просто Риккин ухажер подвозил Панкрата вот до этой самой клиники. День. А? Ничего про ухажера не хочешь узнать? Ничего мне про него узнавать. Ну, а свободная девушка, что хочет, то и делай. Что между вами произошло? Я не знаю. Мы проверили. В гостинице Панкратова нет и за последние два года ни разу не было. То есть он врал жене о том, что фирма оплачивает его проживание. А вот где он ошивался все это время? Непонятно. Это уже интересно. Я поговорила с психологом, у которого наблюдался Панкратов. Но она мне ничего толком не объяснила. Так что ты думаешь, что эта докторша может что-то скрывать? Не знаю. Потом я проверила журнал посещения в клинике. Так вот Панкратов появлялся в Москве неоднократно. И бывал на сеансах психотерапии. Зачем мужику психолог? Я никогда и понять не мог. А мужики разные бывают. И есть темы, которые лучше обсудить со специалистами. Ой, не надо. Специалисты. Ну, кто-то считает, что психологи – это не врачи. Но они действительно лечат людей. И помогают им. Кому они помогают? Барышням истеричным? Наверное. Мужикам, по-моему… А вот мужикам иногда помощь нужна гораздо больше, чем женщинам. Хватит спорить! Какие у вас еще версии? Товарищ полковник, может быть, вам на больничный, а? Я вопрос задал. Какие еще версии? Версий нет, товарищ полковник. Значит, тупик. Это плохо. Ладно, давайте оставим этого Панкратова пока. А что там у нас с пропавшей проводницей? Немного больше получилось оставить? Девушка, столько пойдет? Да-да, пожалуйста. Так. А что это за артефакт такой? Оксаночка, ну разве это сыр? Это больше похоже на мечты бедного алкоголика. А свесьте нам, пожалуйста, что-нибудь подороже и повкуснее. Ну, выбирайте, что вы хотите. А давайте что-нибудь на ваше усмотрение. А у нас есть повод? Да. Мой день рождения. День рождения? Нет. А почему тебя на работе никто не поздравил? А это мой второй день рождения. О нем знают только самые близкие люди. Можешь считать это официальным приглашением. О, ну спасибо. Да не за что. Пожалуйста. Спасибо, Оксаночка. Здоровья и мужа вам хорошего. Откуда вы знаете, как меня зовут? Оксаночка, я все знаю. Миша, перестань смущать девушек. Я их не смущаю, я их интригую. Оксаночка, спасибо большое. Пойдем. До свидания. До свидания. Ну вот, осталось у меня 500 рублей от всей премии. Как раз на одну фишку и хватило. Вот, а когда колесико крутилось, у меня перед глазами вся жизнь промелькнула. И много ты выиграл. Как раз на бензин и на молоко хватило. Ладно, господа, давайте выпьем за сегодняшний день. За меня, такого красивого, счастливого, смешного и позитивного. И за вас, моих дорогих, любимых и самых близких людей. А что все-таки празднуем? Мы? Кто бы там мог быть, там, а? Сюрприз. Мишка. Привет. Привет. Мишка, с днем рождения. Спасибо. Тихо, тихо, тихо. С днем рождения. Спасибо. Да, ребята, как я вас рада видеть. А я сижу дома, одна. И вдруг вспоминаю, что у тебя день рождения, второй. Да. Как я могла тебя не поздравить. Спасибо, Мишка, спасибо тебе большое. Лиша, с днем рождения. Я тебя так люблю. Спасибо. Я тебя так люблю. Сторожная, садись. Ну, конечно, не так, как я тебя раньше любила. Так, садись. Я тебя люблю, как брат своего бывшего мужа. Давай, садись, садись. Олечка, сюда раз. Молодец. Давайте выпьем, выпьем. Так, и закусить. Так, я хочу веточку пить. Опа. Не надевает, не взял. Так, и закушу, да. Олечка, все с колбаской. Колбаску съешь. Олечка, колбаску съешь. Олечка, колбаску съешь. Не, не подожди, не хочу. Все. Давайте выпьем. Мишка, с днём рождения. Ага. Что? Что, не выпьет со мной иногда, что ли? А я сама выпью. Мишка. 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 Ой, Боже, какой кошмар. Я не хочу. Знаешь, так ли это всегда в жизни бывает. Сначала у тебя есть все, а в этом бац и ничего. Понимаешь? Не очень жалю. Не надо меня жалеть. Ребят, а чего вы такие кислые, а? Давайте, у меня сегодня день рождения. Денька, давай, ешь салатика я приготовлю. Смотрите-ка, накладывай. Давай, Олечка, сейчас мы... Пошли вы. Оль, Оля, ну куда ты в таком состоянии, а? Мне жалеть не надо. Оль, куда ты в таком состоянии пойдёшь? Домой. Хочу. Ляд, иди в комнату. Я хочу домой. Отдай от меня! Провожать мне не надо. Оль, давайте хоть до машины. Я без меня достал. Оль. Оль. Обычно ничего не случилось. Проводишь её? Оль, кстати, ух. Оль. Оль. настоящая флажная химика в В mutantsе. Курыным из отчета... Продолжение следует... Оля. Оля, вставай. Оля. Оля, просыпайся. Оля! Ой, боже. Как плохо-то, а? Держи. Денис. Оля, не надо. Что это? Это аспирин. Там на комоде я тебе деньги оставил. До свидания, я больше не приду. Подожди, Денис, ну подожди, подожди. А что случилось? Что я вчера сделала? Оля, дело не в том, что ты вчера сделала. Я не могу с тобой нянчиться бесконечно. Оля, ну перестань! Боже, ты что орешь так? Мне плохо, ты что, с ума сошел? Приведи себя в порядок, найди себе работу. Я тебе напоминаю, что мы с тобой разводимся. Все, пока. Вот теперь пока. Ой. Ой, господи, как плохо-то, а? Мамочка, что же делать-то? Здорово. Здравствуйте. Здорово, мужики. Так, значит, ты давай езжай опять к эксперту. Денис. Да. Здрасте. Добрый день. Здрасте. Вот, командира привел. Здрасте, Денис. Василий. Миша. Василий. Мне тут Синицы рассказал про Панкратова. Дело такое, я его видел. Давно? Ну, две недели назад мы с женой на дачу ехали, свернули в супермаркет продукты купить. Вдруг смотрю, Андрей, я очень удивился. Говорили о чем-то? О чем? Не о чем. Ну, так я его попенил по-стареговски. Что он на наши ветеранские встречи не повезает. Негоже ведь бросать боевых товарищей. Надо как-то вместе держаться, верно. Не понимаю всех, я их сборишь. Надо жраться и рано терябить. Все это одному можно устроить. Вот я там был. Был. Ну, раз так, нечего хрень тут всякую нести. Так, Миша, стоп, стоп. Давайте ближе к Панкратову. Он конкретное что-нибудь говорил? Да нет ничего. Правда, когда про Акулову узнал, побледнел. Взял адрес и ушел. Чей адрес сделал? Саша Акулова. Это наши боевые товарищи. Они с ним вместе с учебки весь Афган морда к морде. Я думаю, за Сашки он на наши встречи не привезли. Панкратов считает, что Акулов из-за него погиб. А Сашка же фразовался. Ух, чертсяк, а. Мы его в Ташкенте случайно нашли два года назад. А в этом году сюда в Москву перетащили. Понятно. Значит, рассказали Панкратову про друга, да? Да. А дальше что было? Да ничего, я ему дал адрес, он взял, развернулся и ушел. А где сейчас Акулов, знаете? Конечно. В доме инвалидов. Вот адрес. Спасибо. Спасибо. До свидания. До свидания. Да, он приезжал. Посидел минут двадцать и уехал. А что случилось? Он пропал две недели тому назад. И так получилось, что вы последний человек, кто его видел. О чем вы с ним говорили? Да ни о чем, в общем-то. Не клеился разговор. Оно и понятно. Но он вернется. Почему вы так думаете? Он у меня фотоаппарат забыл. Детей своих показывал. Сын на него похож. Почему сын? У Панкратова дочь. Я хоть инвалид, но не слепой. Сами посмотрите. Забавный пацан. Вылитый Андрюха. Вы меня извините. Больше мне сказать нечего. Вы усталый немного. Да-да, конечно. С вашего позволения мы заберем фотоаппарат? Собирайте. Спасибо. Рит, подожди меня внизу, ладно? Я сейчас. Слышь, браток, у тебя выпить есть, а то я набегался, как собака. Выпить-то найдется. Но ты же вроде как на службе. Да ничего страшного. А за что? За что пить-то будем? Только за здоровье не надо, а? А то тошнит уже. Значит, ничего, Павел. За пацанов. Какая часть? ВЧ-83-265-я гвардейская. Шиндан. Спрашивай. Командир сказал, ты Панкратову жизнь спас? За него на задание пошел. Задание верная смерть. Андрей знал это, командир знал. Да все знали. Не выбраться оттуда было. Один шанс из тысячи. А как же он согласился, что ты за него? Кто его спрашивал-то? Я ему врезал. Он и отключился. А командир и не понял, кто там бежит. Я или Андрюха. Там такое было. Не мог я не пойти. Андрей не должен был рисковать. А ты, значит, должен был. У него жена беременная осталась дома. Совсем соплюшка, 17 лет. Брат малой. Родни никого. А что, тебя никого не ждал? Почему? Была у меня девчонка. Красивая. Аж глаз резал. Хочешь, покажу? Хочу. А имя какое? Алина. Музыка, а не имя. Знаешь, я когда в госпитале лежал, думал, выкарабкаюсь, а поеду к ней. А потом, потом на себя в зеркало глянул, решил, нет. Не зачем такой девчонке жизнь ломать. Пусть лучше думает, что погиб. А выжил-то как? Это долгая история. Сань, я не тороплюсь. Наливай. Ничего не поняла. В Анкратово что, еще одна семья была? Ну, это бы многое объяснило. Он часто бывает в разъездах. Жене Лилии говорит, что в Москве он приезжает редко. А сам бывает минимум раз в неделю. Ни у брата жены, ни в гостиницах он не останавливается, соответственно. Он приезжает к сыну. Угу. А психологу он ходил за отпущением грехов. Совет замучила. Надо узнать, где сделана эта фотография. Найдем вторую семью, найдем Панкратова. Так, ну это явно загород. Понимаете, дача или деревня какая-нибудь. Вот только номер дома и все, больше ничего. А что у него на одежде? У кого? Ну вот, который сзади. СМУ-123. Надо выяснить, что это за монтажное управление и какой район обслуживает. А? Может, это СМУ чинит-пилит все Подмосковье. Знаешь, сколько это время займет? Ладно, дальше без меня я уехал. Ты куда? В ЗАГС разводиться. А? Лидочка. Да. Мороженое любишь? Я сейчас подойду. Давай. Лидочка нашла СМУ-123, который обслуживает только Москву. Ну вот, а в столице найти частные дома проще простого. Ну, короче, повезло. Вы к нам? Ты нам не поможешь? Видел этого мужчину? Пойдемте со мной. Мам, к тебе пришли по поводу отца. Здравствуйте. А мы разыскиваем Андрея Владимировича Панкратова. Андрей умер. Вчера девять дней было. Вы знаете, я служу с Андреем. Мы только что узнали, так что я приношу вам соболезнования. Спасибо. Вы-то высадитесь. Я сейчас Сань, помоги мне на стол накрыть. Нет, нет, что вы, что вы, не беспокойтесь, мы потом с мужиками соберемся. Может, вам какая помощь нужна? Нет, спасибо. У нас с сыном все есть. Лина, а как это произошло? Наш командир с ним недавно встречался. Инфаркт. Он приехал, сказал, что нам нужно поговорить. так все и случилось. Он мне должен был что-то очень важное сказать. Что-то очень важное. Мне это до сих пор не дает покоя. Алина, Андрей хотел сказать, что он нашел Сашу Акулова. Ну я еще в ЗАГСе. Нет, нет, я просто к тому хочу сказать, что я не успеваю на нашу встречу. А, вы перенесете. Юрий Николаевич, спасибо большое, я вас очень люблю. Да, хорошо, в пять часов буду у вас. Свободная на все готовое. До встречи. Имущественных претензий не имеете? Нет, не имеем. Подожди, Оль, давай машину тебе оставлю. Спасибо, Денис, не надо. Хорошо. Тогда все. Распишитесь, где галочка, и чуть ниже. Я не могу. Я думала, что смогу, а не могу. Оля, мы же уже... Я знаю, что мы все обсудили. Ты думаешь, я сильная? Независимая? Самостоятельная? Я не хочу быть без тебя. Оля... Я тебя люблю. У меня было много времени, чтобы это понять. И мне кажется, что... что ты меня тоже любишь. слишком мало времени прошло, чтобы ты разлюбил. Оля, давай выйдем неудобно. Я перед тобой очень виновата, Денис. Дай мне шанс, пожалуйста. если... Если ты меня, конечно, любишь еще. Да все нормально, ребята, все нормально. Честное слово, надоело, уже лежать с собака пролежал. Врачи понавыписывали, лекарства, уколы. а супруга с ним заодно. Ладно, хватит на моих болячках. Что у вас там за ситуация-то с двоеженцем Панкратовым? Ну, так Панкратов не был двоеженцем. У него была официальная жена в Нижнем Новгороде, а Алина была просто девушкой, друга, которого он считал погибшим. Любовница? Ну, там не все так однозначно. Панкратов после Дембеля приехал к Алине сказать ей, что ее жених погиб. Сказал и остался. Нет, как-то. У него же была семья, жена, дочке два года. Ну, вот, а парень-то благородный. Вот он ей помогал, деньги пересылал, приезжал раз в год. А что он ей так опекал-то? Чай не мать, старушка? Ну, молодая, здоровая женщина. Поплакал, поплакал. Нашла бы себе другого. Ну, вот, а она не смогла найти другого. Знаете, как бывают, годы идут, а женщина все одна да одна. Ну, она решила родить, позвонила Андрею, попросила приехать. Петровна, слыхала? Ну, чего ты удивляешься, Женечка? Очень знакомая история. Ты нашу соседку по даче помнишь, Светочку? Этого? Да, она тоже так же близнецов своих родила. Друга попросила. Уж лучше от хорошего человека родить, порядочного, чем от кого попала. Светка. О, не знал. Тебе не надо. Ну, и что дальше? Ну, а что дальше? Алина родила ребенка, Панкратов стал навещать их часто. Ну, а в один прекрасный день приехал и сказал, что остается насовсем. Сказал, что с женой развелся и хочет жить с Алиной и сыном. А сам не развелся? Стал жить на две семьи. Официальная жена в Нижнем Новгороде, а здесь гражданская. Ну, если бы не встреча с командиром, наверное, вообще бы никто не узнал, что у него вторая семья. Бедный Панкратов. Что же ему пришлось пережить? Ну, он не смог пережить. Инфаркт, сорок пять лет. Ну, еще бы разорваться между двумя женщинами. Ой, не осуждай его, Риточка. Каждый совершает ошибки, а страдают от этого порядочные люди. Панкратов сто раз пытался поговорить с женой, с Алиной, но проблема в том, что он никак не мог сделать выбор, с кем остаться жить. Да это и невозможно, наверное. Это просто нерешаемая задача. Да, ситуация. А как же теперь его женщинам рассказать? Не знаю. Я думаю, что Алина примет эту новость. А вот официальная жена Лиля, боюсь, что для нее это будет серьезный удар. А может, не говорить ничего жене? Ну, какой прок теперь от этой правды? Кому легче от этого станет? Ну, мы же должны сообщить законной супруге о том, что ее муж погиб. И а как мы объясним, что он похоронен? Придумайте что-нибудь, ребятки. Вы должны найти выход. Легко сказать. Да, товарищ полковник, она поверила, что он умер на встрече. Они сказали, что не знали ее координат и похоронили сами с воинскими почестями. В общем, я сделал все, что я мог. Хорошо. Да, товарищ полковник. да, выздоравливайте. До свидания. До свидания. Здравствуйте. Здрасте. 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 Здравствуйте. Здрасте. Алина. Мне нужно рассказать вам что-то очень важное. Можете не подбирать слова. Я только не могу понять почему Андрей не сказал, что Саша жив. Почему он молчал столько времени. Он знал об этом в тот день. Я думаю, он это и хотел вам сообщить. Я хочу его видеть. Саша жива. Саша. 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 Боже ж ты мой. Привет, дорогая. Привет. Рит. Рит. Выходи за меня замуж, а? А может быть я хочу замуж за твоего брата. А я к вам тогда буду на обед приходить точно. А я не против. Ты знаешь, я решила. Я сама сделаю Денису предложение. Но могу я в конце концов быть просто влюбленной женщиной, а не психологом? Умница. Давно пора. Дениска. Все, пока. Пока. Так. Привет. Привет. Что с тобой? Нам надо поговорить. Что с тобой? Любимая? Я ушел. Нет, 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 нет. Стоп, стоп, стоп. Прости, прости. Я тебя очень люблю. Ну, я пойду. Пока. Да, папуль. Заявление уже написала. Угу. Нет, не надо меня встречать, я сама доберусь. Пап, у меня один чемодан. Ну, конечно. Хорошо, из поезда позвоню. Угу. Я тоже очень рада, что скоро увижу тебя. Ну, давай, пока. Ага, целый. Пока. Угу. 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 Здорово. Здравствуй, Михаил. Скажи, тебе на древнекитайском объяснять, чтоб ты свои дела здесь так не бросал? Дени, ты прекрасно знаешь, я ненавижу заниматься вот этой бумажной работой. А я что, люблю, что ли? Я тебе что, гастарбайтер, Михас? Я тебе уборщица. А что сейчас настроение-то, я не понимаю? Здравствуйте. Денис, Миша, мне надо с вами срочно поговорить. Алена Захаровна, вы не волнуйтесь, может, вам водичка? Нет. Алена Захаровна, извините, но новостей нет пока. Зато у меня есть. Я нашла моего сына. Где? Он сидит в подвале. Но он живой. Там окошечко, на нем железная решетка. А напротив, вот, смотрите, я только что от нее. Алена Захаровна, ну вы же помните, что было в прошлый раз? Да, тот колдун оказался шарлатаном. Но Наталья настоящая ясновидящая. Здравствуйте. Вы знаете, какие к ней очереди? А какие люди стоят? Алена Захаровна, вы понимаете, что это не разумно? Понимаете? Это совершенно другой случай. Эта гадалка не врет, она знает, где мой сын. Да, Алё. Хорошо, сейчас выезжаем. Держитесь там. У нас вызов срочный. Алёна Захаровна, мы с Лавой с вами поможем. Миша, ты пойми, она знает, где мой сын. Она в крустальный шар, как посмотрела, так все коротко. И дома огромные, и ангелочки на крыше. Извините, пожалуйста. Ужасно. Не стыдно? Простите, где кабинет вашего начальника? Прямо по коридору, вторая дверь налево. Спасибо. Рит, она нас замучила, честно. Она кодунов нам каких-то присылала, частных детективов нанимала, результату ноль. Мы честно по каждой наводке ездили, а парня не нашли. А как пропал её сын? Ну как? Приехал в Москву на заработки, три месяца исправно, деньги прислала, звонил. Вот, а потом пропал. Вот она и мать рванула в Москву. И сразу к нам, из порога заявляет, где живёт, адреса не знает. Название конторы не знает, и что, вот ищи ветра в поле. Вот, мы, мы как положено, по схеме всё отработали, так? Ничего не нашли? Вот тут и начало, все эти экстрасенсы, гадалки, колдуньи. Жить, короче, какая-то. Ридочка, жалко женщину, жалко, но мы ничем помочь не можем. Алло. Да, Евгений Борисович. Здесь. Хорошо. Угу, идём. Гаврилову, быстро. Иди. Какого чёрта я не понимаю? Человек к вам пришёл за помощью, а вы довели женщину до истерики. Она тут билась в истерике, вы понимаете, в истерике билась. Вас что, трудно выслушать человека? Евгений Борисович, четыре месяца назад точно так же она пришла к нам с информацией от какого-то колдуна. Мы с Мишей как два идиота перекопали весь Измайловский парк в поисках тела её сына. И что? Что? Ну, ничего, естественно. Ну, а если она на этот раз права? Вот если она сейчас права? Евгений Борисович, давайте я поговорю с Алёной Захариной и попробую убедить её, что верить экстрасенсам глупо. Подожди, Рита, подожди. У меня другая идея. Слушай, поезжай-ка ты к этой гадалке, как её тут? Ноталья, а? Поговори с ней. Товарищ полковник, мы просто время потеряем. Все, окончен разговор. Поезжай, Рита, поезжай. Хорошо. Вы тоже идите, подумайте. Человек сына потерял, а вам бананы из ушей вынуть лень! Здравствуйте. Здравствуйте. Девушка, я без записи не принимаю. Наталья, извините, я много времени у вас не отниму. А вы вообще от кого? Я из милиции. Да? У вас на приёме была одна женщина. Вы не могли бы мне повторить всё, что вы ей, не знаю, нагадали? Зачем? Вы же в это не верите? Зачем же мы будем тратить время и ваше, и моё? А я просто выполняю приказ своего начальства, вот и всё. Хорошо. Проходите. Спасибо. Проходите. Нина, нужно поговорить. Здравствуйте. Здрасте. Арсюша, поди поешь на кухню. Как вы сказали, её зовут Алёна. Алёна. А это её сын Виктор. Он пропал без вести год тому назад. Я помню этого парня. Он сидит в подвале. Из окошка видна крыша и стена белого дома. И крыша такая, коричневая черепица. И флюгер. Ангелочек с трубой. Да. Ангелочек с трубой. А скажите, вот вы говорите, вы видите крышу. А окно в подвале, как такое может быть? Я вижу только то, что мне показывают. А мне показали крышу. А кто показал? Они. Ну, если хотите, я вам могу ангелочка нарисовать. Ещё они мне показали вид сверху. Но этот дом находится недалеко от нас. В названии есть буква Д. Это тоже вам они показали? Да. А почему же они вам не показали всё название целиком? Или они в шарады любят играть? А мне интересно, почему в удостоверении, которое вы мне предъявили, написано не ваше имя? А чьё же? Ищите парня. И чем скорее, тем лучше. Я не сказала его матери, но он очень серьёзно болен. Если вы опоздаете, он умрёт. Хорошо. Спасибо большое, Наталья. До свидания. А что ж ты у меня про самое главное-то не спросила? Про что? Ладно. Поговорим, когда вернёшься. Вот это вряд ли. До свидания. До свидания. Маргарита. Привет. Привет. Отлично выглядишь. Спасибо. Я тебе принесла тут кое-что? Да не стоило утруждаться, наверное. Мне было нетрудно. Если я что-то найду, я тебе обязательно передам. Ты не переживай, пожалуйста. Не страшно. Можно выбросить. Отлично. Мы договорились. Угу. Что случилось? Привет. Как твоё собеседование? Угу. К чёрту собеседование надоело. Знаешь, что я подумала? Ну и нафиг эту работу. Буду сидеть дома. Ты заболела? Почему? Буду тебе борщи варить, шарфы вязать. Нет, не надо. Почему? Почему? Потому что через две недели ты возненавидишь. Борщи, меня, шарфы. Шарфы. Как я могу тебя ненавидеть? Здравствуй. Здравствуй. Да-да, кто там? Извините, Евгений Борисович, можно? Ой, Рить, заходи. Заходи. А я тебе хотел звонить. Очень хорошо, что ты пришла. Заходи. Ты присаживайся. Я сейчас. Так, вот это я не буду подписывать. Вот это, ладно, это тоже потом. Давай, всё. Иди-иди-иди. У меня для тебя потрясающие новости. Танцуй. Я для тебя ком-то в общежитии выхлопотал. Да. Да. Евгений Борисович, мне уже не надо. Да ты подожди, подожди, подожди. Это же не то, что было раньше. Это, мне сказали, дом пост капремонта. Чистенько, контингент, только семейный. А у тебя будет отдельная комната. Да. Стану злом. Там ещё прихожая есть маленькая. Кухню можно сделать. А? Евгений Борисович, мне правда уже не надо. Чего ты? Подпишите, пожалуйста. А что это? А? Ну тут, Рит, как говорится, насильно мил не будешь. Это точно. Только хочу вам сказать, Маргарита Сергеевна, что по закону вы ещё должны две недели отработать. Хорошо. Все, свободны. Идите. Спасибо. Лидочка, и сегодня выглядишь прекрасно, как никогда. Гаврилов, вот в сома запрос. На, и чего ты шлёпнешь сам? Так, Лидочка, Лидочка, а что так неласково? Я чем-то провинился. Что вы за люди, Зимировы, а? Ведь ни один человек с вами больше полугода не задержался. Довели человека, идиоты. Ну пусть я спешу. Подожди, подожди. Кого довели-то? Сам знаешь, кого. Лидочка, я не понимаю ничего. На, полюбуйся. Евгений Борисович прочел отнести в отдел кадров. Что это такое? Это заявление об уходе. Дай я про это. А, Лид! Рид! Ритуль! Да. Привет. Привет. Ну как, жизнь молодая? Была у гадалки. Да, и что она сказала? Вот посмотри, она нарисовала. Сказала, это недалеко от Москвы, в названии есть буква Д. Я приложила эту схему к карте Подмосковья. Получилось это точь-в-точь Дмитровский район. Дмитровский район, отлично. Гаврила будет счастлив. Но у нас других вариантов нет. Нужно проверить, вдруг повезет. Ну ладно, раз начальство сказала, значит, будем выполнять. А скажи-ка мне подруга, ты что ж, вот так собиралась, без прощального поцелуя, без последнего прости, уехать домой? Миша. Ну что, Миша, что Миша, а? Рит, ну сколько мы времени с тобой живем под одной крышей? Ну как же так-то, а? Рит, Ритечка, извини. Рит, Рит. Миша, ну потому что мне трудно, Миша. Потому что мне тяжело находиться в этой квартире. Потому что мне тяжело идти на работу и видеть там его каждый день. Я не могу больше. Ритечка, извини, пожалуйста. Мне кажется, я собственными руками толкнула его к Ольге. Рит, 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 иди сюда, иди сюда. Мне очень тяжело, я не могу. Иди сюда, иди сюда. Тихо, 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 тихо. Все будет хорошо. Все будет хорошо. Все будет отлично. Отлично. Тихо, 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 тихо. Слушай, а у меня идея. Поехали веселиться, м? Нет, Миша, я не хочу. Никаких нет, никаких не хочу. Поехали веселиться. Ну, Миша, ну как я поеду? Ну посмотри на меня. Тебе надо развеяться. 15 минут на сбор, и я в душ. Все. Ты что, с ума сошел? Ну хорошо, 20 минут. Рит, я устал, пойдем пару. А, пойдем. Пойдем, пойдем. Ты что пить будешь? Я, наверное, текилу. Одну текилу и одну водку. Да, спасибо. 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 Ну давай. Давай. Ритя, пойду с друзьями, я поздороваюсь, ладно? Ага. Давай, не скучай. Высоточка! Ты что за мной, слетишь что ли? Привет. Отставь стебле. Что делаешь здесь? А я пошла посмотреть, как нормальные люди стресс сбрасывают. Пойдем, посбрасываем. Ну пойдем. Мик, ты что? Мы спим давно. Спишь, сволочь? Пьяный что ли? Иди проспись. Сейчас тебе морду буду пить. Гаденыш. Давай. Как ты мог, а? Как ты мог? Она же ребенок, она же чистая. Мишка, мне и так погано, не спрашивай меня ни о чем. Поехали. Я не знаю как, но мне выбор надо было делать, понимаешь? Слушай, а ты видел, как мехат зажигал? Ну, просто обалдеть! Уникально, конечно! Нет, нет, ну ты просто Бог, Алексей! Я с третьего класса больными танцами занимаюсь. Да, практически каждый день. Понедельник, среда, там, пятница, тоже. Чё-то не так? Чё-то не так. Я, честно говоря, не очень понимаю, вам чё нужно-то вообще? Ну, в смысле, там, дискотеки, цветы, там, консерватории, или чё? Один раз! Один раз! Реально! Можно серьёзно выслушать человека, нет? Уж он всё время крутится! Я чё, вам клоун, что ли? Извини. Давай, до завтра таешь, что ли? Товарищ капитан, я здесь полгода всего. Какого-то? Какого-то? Какого-то... Какого-то? Там, я ищу. Реально, я ищу... Я здесь полгода всего-то обещаю. Прежний участковый на пенсию вышел, так вот я за него. Тебя как звать-то? А Глеб? Глеб Вадимович. Денис, ты расслабься, Глеб Вадимович, что ты дергаешься? Так как-то неожиданно, первая проверка. Да ты не волнуйся, никто ничего проверять не будет. Просто нам нужно домик найти. Сколько в твоем ведении поселков? Три. Три и две деревни. Значит, смотри, дом двухэтажный, белым садином обделанный, коричневая крыша черепичная, подземный гараж, бассейн. Так на вскидку, сколько таких в твоем ведении? Ох, садинг. Штук десять, может больше. Сейчас модно, они друг за другом повторяют, как обезьяны. Слушай, десяток, мы тогда ночью кататься будем. Подожди, но флюгер же не на каждом доме. Кто? Ну, флюгер, украшение такое. Сейчас покажу тебе. Да, смотри. А, так это дом под ангелом. Да, вот тут недалеко, местные его так называют. Поехали, покажем его. Надо же. Первый раз такую руку вижу. Что-то не так? Целых три линии жизни. Причем сейчас ты живешь вторую жизнью. А про первую можно узнать? Неужели ты думаешь, что все, что с тобой случилось, ошибка? Нет. Это часть общего замысла о тебе, воспринимая как испытание. Ну, значит, я зря к вам пришла. А о будущем узнать не желаешь? Я бы на твоем месте как раз про третью жизнь думала. Хочешь, посмотрю, чего тебе ждать? Ну, ладно. Раз уж пришла, давайте. Чтоб я так жрел, а? Да уж. Только если вы хотите внутрь попасть, то ничего не выйдет. Здесь у нас актер один живет. Он в нем в городе. Вы знаете, Глеб, нам этот дом не нужен. Скажи, вот эту хибару кто строит? А, это? Это предприниматель один. У меня даже фамилия его есть. Сейчас, Глеб, была. Ну, что, пойдем познакомимся? Отсюда сюда переложите. А, Глеб Вадимович, какими судьбами? Здравствуйте, хозяин. Здрасте. Здрасте. Грандиозно вы тут строительство устроили. Цокольный этаж делать? Да какой там этаж, так, подвальчик, картошку хранить. А с какой целью ты интересуетесь? А подвальчик не покажете? Ну, так, посмотреть, как вы там все укрепили. Вы знаете, с удовольствием, но не могу. Вход мешками завален, пройти невозможно. А придется. Глеб Вадимович, это что, шутки? Никаких шуток, товарищи из Москвы приехали. Расследуют важное дело. Откройте подвальчик. Ну, в таком случае, товарищи из Москвы, предъявите мне, пожалуйста, орден на осмотр. Тогда я быстренько мешочки-то уберу. Ну что, мы серьезные люди, будем время терять, мотаться туда-сюда. Вы нам подвальчик покажите, мы сразу уйдем. Ну, а раз вы серьезные люди, не мне вам говорите. Все же должно быть по закону. Ну, если вопросов больше не имеете, тогда до свиданницы. Ну, и вам не хворать. Да, хорошо. Но мы еще не прощаемся. Заходите. Чего у него в подвальчике? Да что-то там нечистая. Видишь, как задергался? Братец, надо проверить. Проверим? Ладно, пойдем. Так, похоже, мы напрягли товарища. Ага. Еще захочешь от них избавиться? А сейчас-то вряд ли уже дурак, что ли. Я думаю, он ночью подождет. Вот и мы подождем. По-моему, нужно обладать слишком богатым воображением, чтобы увидеть там что-то, кроме кофейной гущи. Хорошо. Тогда мужчину, который от тебя вернулся к законной жене, отнесем насчет моего богатого воображения. Хочешь, я верну тебе его? И ты его любишь. Да нет. Господи, все в прошлом уже. Как же ты ошибаешься? Думаешь, уедешь, и все. Нет. Ты теперь с ним будешь вечно. Захочешь, не забудешь. И что же теперь делать? Ну что, вернуть? М? Мазохистка. Ну, а в моем будущем хоть что-то хорошее есть? Ты встретишь человека из прошлой жизни. Скоро встретишь. Очень скоро. Вижу вокзал. Вот он. Вот ты. Но хорошо это или плохо, не могу сказать. Не вижу. Товарищ капитан, там газель подошла. Тихо-то, тихо, увидим. Здорово. Давай, открывай. Все, я пошел. Может, это хозяин из строиматериала подъезжает? Надо подождать. Так, строиматериал. Говорил, надо было в отдел звонить. Только не шумите там. А ты чего расселся? Тебе что, особое приглашение, что ли, нужно? Давай, отставай! Так, Глеб Владимирович, у тебя есть чем по врагам народу стрелять? Есть, конечно. Ты сдурел, что ли? Он пацан совсем. Ты давай здесь сиди. Не, я с вами пойду. Я единственный представитель власти. Ну, в смысле, форма у меня у одного. А ну, давай, вставай, хватит, в порядок. Руки за голову, на колени. Сюда! Сюда, я сказал! Строители, это мои! Я знаю, руки за голову, на колени! У нас тут борта забрал! За голову, на коленях встать! Вперед пошел! Стой, куда побежал! Стой! Стой, стреляй в голову! Стой! Товарищ капитан, я его что, убил? Хрен его знает, сейчас посмотрим. Алло! Че, испугался, что ли? Живой! Слышь, Глеб Владимирович, накинем ему браслеты, а? Пускай отдыхает. Прыбки у нас такие, давай сюда руку! Расслабься, все уже! Ну, че, пацаны, как дела? Нормально. Походу, заражение у него, рука гниет. Совсем плохо. Давай к нам в машину. Вставай. Давай. Давай, давай. Тихонько. Тихонько. Сюда вот. Вот так. Хорошо. Мы тебя подождем. Ага. Да, давай. Гангрена у парня. Сейчас капницу поставят и в Москву надо везти. А остальные как? Ну, остальные-то нормально. Третье звонил? Ну, да. Мы договорились, что она позвонит Алёне Захаровне, и завтра утром они приедут сюда в больницу. Ну, правильно, не надо ее сейчас дергать. Извините, у вас не будет зажигалки? Здесь не курят. Да ладно? Сигнализация. О, щас бы кофейку или чего-нибудь покрепче. Мужики, а пойдемте к нам в ординаторскую. У меня там коньяк оставался. О, хорошая идея. А? Прошу. Благодарю. Танюш, а вы не хотите с нами чеку попить? А вы знаете, кто я такая? Вы приехали за мной, да? Откуда я? Ты ее знаешь? Помогите, пожалуйста. Сыночек. Родной, ты не волнуйся. Тебя сейчас в Москву отвезут. Там тебя вылечат. Все будет хорошо. Ну что, Орел, выздоравливай. А мне никаких показаний давать не нужно? Да нет, твои друзья расскажут все нашему сотруднику, а ты лечись. Спасибо вам большое. Если бы не вы, мы ведь думали, он платить нам будет. Похвали на него, как рабы. Спасибо вам. Ты не нас благодари, ты маму свою благодари. Спасибо. Ай, что вы? Спасибо. До свидания. До свидания. До свидания. Рит, слушай, мне с Денисом нужно к участковому подскочить, там протокол задержания оформить и кое о чем. Поговори с ним. Мне с вами поехать? Ты знаешь, Рит, у меня к тебе большая просьба. Здесь есть девочка. Ты поговори с ней, пожалуйста, она сейчас выйдет. А что случилось? Ты понимаешь, два года назад ее нашли в лесу, изнасилованную, избитую, с черепно-мозговой травмой. Господи. Да, вот она очнулась и... И ничего не помнит. Полная амнезия, не помнит ни имени, ни фамилии. Ты с ней поговори, а мы постараемся выяснить у участкового обстоятельства этого дела. Ну, ты-то знаешь, как ее зовут? Таня, ну, я могу ошибаться. С тобой-то у меня осечка произошла. Слушай, поговори с ней, ладно? А мы через часик вернемся. Хорошо. Пока. Пока. Некоторые люди искомо выходят с новыми способностями. Они начинают делать то, чего до этого не умели делать сам. Там стихи пишут, рисуют. Через стены видят. Новыми людьми становятся. Я тоже как будто новым человеком стала. Ничего про себя прежнего не помню. Тебя это не расстраивает? Меня это удивляет. Вот я знаю, что Париж столица Франции. Я знаю, что Александр Сергеевич Пушкин родился 6 июня 1799 года. А когда у меня день рождения, понятия не имею. Скажи, а у тебя бывает такое, что ты вдруг слышишь какой-то звук? Или чувствуешь запах? У тебя возникает ассоциация. И тебе кажется, что вот сейчас ты вспомнишь. Да, постоянно. Хорошо. Знаешь, у меня сны иногда снятся. Какие-то сложные истории. Много лиц, какие-то события. А проснусь и ничего не помню. Странно, правда? А мне вообще ничего не снится. Даже вспоминать нечего. Тань, мне кажется, у тебя все установится обязательно. Я просто уверена. Ну, если честно, мне все равно. Я еще молодая, значит, вспоминать мне особо нечего. Как? Ну, как это? У тебя наверняка есть близкие, родные. А сейчас ты, по сути, одна. Ну и ладно. Нет. Если меня за два года никто не нашел, так это либо некому, либо незачем. Ну, либо просто не смогли найти. Парни успели москву переправить, руку ему спасли. Вот и все. Дело можно закрывать. Ну и хорошо, закрывайте. И мальчишку спасли. И упырей этих схватили. Молодцы, молодцы. Хорошо сработали. Хвалю. Вы знаете, если бы экстрасенс не угадала бы, парень бы погиб. Ну, знаешь, не похоже это на случайное угадывание. Не похоже, говоришь? Ты что, Рит, в волшебников поверила? В волшебников нет. А Наталье я верю. Ну ладно, ладно. Парень домой едет, живой, здоровый. Вы мне другое скажите. Вы зачем все лишнюю работу придумываете, а? Два года. Девочку не могут опознать. Два года. А вы что, решили на наш отдел вот этот висяк нацепить? Товарищ полковник, ну откуда вы все знаете, а? А я здесь не для красоты сижу. Знаете. Что там за дела-то, ну? Евгений Борисович, понимаете, девочка совсем молоденькая. Ни родных, ни близких, ни дома. Областные не сильно искали. База маленькая, опыта не хватает. Ну разрешите помочь. Вдруг получится. Ну не знаю, чудо случится. Пожалуйста. Ну подожди, не заводи. Что ты сразу завелась-то? Пожалела ты девочку, хочешь ей помочь. Что я против, что ли? Я ж не запрещаю. Пожалуйста, попробуйте. Попробуйте. Но в нерабочее время. Да-да. И не ухмыляйся. Поработай хоть раз, для души-то. Добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну я не могу вас сейчас принять, у меня люди. А это не займет много времени, всего пару минут. А вы зачем пришли? Вы же не верите в мой дар. Я уважаю ваши способности. Ну хорошо. Давайте, что у вас там? Эта девушка два года назад попала в больницу. Мы разыскиваем ее близких, пока никаких зацепок. Может быть, вы нам что-нибудь расскажете. Несчастный ребенок. Столько пережить. Что именно? Она очень долго была при смерти, между небом и землей. И еще у нее была сложная операция, я думаю, года четыре назад. Ошибочка. Два года назад была операция. Я говорю про другую операцию. У нее была очень серьезная травма ноги и у нее протез сустава. Кажется, он называется тазобедренный. Больше я ничего сказать не могу. Думаю, будущее этой малышки вас мало интересует. А прошлое при амнезии, да по фотографиям, увы. Извините, пожалуйста. А можно мне вопрос личного характера? Когда я женюсь? Никогда. Так мотыльком и проскачешь по жизни. Без жены и без детей. А вот дядькой скоро станешь. И это точно. Ну, успокоили. Спасибо. Всего хорошего. До свидания. До свидания. Рит, ну ерунда какая-то. Я ей не верю. Девочку оперировали после нападения. Есть даже рентген, никакого протеза там нет. И учишь кого, что идиот вообще. Первым делом проверяют всегда. Родимые пятна, шрамы, татуировки. Понимаешь? Миш, все равно нужно все уточнить. Ну, что ты хочешь, Денис? У нас не столичная клиника. У нас рентгеновской пленки. Максимум на десять человек в год хватает. Да и потом. Девчонка поступила к нам с черепно-мозговой травмой. Да еще с последствиями изнасилования. Сам понимаешь, не до рентгена было. Костя вон прощупали да на стол. Ну, шрам же ты видел. Можно было участковому сказать? Да она вся израненная к нам поступила. Понимаешь ты это или нет? Кровищи как на бойне было. Мне ей жизнь надо было спасать, а не шрамами любоваться. Я хирург. Ладно. Ты не обижайся, я же тебя не обвиняю ни в чем. Я понимаю. Слушай, а ты думаешь этот протез поможет найти ее родню? Посмотрим. Лидочка. Где ты ходишь? Я уже опаздываю. Мне такая новость для тебя. Пляши. Кто-то из коллег откликнулся? Ага. Здравствуй. Таня ваша нашлась. Да ты что? Извекова Татьяна Александровна. Господи. Такая история. Она была фигуристкой, юниоркой. Многу сломала прямо на выступлении. Я тебе потом все расскажу. Хорошо? Лид, подожди. А адрес сказали? И адрес, и телефон. Уже сообщили родителям. Они уже в Москву едут. Представляешь, два года прошло. Два года. Они уже похоронили. Извекова фамилия. Скажи. Извекова Татьяна Александровна. А, чудо. Просто чудо. Понимаешь? И вот мы ему операцию на печень делаем. А он представит... Палага у него отдельная. Слышишь? А такой капризный пациент просто невозможно. Михаил Романович, ну почему она не идет? Что с Танечкой? Ваша Танечка жива и здорова. Рита сейчас ее приведет. Я не могу. Я не пойду. Я ведь не обязана, правда? Я не хочу к ним идти. Таня, ты не обязана. Но это твоя семья. Ну, посмотри, мама, папа, лучшая подруга, Катя, брат Игорь. Они тебя ждут. А это правда твоя семья? Вот ты меня сейчас имена называешь, а я ничего не чувствую. Ну, тебе нужно к ним выйти. И ты все почувствуешь. А вдруг не почувствую? А вдруг я не вспомню? Такое же может быть? Танечка, может быть все. Ты можешь не почувствовать сейчас. И не вспомнить. Но пройдет день. Пусть пройдет год, и ты обязательно вспомнишь. Но ты будешь дома. В кругу своей семьи. Я не хочу. А вдруг я не вспомню? Тогда мне придется жить под одной крышей совершенно чужими мне и людьми. Нет, Рита, прости. Меня зовут не Рита. Это имя мне дал врач. Меня нашли так же, как и тебя. Я долго лежала в коме и до сих пор не знаю, кто мои родные. Я вообще не знаю, кто я. Мой врач удочерил меня, дал мне свою фамилию, отчество. И вот уже прошло шесть лет, а я так ничего не вспомнила. Меня никто не нашел. Да, наверное, никто уже и не ищет. Больше всего на свете я хочу узнать, кто я. Пойдем. 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 Я ему говорю. Живи. Живи. Доктор. Ну иди. Нет, не отвечай. Помолчи. Все. Отрубился. Не просите. Идите. Без полезно. Ты кому сам спеши? А... Пойдем. Ой, что они? Немного. Ой, что они они? Вы загадите. Живи, что они за мной. Ой, что они за мной? Дайте я её и не буду! Представляешь, она их узнала. Здорово. Так трогательно. Я чуть не прослезилась. Всё-таки ты уезжаешь? Да. Ну, звони, если что. Пока. Пока. Субтитры делал DimaTorzok Миша, я на мелочи. Давай, только быстро, ладно? Хорошо? Я буду очень скучать. Очень-очень-очень. Красавица моя. Да, Рыбка. Привет. Нет. Я на службе. Чего тебе так говорю? Я в засаде. Мы сейчас преступник ловим. Да. Ну, потому что ты звонишь, поэтому я поднял. Нет, не могу сегодня. Миша, у меня есть повод для ревности? В плане. Держи. Между прочим, положительный. А что это? Тест на беременность. Одна из твоих дам скоро станет мамой, а ты счастливым отцом. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Алло, Миша, я за рулем. Если ничего срочного, я тебе перезвоню. Да, я знаю, что уезжаю. Ну, от меня что ты хочешь? Ну, у Риты что, Рита? У нее теперь своя жизнь, у меня своя. Не знаю, ну, найдет себе кого-нибудь. Получше, чем я. Что? Ваш билет, пожалуйста. Павел. 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 Ваш билет. Принесли в туалет. Уldмена. Павел. Молодчик. Павел. Ребен.